Кематхия сутта, в чем смысл? АН 10.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, 1. Учитель, в чем смысл и польза благого нравственного поведения? 2. Ананда, смысл и польза благого нравственного поведения, в несожалении. 3. А в чем, учитель, смысл и польза несожаления? Смысл и польза несожаления, в радости. 4. А в чем, учитель, смысл и польза радости? Смысл и польза радости, в восторге. 5. А в чем, учитель, смысл и польза восторга? Смысл и польза восторга, в безмятежности. 6. А в чем, учитель, смысл и польза безмятежности? Смысл и польза безмятежности, в удовольствии. 7. А в чем, учитель, смысл и польза удовольствия? Смысл и польза удовольствия, в сосредоточении. 8. А в чем, учитель, смысл и польза сосредоточения? Смысл и польза сосредоточения, в знании и видении вещей в соответствии с действительностью. 9. А в чем, учитель, смысл и польза знания и видения вещей в соответствии с действительностью? Смысл и польза знания и видения вещей в соответствии с действительностью, в разочаровании и бесстрастии. 10. А в чем, учитель, смысл и польза разочарования и бесстрастия? Смысл и польза разочарования и бесстрастия, в знании видения и освобождения. Так, ананда, смысл и польза благого нравственного поведения, в несожалении. Смысл и польза несожаления, в радости. Смысл и польза радости – в восторге Смысл и польза восторга – в безмятежности Смысл и польза безмятежности – в удовольствии Смысл и польза удовольствия – в сосредоточении Смысл и польза сосредоточения – в знании и видении вещей в соответствии с действительностью Смысл и польза знания и видения вещей в соответствии с действительностью – в разочаровании и бесстрастии А смысл и польза разочарования и бесстрастия – в знании видения и освобождения Так, Ананда, благое нравственное поведение последовательно ведет к высочайшему. Читана сутта «Намерение». АН 10.2. Благословенный сказал, 1-2, монахи, нравственному человеку, тому, кто обладает нравственным поведением, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть несожаление возникнет во мне. Несожаление естественным образом возникает в том, кто нравственен, чье поведение нравственно. 3. Тому, кто не имеет сожаления, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть радость возникнет во мне. Радость естественным образом возникает в том, кто не имеет сожаления. 4. Тому, кто рад, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть восторг возникнет во мне. Восторг естественным образом возникает в том, кто рад. 5. Тому, у кого ум насыщен восторгом, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть мое тело станет безмятежным. Тело становится безмятежным естественным образом у того, чей ум насыщен восторгом. 6. Тому, у кого тело безмятежно, нет необходимости прилагать усилия и воли, пусть я буду переживать удовольствие. Тот, у кого тело безмятежно, естественным образом переживает удовольствие. 7. Тому, кто переживает удовольствие, нет необходимости прилагать усилия и воли, пусть мой ум будет сосредоточенным. Ум того, кто переживает удовольствие, естественным образом становится сосредоточенным. 8. Тому, кто сосредоточен, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я буду знать и видеть вещи в соответствии с действительностью. Тот, кто сосредоточен, естественным образом знает и видит вещи в соответствии с действительностью. 9. Тому, кто знает и видит вещи в соответствии с действительностью, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я буду разочарован и бесстрастен. Тот, кто знает и видит вещи в соответствии с действительностью, естественным образом становится разочарованным и бесстрастным. 10. Тому, кто разочарован и бесстрастен, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я реализую знание видения и освобождения. Тот, кто разочарован и бесстрастен, естественным образом реализует знание видения и освобождения. Так, монахи, знание видения и освобождения является смыслом и пользой разочарования и бесстрастия. Разочарование и бесстрастие является смыслом и пользой знания и видения вещей в соответствии с действительностью. Знание и видения вещей в соответствии с действительностью является смыслом и пользой сосредоточения. Сосредоточение является смыслом и пользой удовольствия. Удовольствие является смыслом и пользой безмятежности. Безмятежность является смыслом и пользой восторга. Восторг является смыслом и пользой радости. Радость является смыслом и пользой несожаления. Несожаление является смыслом и пользой нравственного поведения. Так, монахи, один этап перетекает в следующий этап, один этап заполняет следующий этап, чтобы можно было перебраться с ближнего берега на берег дальний. Сила сутта – нравственное поведение. А.Н. 10.3 Благословенный сказал, 1. Монахи, у безнравственного человека, у того, чье нравственное поведение неполноценно, 2. Отсутствует непосредственная причина для несожаления. У того, у кого нет несожаления, чье несожаление неполноценно, 3. Отсутствует непосредственная причина для радости. У того, у кого нет радости, чья радость неполноценна, 4, отсутствует непосредственная причина для восторга. У того, у кого нет восторга, чей восторг неполноценен, 5, отсутствует непосредственная причина для безмятежности. У того, у кого нет безмятежности, чья безмятежность неполноценна, 6, отсутствует непосредственная причина для удовольствия. У того, у кого нет удовольствия, чье удовольствие неполноценно, 7. Отсутствует непосредственная причина для правильного сосредоточения У того, у кого нет правильного сосредоточения, чье правильное сосредоточение неполноценно 8. Отсутствует непосредственная причина для знаний и видений вещей в соответствии с действительностью У того, у кого нет знаний и видений вещей в соответствии с действительностью, чье знание и видение вещей в соответствии с действительностью неполноценно 9. Отсутствует непосредственная причина для разочарования и бесстрастия У того, у кого нет разочарования и бесстрастия, чье разочарование и бесстрастие неполноценны, 10, отсутствует непосредственная причина для знания и видения освобождения. Представьте, как если бы у дерева недоставало ветвей и листвы. В таком случае его ростки не достигли бы полного разрастания. И также и кора, заболония сердцевина не достигли бы полного разрастания. Точно так же, у безнравственного человека, у того, чье нравственное поведение неполноценно, отсутствует непосредственная причина для несожаления. Отсутствует непосредственная причина для знания и видения освобождения. Монахи, у нравственного человека, у того, чье поведение нравственно, имеется непосредственная причина для несожаления. Когда есть несожаление, у того, кто наделен несожалением, имеется непосредственная причина для радости. Когда есть радость, у того, кто наделен радостью, имеется непосредственная причина для восторга. Когда есть восторг, у того, кто наделен восторгом, имеется непосредственная Непосредственная причина для безмятежности. Когда есть безмятежность, у того, кто наделен безмятежностью, имеется непосредственная причина для удовольствия. Когда есть удовольствие, у того, кто наделен удовольствием, имеется непосредственная причина для сосредоточения. Когда есть сосредоточение, у того, кто наделен сосредоточением, имеется непосредственная причина для знания и видения вещей в соответствии с действительностью. Когда есть знание и видение вещей в соответствии с действительностью, у того, кто наделен знанием и видением вещей в соответствии с действительностью, имеется непосредственная причина для разочарования и бесстрастия. Когда есть разочарование и бесстрастие, у того, кто наделен разочарованием и бесстрастием, имеется непосредственная причина для знания и видения и освобождения. Представьте, как если бы у дерева были ветви и листва. В таком случае его ростки достигли бы полного разрастания. И также и кора, заболония сердцевина достигли бы полного разрастания. Точно так же, у нравственного человека, у того, чье поведение нравственно, имеется непосредственная причина для несожаления. Имеется непосредственная причина для знания, видения и освобождения. Упани-са сутта, непосредственная причина. АН-10-4. Сутта идентична АН-10-3, но здесь достопочтенный Сарипутта обращается к монахам. Ананда сутта, Ананда. АН-10-5. Сутта идентична АН-10-3, но здесь достопочтенный Ананда обращается к монахам. Самадхи сутта, сосредоточение. АН-10-6. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, 1, землю в отношении земли, 2, воду в отношении воды, 3, огонь в отношении огня, 4, воздух в отношении воздуха, 5, сферу безграничного пространства в отношении сферы безграничного пространства, 6, сферу безграничного сознания в отношении сферы безграничного сознания, 7, сферу отсутствия всего в отношении сферы отсутствия всего, 8, сферу невосприятия, не невосприятия в отношении сферы невосприятия, не невосприятия, 9, этот мир в отношении этого мира, 10, иной мир в отношении иного мира, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал? Может, Ананда. Но как, учитель, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, Ананда, монах воспринимает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неблана. Вот так, Ананда, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать землю в отношении земли. Иной мир в отношении иного мира, но, при этом, все равно что-то будет воспринимать. Сарипутта сутта, Сарипутта. АН 10.7. И тогда достопочтенный Ананда подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, 1. землю в отношении земли, 2. воду в отношении воды, 3. огонь в отношении огня, 4. воздух в отношении воздуха, 5. сферу безграничного пространства в отношении сферы безграничного пространства, 6. сферу безграничного сознания в отношении сферы безграничного сознания, 7. Сферу отсутствия всего в отношении сферы отсутствия всего 8. Сферу невосприятия и невосприятия в отношении сферы невосприятия и невосприятия 9. Этот мир в отношении этого мира 10. Иной мир в отношении иного мира Но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал? Может, друг Ананда? Но как, друг Сарипутта, он может обрести такое состояние сосредоточения? Однажды, друг Ананда, я пребывал прямо здесь, в Саваттхе, в роще слепых И тогда я достиг такого состояния сосредоточения, что я не воспринимал Землю в отношении Земли. Иной мир в отношении иного мира, но, при этом, все равно что-то воспринимал. Но что воспринимал достопочтенный Сарепутта в том случае? Одно восприятие возникло, а другое восприятие прекратилось во мне. Прекращение существования – Ниббана, прекращение существования – Ниббана. Один. Подобно тому, как когда горит хворост, одно пламя возникает, а другое пламя прекращается, то то точно так же одно восприятие возникло, а другое прекратилось во мне – прекращение существования – Ниббана, прекращение существования – Ниббана. В том случае, друг, я воспринимал – прекращение существования – Ниббана. Один. Пхавани Родха Ниббанан Пхавани Родхан Ниббанан. Комментарий поясняет, что речь идет о знании пересмотра Ниббаны, Пачевекхана, поскольку в состоянии прекращения восприятия и чувствования, санивида и тани Родха, нет восприятия. Саттха сутта, вера. АН 10.8. Благословенный сказал, монахе, монах, один, может обладать верой, но он безнравственен. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой, но также быть нравственным. Но когда монах обладает верой, а также он нравственный, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. 2. Монах может обладать верой и быть нравственным, но не быть ученым. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой и быть нравственным, но также быть ученым. Но когда монах обладает верой и нравственен, а также когда он ученый, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. 3. Монах может обладать верой и быть нравственным ученым, но не являться проповедником Дхаммы. 4. Монах может обладать верой и быть нравственным, учёным, являться проповедником Дхаммы, но не тем, кто часто посещает собрания. 5. Монах может обладать верой и быть нравственным, учёным, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, но не тем, кто уверенно учит Дхамме собраний. 6. Монах может обладать верой и быть нравственным, учёным, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собраний, но не являться экспертом по винае. 7. Монах может обладать верой и быть нравственным, учёным, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собрания, являться экспертом повиная, но не быть тем, кто, отправившись в уединённое жилище, проживает в лесу. 8. Монах может обладать верой и быть нравственным, учёным, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собрания, являться экспертом повиная, быть тем, кто, отправившись в уединённое жилище, проживает в лесу, но не тем, кто без сложностей и проблем достигает четырёх джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. 9. Монах может обладать верой и быть нравственным, учёным, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собрания, являться экспертом повиная, быть тем, кто, отправившись в уединённое жилище, проживает в лесу, тем, кто без сложностей и проблем достигает четырёх джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни, но не тем, кто за счёт уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой. Быть тем, кто за счёт уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. 10. Но когда монах обладает верой. Санта-сутта, умиротворённый. А.Н. 10. 9. Благословенный сказал, монахи, монах, один, может обладать верой, но он безнравственен. Два, обладать верой и быть нравственным, но не быть учёным. Три, учёным, но не являться проповедником Дхаммы. Четыре, являться проповедником Дхаммы, но не тем, кто часто посещает собрания. Пять, тем, кто часто посещает собрания, но не тем, кто уверенно учит Дхамме собраний. Шесть, тем, кто уверенно учит Дхамме собраний, но не являться экспертом по винае. Семь, являться экспертом по винае, но не быть тем, кто, отправившись в уединённое жилище, проживает в лесу. Восемь, тем, кто, отправившись в уединённое жилище, проживает в лесу, но не тем, кто касается телом и пребывает в тех умиротворённых освобождениях, превосходящих формы, являющихся бесформенными. 9. Тем, кто касается телом и пребывает в тех умиротворенных освобождениях, превосходящих формы, являющихся бесформенными, но не тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой. 10. Тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. 10. Но когда монах обладает верой, а также является тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. Монах, который обладает этими десятью качествами, является тем, кто вселяет уверенность во всех отношениях, и тем, кто полноценен во всех аспектах. Вид же Сутта – Истинные Знания. АН 10.10. Благословенный сказал, монахи, монах, один, может обладать верой, но он безнравственен. Два, обладать верой и быть нравственным, но не быть ученым. Три, ученым, но не являться проповедником Дхаммы. Четыре, являться проповедником Дхаммы, но не тем, кто часто посещает собрания. Пять, тем, кто часто посещает собрания, но не тем, кто уверенно учит Дхамме собраний. 6. Тем, кто уверенно учит хамме собраний, но не являться экспертом по винае. 7. Являться экспертом по винае, но не быть тем, кто вспоминает свои многочисленные прошлые обители. 1. В подробностях и деталях. 8. Тем, кто вспоминает свои многочисленные прошлые обители. Но не тем, кто видит божественным глазом. 2. В соответствии с их каммой. 9. Тем, кто видит божественным глазом. Но не тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой. Быть тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно? Десять, но когда монах обладает верой, а также является тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. Монах, который обладает этими десятью качествами, является тем, кто вселяет уверенность во всех отношениях, и тем, кто полноценен во всех аспектах. Один, здесь идет стандартная формула описания этой сверхспособности, как, например, в АН 11.14. Два, еще одна стандартная формула сверхспособности, смотри. АН 11.14. Синасана сутта, обиталище. АН 10.11. Благословенный сказал, монахи, когда монах, наделенный пятью факторами, уединяется в обиталище, которое наделено пятью факторами, то очень скоро за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он может войти и пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. И каким образом, монахи, монах наделен пятью факторами? Один, монах обладает верой. Он имеет веру в просветлении Татхагаты, благословенный, Арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Два, он редко болеет, редко бывает поражен болезнью, обладает нормальным пищеварением, не слишком холодным, не слишком горячим, но умеренным и годным для старания в практике. Три, он честный и открытый, показывает себя учителю и своим товарищем-монахом таким, каким он является в действительности. Четыре, он зародил усердие к обрасыванию неблагих качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. Пять, он мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Вот таким образом этот монах наделен пятью факторами. И каким образом обиталище наделено пятью факторами? Шесть, обиталище не слишком далекое от места сбора подаяний, не слишком близкое, и оно обладает возможностью для того, чтобы уходить и возвращаться. Семь, днем его покой не нарушается людьми, а ночью оно тихое и безмолвное. Восемь, здесь мало соприкосновений с мухами, комарами, ветром, палящим солнцем и змеями. Девять, тот, кто живет в этом обиталище, может легко добыть одеяние, иду с подаяний, жилище, лекарства и обеспечения для того, кто болен. Десять, в этом обиталище проживают монахи, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы. Время от времени он подходит к ним и интересуется у них, достопочтенный, как это понять? Каково значение этого? И те достопочтенные раскрывают ему то, что для него не было раскрыто, проясняют неясные, рассеивают его замешательства в отношении многочисленных трудных моментов. Вот каким образом это обиталище наделено пятью факторами. Когда монах, наделенный пятью факторами, уединяется в обиталище, которое наделено пятью факторами, то очень скоро за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он может войти и пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Панчанга сутта, пять факторов. А.Н. 10.12. Благословенный сказал, монахи, монах, который отбросил пять факторов и наделен пятью факторами, зовется в этой Дхаме винаю наивысшим человеком, который совершенен и целиком прожил святую жизнь. И каким образом монах отбросил пять факторов? Вот монах отбросил, один, чувственное желание, два, недоброжелательность, три, лень и апатию, четыре, неугомонность и сожаление, пять, сомнение. Вот таким образом монах отбросил пять факторов. И каким образом монах наделен пятью факторами? Вот монах обладает, шесть, совокупностью нравственного поведения того, кто окончил тренировку, семь, совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку, восемь, совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку, девять, совокупностью освобождения того, кто окончил тренировку, десять, совокупностью знаний и видений и освобождения того, кто окончил тренировку. Вот таким образом монах наделен пятью факторами. Когда монах отбросил пять факторов и наделен пятью факторами, он зовется наивысшим человеком в этой Дхаме Винае, совершенным и полным в видении святой жизни. И далее он добавил, когда желание от чувств злоба, сонливости, апатия, а также беспокойность и сомнений, отсутствуют в монахе, и если обладает таковой и поведением нравственным и сосредоточением того, кто вышел за пределы тренировки, и равным образом освобождением и знанием, то обладая этими пятью вещами, и устранив другие пять вещей, воистину зовется совершенным он, в учении и дисциплине Будды. Саниджана Сутта, Оковы. А.Н. 10.13. Благословенный сказал, монахи, существуют эти десять оков. Какие десять? 1. Воззрение и осуществование я, 2. Сомнений, 3. Цепляние за правила поведения и предписания, 4. Чувственное желание, 5. Недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. И каковы пять высших оков? 6. Жажда к форме, 7. Жажда к бесформенному, 8. Самомнений, 9. Неугомонность, 10. Невежество. Таковы пять высших оков. Таковы, монахи, десять оков. Читакхила Сутта, Умственное бесплодие. А.Н. 10.14. Благословенный сказал, монахи, если какой-либо монах или монахиня не отбросили этих пяти видов умственного бесплодия, не искоренили пять видов подневольности ума, то тогда, будь то день или ночь, в случае этого человека можно ожидать лишь упадка в благих качествах, а не возрастания. И каковы пять видов умственного бесплодия, которые он не отбросил? 1. Вот монах находится в замешательстве в отношении учителя, сомневается в нем, не убежден в нем и не утверждает своего доверия к нему. Когда монах запутан в отношении учителя, сомневается в нем, не убежден в нем и не утверждает своего доверия к нему, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид умственного бесплодия, который он не отбросил. 2. Далее, монах находится в замешательстве в отношении Дхаммы, сомневается в ней, не убежден в ней и не утверждает своего доверия к ней. Это второй вид умственного бесплодия, который он не отбросил. 3. Далее, монах находится в замешательстве в отношении Сангхи, сомневается в ней, не убежден в ней и не утверждает своего доверия к ней. Это третий вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Четыре, далее, монах находится в замешательстве в отношении практики, сомневается в ней, не убежден в ней и не утверждает своего доверия к ней. Это четвертый вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Пять, далее, монаха раздражают свои товарищи монахи, он недоволенными, агрессивен по отношению к ним, проявляет к ним недоброжелательность. Когда монаха раздражают свои товарищи монахи, когда он недоволенными, агрессивен по отношению к ним, проявляет к ним недоброжелательность, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Таковы пять видов умственного бесплодия, которые он не отбросил. И каковы пять видов подневольности ума, которые он не искоренил? 6. Вот монах не лишен жажды к чувственным удовольствиям, не лишен желания, любви, потребности, страсти и влечения к ним. Когда монах не лишен жажды к чувственным удовольствиям, не лишен желания, любви, потребности, страсти и влечения к ним, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид подневольности ума, который он не искоренил. 7. Далее, монах не лишен жажды к телу, не лишен желания, любви, потребности, страсти и влечения к нему. Это второй вид подневольности ума, который он не искоренил. 8. Далее, монах не лишен жажды к форме, не лишен желания, любви, потребности, страсти и влечения к ней. Это третий вид подневольности ума, который он не искоренил. Далее, съев столько, сколько хотел, пока его живот не наполнился, монах поддается удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна. Когда монах, съев столько, сколько хотел, пока его живот не наполнился, поддается удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это четвертый вид подневольности ума, который он не искоренил. Далее, монах ведет святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств, думая, благодаря этому нравственному поведению, соблюдению предписаний, аскези, святой жизни, я буду дэвом или одним из тех, кто числятся в свите дэвов. Когда он ведет святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид подневольности ума, который он не искоренил. Таковы пять видов подневольности ума, которые он не искоренил. Если какой-либо монах или монахиня не обросили этих пяти видов умственного бесплодия, не искоренили пять видов подневольности ума, то тогда, будь то день или ночь, в случае этого человека можно ожидать лишь упадка в благих качествах, а не возрастания. Подобно тому, как в течение периода убывающей луны, будь то день или ночь, луна пребывает в упадке своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, если какой-либо монах или монахиня не отбросили этих пяти видов умственного бесплодия. Можно ожидать лишь упадка в благих качествах, а не возрастания. Монахи, если какой-либо монах или монахиня отбросили эти пять видов умственного бесплодия, искоренили пять видов подневольности ума, то тогда, будь то день или ночь, в случае этого человека можно ожидать лишь возрастания в благих качествах, а не упадка. И каковы пять видов умственного бесплодия, которые он отбросил? Вот монахний находится в замешательстве в отношении учителя, не сомневается в нем, убежден в нем и утверждает свое доверие к нему. Когда монахний находится в замешательстве в отношении учителя, не сомневается в нем, убежден в нем и утверждает свое доверие к нему, то его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид умственного бесплодия, который он отбросил. Далее, монах не находится в замешательстве в отношении Дхаммы. Сангхи. Практики. Монаха не раздражают товарища монахи, он доволен ими, не агрессивен по отношению к ним, проявляет к ним благосклонность. Когда монаха не раздражают товарища монахи, когда он доволен ими, не агрессивен по отношению к ним, проявляет к ним благосклонность, то его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид умственного бесплодия, который он отбросил. Таковы пять видов умственного бесплодия, который он отбросил. И каковы пять видов подневольности ума, которые он тщательно искоренил? Вот монах лишён жажды к чувственным удовольствиям, лишён желания, любви, потребности, страсти и влечения к ним. Когда монах лишён жажды к чувственным удовольствиям, лишён желания, любви, потребности, страсти и влечения к ним, то его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид подневольности ума, который он тщательно искоренил. Далее, монах лишён жажды к телу. Лишён жажды к форме. Не ест столько, сколько захочет, пока его живот не станет полным, как и не поддаётся удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна. Не ведёт святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств, думая, благодаря этому нравственному поведению, соблюдению предписаний, аскези, святой жизни, я буду дэвом или одним из тех, кто числится в свите дэвов. Когда он не ведёт святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств, то его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид подневольности ума, который он тщательно искоренил. Таковы пять видов подневольности ума, которые он тщательно искоренил. Если какой-либо монах или монахиня отбросили эти пять видов умственного бесплодия, искоренили пять видов подневольности ума, то тогда, будь то день или ночь, в случае этого человека можно ожидать лишь возрастания в благих качествах, а не упадка. Подобно тому, как в течение периода возрастающей луны, будь то день или ночь, луна пребывает в росте своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, если какой-либо монах или монахиня отбросили эти пять видов умственного бесплодия, искоренили пять видов подневольности ума, то тогда, будь то день или ночь, в случае этого человека можно ожидать лишь возрастания в благих качествах, а не упадка. Аппамада сутта «Прилежание». АН 10.15. Благословенный сказал, монахи, один, каких бы в мире ни было живых существ, безногих или двуногих, четвероногих, многоногих, обладающих формой или бесформенных, обладающих восприятием или не обладающих восприятием, или не обладающих восприятием, не не обладающих восприятием, среди них Татхагата, Арахант, полностью просветленный, считается наивысшим. Точно так же, все благие качества коренятся в «Прилежание», сливаются в «Прилежание», и «Прилежание» считается наивысшим из них. 1.2. Подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества коренятся в прилежание, сливаются в прилежание, и прилежание считается наивысшим из них. Три, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острее крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в прилежание, сливаются в прилежание, и прилежание считается наивысшим из них. Четыре, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же. 5. Подобно тому, как среди всех благоухающих сердцувин деревьев сердцувина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же. 6. Подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же. 7. Подобно тому, как все князья являются вассалами царя и миродержца, а царь миродержец считается наивысшим, то точно так же. 8. Подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одно шестнадцатое сияние Луны, и сияние Луны считается наивысшим, то точно так же. 9. Подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же. 10. Подобно тому, как все великие реки Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху, Махи, направляются к океану, склоняются, устремляются к океану, и океан считается наивысшим из них, то точно так же, любые благие качества коренятся в прилежании, сливаются в прилежании, и прилежание считается наивысшим из них. 1. Смотри. СН 55.40, где объясняется качество прилежания. Ахуния сутта, достойный даров. АН 10.16. Благословенный сказал, Монахи, эти десять личностей достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какие десять? 1. 1. Татхагата, Арахант, полностью просветленный, 2. Пачака Будда, 3. Освобожденный в обоих отношениях, 4. Освобожденный мудростью, 5. Засвидетельствовавший телом, 6. Достигшего зрения, 7. Освобожденный верой, 8. Идущий за счет Дхаммы, 9. Идущий за счет верой, 10. Представитель клана. 2. 1. Смотри также АН 9. 10. 2. Гатрабху. По заметке достопочтенного Буддхи, это слово изредка встречается в субтах и, очевидно, означает монаха или монахиню, которые еще даже не достигли пути ко вступлению в поток, то есть самого низшего уровня благородного ученика. В частности, ВМН 142 Будда говорит, в будущем, Ананда, будут представители клана, которые носят желтые одежды намотанные вокруг шеи, безнравственные люди с плохим характером. Патха Манадха Сутта, Защитник 1. АН 10.17. Благословенный сказал, монахи, живите с защитником, а не без защитника. Тот, кто живет без защитника, живет в страдании. Существуют эти десять качеств, что служат как защитник. Какие десять? Один, вот монах нравственен. Он пребывает, обуздавая себя Патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Поскольку монах нравственен, пребывает, обуздавая себя Патимокхой. Тренируется в них, то это является качеством, служащим как защитник. 2. Далее, монах много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме и тщательно проникал в них воззрением. Поскольку монах много изучал, проникал в них воззрением, то это также является качеством, служащим как защитник. 3. Далее, у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Поскольку у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то это также является качеством, служащим как защитник. 4. Далее, монаха легко поправить, и он обладает качеством, благодаря которому его легко поправить. Он терпелив и с уважением получает наставление. Поскольку монаха легко поправить с уважением получает наставление, то это также является качеством, служащим как защитник. 5. Далее, монах умелый и прилежный в исполнении различных бытовых работ, которые следует выполнять для своих товарищей монахов. Он судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Поскольку монах умелый подобающим образом, то это также является качеством, служащим как защитник. 6. Далее, монах любит Дхамму, одобряет ее в своих утверждениях, наполнен великой радостью в отношении Дхаммы Винаи. 1. Поскольку монах любит Дхамму, одобряет ее в своих утверждениях, наполнен великой радостью в отношении Дхаммы Винаи, то это также является качеством, служащим как защитник. 7. Далее, монах зарождает усердие к обрасыванию неблагиев качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. Поскольку монах зарождает усердие, то это также является качеством, служащим как защитник. 8. Далее, монах довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных монахов. Поскольку монах довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных монахов, то это также является качеством, служащим как защитник. 9. Далее, монах осознан, наделен высочайшей осознанностью и настороженностью. 2. Хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. Поскольку монах осознан, то это также является качеством, служащим как защитник. 10. Далее, монах мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Поскольку монах мудр, то это также является качеством, служащим как защитник. Монахи, живите с защитником, а не без защитника. Тот, кто живет без защитника, живет в страдании. Таковы десять качеств, что служит как защитник. 1. Комментарий поясняет, он внимательно слушает, когда учат другие, а также и сам исполнен желанием обучать других Дхамме. 2. Достопочтенный Дханиссара переводит эту фразу иначе, осознан, крайне дотошен к мелочам. Дутия Надха Сутта, Защитник 2. АН 10.18. Благословенный сказал, монахи, живите с защитником, а не без защитника. Тот, кто живет без защитника, живет в страдании. Существуют эти десять качеств, что служат как защитник. Какие десять? 1. Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Увидев, этот монах действительно нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Старшие монахи, среднего срока пребывания в монашестве, младшие монахи считают, что он достоин того, чтобы его поправлять и обучать. Поскольку все не имеют сострадания к нему, то в его случае можно ожидать лишь только возрастания благих качеств, а не упадка. Таково качество, что служит как защитник. 2. Далее. Монах много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. 3. Далее. У монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. 4. Далее. Монаха легко поправить, и он обладает качеством, благодаря которому его легко поправить. Он терпелив и с уважением получает наставления. 5. Далее. Монах умелый и прилежный в исполнении различных бытовых работ, которые следует делать для его товарищей монахов. Он судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. 6. Далее. Монах любит Дхамму, одобряет ее в своих утверждениях, наполнен великой радостью в отношении Дхаммы и Винаи. 7. Далее. Монах зарождает усердие к отбрасыванию неблагих качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. 8. Далее. Монах довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных монахов. 9. Далее. Монах осознан, наделен высочайшей осознанностью и настороженностью, хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. Поскольку монах осознан, то это также является качеством, служащим как защитник. 10. Далее. Монах мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Увидев, этот монах действительно мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Старшие монахи, среднего срока пребывания в монашестве, младшие монахи считают, что он достоин того, чтобы его поправлять и обучать. Поскольку все не имеются страдания к нему, то в его случае можно ожидать лишь только возрастания благих качеств, а не упадка. Это также является качеством, служащим как защитник. Монахи, живите с защитником, а не без защитника. Тот, кто живет без защитника, живет в страдании. Таковы десять качеств, что служит как защитник. Патха Марияваса сутта, обители благородных 1. А.Н. 10.19. Благословенный сказал, монахи, таковы десять обителей благородных, в которых пребывают благородные прошлого, настоящего, будущего. Какие десять? Вот монах, один, отбросил пять факторов, два, наделен шестью факторами, три, имеет единственного охранника и, четыре, четыре опоры, пять, рассеял личностные истины, шесть, всецело оставил поиски, семь, очистил свои устремления, восемь, успокоил телесные формации и стал, девять, хорошо освобожденным в уме, десять, хорошо освобожденным в мудрости. Таковы десять обителей благородных, в которых пребывают благородные прошлого, настоящего, будущего. Один. Один, объяснение приводится в следующей сутте, А.Н. 10.20. Дутия Арияваса сутта, обители благородных два. А.Н. 10.20. Однажды благословенный пребывал в стране Куру, где находился город Куру под названием Камасайдамма. Там благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, таковы десять обителей благородных, в которых пребывают благородные прошлого, настоящего, будущего. Какие десять? Вот монах отбросил пять факторов, наделен шестью факторами, имеет единственного охранника и четыре опоры, рассеял личностные истины, всецело оставил поиски, отчистил свои устремления, успокоил телесную активность и стал хорошо освобожденным в уме и хорошо освобожденным в мудрости. Один. И как монах отбросил пять факторов? Вот монах отбросил чувственное желание, недоброжелательность, лень и апатию, неугомонность и сожаление, сомнение. Вот так монах отбросил пять факторов. Два, и как монах наделен шестью факторами? Вот, увидев форму глазом, монах не обрадован, не опечален, но пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, монах не обрадован, не опечален, но пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным. 3. И как монах имеет единственного охранника? Вот монах обладает умом, охраняемым осознанностью. Вот так монах имеет единственного охранника. 4. И как монах имеет четыре опоры? Вот, рассмотрев это должным образом, монах использует одни вещи, терпит другие вещи, избегает еще другие вещи, и рассеивает еще другие. Вот так монах имеет четыре опоры. 1. 5. И как монах рассеял личностные истины? Вот, любые заурядные личностные истины, которых придерживаются заурядные жрецы и отшельники, как то, мир вечен или мир не вечен, мир ограничен или мир безграничен, душа и тело, это одно и то же или душа это одно, а тело, иное, татхагата существует после смерти, татхагата не существует после смерти, татхагата и существует и не существует после смерти, татхагата не существует, не не существует после смерти, монах оставил и рассеял их все, отказался от них, отверг их, отпустил их, их, отбросил и избавился от них. Вот так монах рассеял личностные истины. 6. И как монах всецело оставил поиски? Вот монах отбросил поиски чувственных наслаждений, поиски существования, и ослабил поиски святой жизни. Вот так монах всецело оставил поиски. 7. И как монах очистил свои устремления? Вот монах отбросил чувственные устремления, недоброжелательные устремления, устремлений причинять вред. Вот так монах очистил свои устремления. 8. И как монах успокоил телесную активность? Вот, с оставлением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей осознанности, очищенной невозмутимостью, в неудовольствии и не боли. Вот так монах успокоил телесную активность. 9. И как монах хорошо освобожден в уме? Вот у монаха освобожден от жажды, злобы, заблуждения. Вот так монах хорошо освобожден в уме. 10. И как монах хорошо освобожден мудростью? Вот монах понимает, я отбросил жажду, срубил ее под корень, сделал ее подобной обрубкой пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Я отбросил злобу. Я отбросил заблуждение, срубил его под корень, сделал его подобным обрубкой пальмы, уничтожил так, что оно более не сможет возникнуть в будущем. Вот так монах хорошо освобожден мудростью. «Монахи, какие бы благородные в прошлом не пребывали в благородных обителях, все они пребывали в этих самых десяти благородных обителях. Какие бы благородные в будущем не будут пребывать в благородных обителях, все они будут пребывать в этих самых десяти благородных обителях. Какие бы благородные в настоящем не пребывали в благородных обителях, все они пребывают именно в этих самых десяти благородных обителях. Таковы десять обителей благородных, в которых пребывают благородные прошлого, настоящего, будущего». 1. Примечание переводчика СВ, смотри. МН 2 или АН 6.58, где объясняется, что следует терпеть, чего следует избегать и т.д. 2. Примечание переводчика СВ, телесная формация, Кайсандхара, в ряде сутт, например, в СН 41.6, поясняется, что это вдох и выдох. Телесные формации, то есть, вдох и выдох, полностью прекращаются в четвертой джхане, смотри. СН 36.11. Сиха сутта, Лев. АН 10.21. Благословенный сказал, Монахи, вечером Лев, царь зверей, выходит из своего логова. Выйдя, он потягивается, осматривается в направлении всех четырех сторон и рычит своим львиным рыком три раза. Затем он отправляется в поисках игры. 1. И почему? Потому что он думает так, что если я не стану причинять вреда тем мелким существам, что могут попасться мне на пути? Лев, Монахи, это обозначение Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Когда Татхагата обучает Дхамме собраний, то это его львиный рык. Монахи, существуют эти десять сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова же кастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Какие десять? 1. Татхагата понимает в соответствии с действительностью возможные как возможные, а невозможные как невозможные. Поскольку Татхагата понимает в соответствии с действительностью возможные как возможные, а невозможные как невозможные, то это сила Татхагаты, обладая которой, он занимает место быкова же кастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. 2. Далее. Татхагата понимает в соответствии с действительностью результат свершения Каммы в прошлом, будущем, настоящем в плане возможностей и причин. Поскольку Татхагата понимает в соответствии с действительностью результат работы каммы. То эта сила Тадхагаты приводит в движение колесо Брахмы. Три – далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью пути, ведущая куда-либо. Два – поскольку Тадхагата понимает, то эта сила Тадхагаты приводит в движение колесо Брахмы. Четыре – далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью мир с его многочисленными и разнообразными элементами. Поскольку Тадхагата понимает, то эта сила Тадхагаты приводит в движение колесо Брахмы. 5. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью разнообразия в предрасположенностях существ. 3. Поскольку Тадхагата понимает, то эта сила Тадхагаты приводит в движение колесо Брахмы. 6. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью высшее и низшее состояние качества других существ и личностей. 4. Поскольку Тадхагата понимает, то эта сила Тадхагаты приводит в движение колесо Брахмы. 7. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью загрязнений, очищения и выход к более высокому состоянию в отношении джхан, освобождений, сосредоточений и медитативных достижений. Поскольку Тадхагата понимает, то эта сила Тадхагаты приводит в движение колесо Брахмы. 8. Далее, Тадхагата вспоминает свои многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя. Таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает свои прошлые обители в подробностях и деталях. Поскольку Татхагата вспоминает, то эта сила Татхагаты приводит в движение колесо Брахмы. Далее, Татхагата видит за счёт божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти перерождений существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Поскольку Татхагата видит, то эта сила Татхагаты приводит в движение колесо Брахмы. Далее, за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, Татхагата входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Поскольку, за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, Татхагата входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то эта сила Татхагаты, обладая которой, он занимает место быкового жрака стада, рычит своим львиным рыком на собрании их, приводит в движение колесо Брахмы. Таковы, монахи, десять сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собрании их, приводит в движение колесо Брахмы. 1. Примечание переводчика СВ, смотри также СН 2278, в которой также приводится эта метафора со львом, но уже в совсем ином контексте. 2. Випханга Абхидхамма поясняет это как пути, ведущие в ад, в мир животных, в мир голодных духов, в мир людей, в небесные миры и к неббане. 3. Випханга Абхидхамма поясняет это как знание высших и низших существ в плане их предрасположенностей, а также и то, каким образом эти существа сходятся вместе. Например, смотри. СН 1416. 4. Випханга Абхидхамма поясняет это как знание Будды о состоянии, у тех или иных существ, различных влечений, скрытых склонностей, темпераментов, предрасположенностей, способностей к пониманию, свойств, характеров, восприимчивостей, потенциалов. Атхивутки сутта, доктринальные принципы. АН 10.22. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, «Ананда, я заявляю, что уверен в тех вещах, которые ведут к реализации различных доктринальных принципов. Один, посредством прямого знания, и поэтому я способен обучать Дхами разных людей разными способами так, что они, практикуя соответствующее, будут знать о существующем, что оно существует, а о несуществующем, что оно не существует, будут знать о низшем, что оно низшее, а о возвышенном, что оно возвышенное, будут знать о том, что можно превзойти, как о том, что это можно превзойти, и о том, что невозможно превзойти, как о том, что это невозможно превзойти, так, что будет возможность того, что они познают, увидеть и реализуют это так, как это следует познать, увидеть и реализовать. Но среди знаний, Ананда, это является непревзойденным, а именно, знание и видение вещей в соответствии с действительностью. И, я утверждаю, не существует новознания, которое было бы более высшим и превосходным, нежели это. Существуют, Ананда, эти десять сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Какие десять? Два. Таковы, Ананда, десять сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Один, комментарий поясняет, что это совокупности, тханха, сферы шести чувств, айтана, элементы, тхату, и так далее. истории. Фрагмент раскрывается в точности как в предыдущей сутте АН 10.21. Кая сутта – тело. АН 10.23. Благословенный сказал, «Монахи, есть вещи, которые следует отбросить телом, но не речью. Есть вещи, которые следует отбросить речью, но не телом. Есть вещи, которые следует отбросить не телом, не речью, но за счет постоянного видения мудростью. И каковы, монахи, вещи, которые следует отбросить телом, но не речью? Вот монах совершил некий неблагой поступок телом. Его мудрые товарищи монахи расспрашивают его и говорят так, ты совершил некий неблагой поступок телом. Было бы в самом деле хорошо, если бы ты отбросил телесное неблагое поведение и развивал бы телесное благое поведение. Когда его мудрые товарищи монахи расспрашивают его и говорят ему, он отбрасывает телесное неблагое поведение и развивает телесное благое поведение. Это называется вещами, которые следует отбросить телом, но не речью. И каковы вещи, которые следует отбросить речью, но не телом? Вот монах совершил неким неблагой поступок речью. Его мудрые товарищи монахи расспрашивают его и говорят так, ты совершил неким неблагой поступок речью. Было бы в самом деле хорошо, если бы ты отбросил словесное неблагое поведение и развивал бы словесное благое поведение. Когда его мудрые товарищи монахи расспрашивают его и говорят ему, он отбрасывает словесное неблагое поведение и развивает словесное и благое поведение. Это называется вещами, которые следует отбросить речью, но не телом. И каковы вещи, которые следует отбросить не телом, не речью, но которые отбрасываются за счет постоянного видения мудростью? 1. Жадность следует отбросить не телом, не речью, но она отбрасывается за счет постоянного видения мудростью. 2. Ненависть. 3. Заблуждение. 4. Злость. 5. Враждебность. 6. Клеветнические измышления. 7. Презрение. 8. Скупость следует отбросить не телом, не речью, но она отбрасывается за счет постоянного видения мудростью. 9. Порочную зависть, монахи, следует отбросить не телом, не речью, но она отбрасывается за счет постоянного видения мудростью. И что такое порочная зависть? Вот домохозяин или сын домохозяина благоденствует в плане богатства или зерна, серебра или золота. Раб или кто-либо зависимый может подумать о нем так, ох, Ох, чтобы этот домохозяин или сын домохозяина не благоденствовал бы в плане богатства или зерна, серебра или золота. Или же, бывает так, когда жрец или отшельник получает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для того, кто болен. Другой жрец или отшельник может подумать о нем так, ох, чтобы этот достопочтенный не получал бы одеяний, еды, жилища, лекарства и обеспечения для того, кто болен. Это называется порочной завистью. Порочную зависть следует отбросить не телом, не речью, но она отбрасывается за счет постоянного видения мудростью. Десять, порочные желания, монахи, следует отбросить не телом, не речью, но оно отбрасывается за счет постоянного видения мудростью. И что такое порочные желания? Вот, человек, не имеющий веры, желает, пусть они думают, что я обладаю верой. Безнравственный человек желает, пусть они думают, что я нравственный. Тот, кто изучал мало, желает, пусть они думают, что я ученый. Тот, кто радуется компании, желает, пусть они думают, что я отшельник. Тот, кто ленивый, желает, пусть они думают, что я усердный. Тот, у кого замутнен, желает, пусть они думают, что я осознан. Тот, кто несосредоточен, желает, пусть они думают, что я сосредоточен. Тот, кто немудрый, желает, пусть они думают, что я мудрый. Тот, чьи загрязнения ума не уничтожены, желает, пусть они думают, что я тот, чьи загрязнения уничтожены. Это называется порочным желанием. Порочное желание следует отбросить ни телом, ни речью, но оно отбрасывается за счет постоянного видения мудростью. Если, монахи, жадность одолевает этого монаха и продолжается. Если ненависть, заблуждений, злость, враждебность, клеветнические измышления, презрение, скупость, порочная зависть, порочное желание одолевает этого монаха и продолжается, то этого монаха следует понимать таковым, этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность одолевает его и продолжается. Этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было ненависти, заблуждения, злости, враждебности, клеветнических измышлений, презрения, скупости, порочной зависти, порочного желания. Поэтому порочное желание одолевает его и продолжается. Если, монахи, жажда не одолевает этого монаха и не продолжается, если ненависть, заблуждений, злость, враждебность, клеветнические измышления, презрения, скупость, порочная зависть, порочное желание не одолевает этого монаха и не продолжается, то этого монаха следует понимать таковым, этот достопочтенный понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность не одолевает его и не продолжается. Этот достопочтенный понимает так, чтобы у него не было ненависти, заблуждения, злости, враждебности, клеветнических измышлений, презрения, скупости, порочной зависти, порочного желания. Поэтому порочное желание не одолевает его и не продолжается. Чунда-сутта, Чунда. АН 10.24. Однажды Достопочтенный Махачунда пребывал в стране Читти в Сахаджате. Там Достопочтенный Махачунда обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махачунда сказал, друзья, делая заявление о знании, монах говорит, я знаю эту Дхамму, я вижу эту Дхамму. Один. Однако, если жадность одолевает этого монаха и удерживается в нем, если ненависть, заблуждений, злость, враждебность, клеветнические измышления, презрение, скупость, порочная зависть, порочное желание одолевает этого монаха и удерживается, то этого монаха следует понимать таковым, этот Достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность одолевает его и удерживается. Этот Достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было ненависти, заблуждения, злости, враждебности, клеветнических измышлений, презрения, скупости, порочной зависти, порочного желания. Поэтому порочное желание одолевает его и удерживается. Друзья, делая заявление о развитии, монах говорит, я развит в теле, нравственном поведении, уме и мудрости. Однако, если жадность одолевает этого монаха и удерживается, порочное желание одолевает этого монаха и удерживается, то этого монаха следует понимать таковым, этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность одолевает его и удерживается. Этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было ненависти, порочного желания. Поэтому порочное желание одолевает его и удерживается. Друзья, делая заявление о знании и развитии, монах говорит, я знаю эту Дхамму, я вижу эту Дхамму. Я развит в теле, нравственном поведении, уме и мудрости. Однако, если жадность одолевает этого монаха и удерживается. Этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность одолевает его и удерживается. Этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было ненависти. Порочного желания. Поэтому порочное желание одолевает его и удерживается. Представьте, как если бы бедный, лишенный, нуждающийся человек заявлял бы о том, что он богатый и состоятельный. Если, когда он хочет что-либо купить, он не может заплатить деньгами, зерном, серебром или золотом, то его узнают как бедного, лишенного, нуждающегося, который заявляет, что он богатый и состоятельный. И почему? Потому что когда он хочет что-либо купить, он не может заплатить деньгами, зерном, серебром или золотом. Точно так же, друзья, делая заявление о знании и развитии, монах говорит, я знаю эту Дхамму, я вижу эту Дхамму. Я развит в теле, нравственном поведении, умея мудрости. Однако, если жадность одолевает этого монаха и удерживается, этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность одолевает его и удерживается. Этот достопочтенный не понимает так, чтобы у него не было ненависти, порочного желания. Поэтому порочное желание одолевает его и удерживается. Друзья, делая заявление о знании. Друзья, делая заявление о развитии. Друзья, делая заявление о знании и развитии, монах говорит, я знаю эту Дхамму, я вижу эту Дхамму. Я развит в теле, нравственном поведении, уме и мудрости. Если жадность не одолевает этого монаха и не удерживается, если ненависть, заблуждение, злость, враждебность, клеветнические измышления, презрение, скупость, порочная зависть, порочное желание не одолевает этого монаха и не удерживается, то этого монаха следует понимать таковым, этот Достопочтенный понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность не одолевает его и не удерживается. Этот Достопочтенный понимает так, чтобы у него не было ненависти, заблуждения, злости, враждебности, клеветнических измышлений, презрение, скупости, порочной зависти, порочного желания. Поэтому порочное желание не одолевает его и не удерживается. Представьте, как если бы богатый и состоятельный человек заявлял бы о том, что он богатый и состоятельный. Если, когда он хочет что-либо купить, он может заплатить деньгами, зерном, серебром или золотом, то его узнают как богатого и состоятельного, который заявляет, что он богатый и состоятельный. И почему? Потому что когда он хочет что-либо купить, он может заплатить деньгами, зерном, серебром или золотом. Точно так же, друзья, делая заявление о знании и развитии, монах говорит, я знаю эту Дхамму, я вижу эту Дхамму. «Я развит в теле, нравственном поведении, уме и мудрости. Если жадность не одолевает этого монаха и не удерживается, если ненависть, заблуждений, злость, враждебность, клеветнические измышления, презрение, скупость, порочная зависть, порочное желание не одолевает этого монаха и не удерживается, то этого монаха следует понимать таковым, этот достопочтенный понимает так, чтобы у него не было жадности. Поэтому жадность не одолевает его и не удерживается. Этот достопочтенный понимает так, чтобы у него не было ненависти, заблуждения, злости, враждебности, клеветнических измышлений, презрения, скупости, порочной зависти, порочного желания. Поэтому порочное желание не одолевает его и не удерживается. Один, комментарий поясняет, что здесь, как и в следующих параграфах, речь идет о бараханстве. Касино сутта, тотальность. АН 10.25. Благословенный сказал, монахи, существуют эти десять сфер тотальностей. Один. Какие десять? Вот практикующий воспринимает, один, тотальность Земли, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Два. Он воспринимает, два, тотальность воды. Три, тотальность огня. Четыре, тотальность воздуха. Пять, тотальность голубого. Шесть, тотальность желтого. Семь, тотальность красного. Восемь, тотальность белого. Девять, тотальность пространства. Десять, тотальность сознания, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Один, косино и тана. Примечание переводчика СВ, слово косино означает цельность, полноту, тотальность. Весудхимы гипоткосинами подразумеваются искусственные устройства в виде дисков и т.д. определенного цвета, на которые нужно очень долго смотреть для достижения сосредоточения. В сутках же данный термин встречается исключительно в контексте описания глубочайших медитативных достижений, и нет ни намека о том, что это означает некое приспособление или даже вид практики с использованием данного приспособления. Так, последние две тотальности равнозначны первому и второму бесформенному миру, арупалака, т.е. сфере безграничного пространства и сфере безграничного сознания. Два, не двойственные, а двое. Комментарий поясняет, подобно тому, как когда кто-либо погружается в воду, то во всех направлениях есть лишь только одна вода и ничего более, точно так же, тотальность Земли – это только одна тотальность Земли. Она не смешана с другими тотальностями. Тоже и в отношении остальных. И далее, по поводу безмерности, также поясняется, так сказано, из-за безмерного распространения того или иного объекта. Проникая в него умом, практик проникает в цельность этого. Он не ухватывает границ, думая так, вот его начало, вот его середина. Кали-сутта, Кали. А.Н. 10.26. Однажды достопочтенный Махакачина пребывал в стране Авантина-гори и Паваты возле Кураракхары. И тогда Амирянка Кали, один, из Кураракхары отправилась к нему, поклонилась ему, села рядом и сказала, «Господин, так было сказано благословенным в вопросах Дев». Два. Повергнув армию всего, что может быть приятным, я, медитируя один, открыл блаженство покоя в сердце, достижение цели. Вот почему друзей не завожу я, как и не создаю я близких связей. Как, господин, следует в подробностях понимать значение этого утверждения, которое благословенный произнес вкратце? Некоторые жрецы и отшельники, сестра, для которых достижение, один, тотальность Земли считается наивысшим, порождают его в качестве своей конечной цели. Благословенный напрямую познал, до какой степени достижение тотальностью Земли является наивысшим. Напрямую познав это, он увидел происхождение, опасность и спасение, а также увидел знание видения и пути и не пути. Видя происхождение, опасность, спасение, а также видя знание видения и пути и не пути, он познал достижение цели, покой в сердце. Три. Некоторые жрецы и отшельники, сестра, для которых достижение, два, тотальность воды, три, тотальность огня, четыре, тотальность воздуха, пять, тотальность голубого. 6 – тотальности желтого. 7 – тотальности красного. 8 – тотальности белого. 9 – тотальности пространства. 10 – тотальности сознания считается наивысшим, порождают его в качестве своей конечной цели. Благословенный напрямую познал, до какой степени достижение тотальности сознания является наивысшим. Напрямую познав это, он увидел происхождение, опасность и спасение, а также увидел знание видения пути и непути. Видя происхождение, опасность, спасение, а также видя знание видения и пути и не пути, он познал достижение цели, покой в сердце. Вот как, сестра, следует понимать в подробностях значение этого утверждения, которое благословенный произнес вкратце в вопросах Дев. 1. В Айн 1.267 Кали объявлена самой выдающейся среди тех, чья вера основывается на услышанном. Очевидно, она никогда не встречала живого Будду, но утвердилась веря в него лишь на основании того, что о нем говорили другие. 2. Речь идет о беседе Будды с дочерьми Ямарой в СН 4.25, в частности, о том, что спросила дочь по имени Танха. 3. Смотри также объяснение этого самим Будды в СН 14.31. Патхама Махапаньха Сутта, Великие Вопросы 1. Айн 10.27. Однажды благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И тогда, утром, группа монахов оделась, взяла чашь и одеяние и вошла в Саваттхи за подаяниями. И тогда мысль пришла к тем монахам, слишком рано ходить по Саваттхи за подаяниями. Что если мы пойдем в парк странников-приверженцев других учений? И тогда те монахи отправились в парк странников-приверженцев других учений. Они обменялись вежливыми приветствиями с теми странниками, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом. Затем те странники сказали им, друзья, отшельник Гатама учит Дхамме своих учеников вот таким образом, ну же, монахи, напрямую знаете все феномены. Пребывайте, напрямую зная все феномены. Мы тоже учим Дхамми наших учеников вот таким образом, ну же, друзья, напрямую знаете все феномены. Пребывайте, напрямую зная все феномены. Так в чем же разница, в чем же несоответствие, в чем же отличие между обучением Дхамми отшельником Готама и нашим обучением Дхамми, между его способом наставления и нашим? И тогда те монахи не возрадовались, не отвергли утверждение тех странников. Не возрадовавшись ему, не отвергнув его, они поднялись со своих сидений и ушли, думая так, выясним, что Благословенный скажет насчет этого утверждения. И затем те монахи, сходив за подаяниями в Саваттхе, пообедав, возвращаясь в схождение за подаяниями, подошли к Благословенному, поклонились ему, сели рядом и сказали, вот ведь, учитель, утром мы оделись, взяли чаши и одеяния, вошли в Саваттхе за подаяниями. Ушли, думая так, выясним, что Благословенный скажет насчет этого утверждения. Монахи, когда странники-приверженцы других учений говорят так, то их следует спросить вот как, вопрос насчет одного, краткое утверждение насчет одного, объяснение одного. Вопрос насчет двух, краткое утверждение насчет двух, объяснение двух. Вопрос насчет трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, краткое утверждение насчет десяти, объяснение десяти. Если странников-приверженцев других учений спросить так, то они не смогут ответить и, поэтому, повстречают лишь одну только досаду. Один. И почему? Потому что это лежит в них области понимания. Я не вижу никого, монахи, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколением жрецов и отшельников, богов и людей, кто мог бы удовлетворительно ответить на эти вопросы, кроме Татхагата или ученика Татхагата или того, кто услышал об этом от них. Один. Когда было сказано «вопрос об одном», краткое утверждение насчет одного, объяснение одного, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован одной вещью, стал полностью бесстрастным в отношении нее, полностью освободился от нее, целиком видит ее границы, полностью пробился в ее значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какой одной вещью? Все существа существуют через питание. Два. Когда монах полностью разочарован этой одной вещью, стал полностью бесстрастным в отношении нее, полностью освободился от нее, целиком видит ее границы, полностью пробился в ее значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Когда было сказано «вопрос об одном», краткое утверждение насчет одного, объяснение одного, то в отношении этого так было сказано. Два, когда было сказано «вопрос о двух», краткое утверждение насчет двух, объяснение двух, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован двумя вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими двумя вещами? Именем и формой. 3. Когда монах полностью разочарован этими двумя вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о двух, краткое утверждение насчет двух, объяснение двух, то в отношении этого так было сказано. 3. Когда было сказано, вопрос о трех, краткое утверждение насчет трех, объяснение трех, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован тремя вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими тремя вещами? Тремя видами чувств. 4. Когда монах полностью разочарован этими тремя вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о трех, краткое утверждение насчет трех, объяснение трех, то в отношении этого так было сказано. 4. Когда было сказано, вопрос о четырех, краткое утверждение насчет четырех, объяснение четырех, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован четырьмя вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими четырьмя вещами? Четырьмя видами питания. 5. Когда монах полностью разочарован этими четырьмя вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о четырех, краткое утверждение насчет четырех, объяснение четырех, то в отношении этого так было сказано. 5. Когда было сказано, вопрос о пяти, краткое утверждение насчет пяти, объяснение пяти, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован пяти вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими пяти вещами? Пятью совокупностями, которые подвержены цеплянью. Когда монах полностью разочарован этими пяти вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о пяти, краткое утверждение насчет пяти, объяснение пяти, то в отношении этого так было сказано. Шесть, когда было сказано, вопрос о шести, краткое утверждение насчет шести, объяснение шести, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован шестилы вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими шести увещами? Шести внутренними сферами чувств. Когда монах полностью разочарован этими шести увещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о шести, краткое утверждение насчет шести, объяснение шести, то в отношении этого так было сказано. 7. Когда было сказано, вопрос о семи, краткое утверждение насчет семи, объяснение семи, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован семью вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими семью вещами? Семью местами размещения сознания. 6. Когда монах полностью разочарован этими семью вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о семи, краткое утверждение насчет семи, объяснение семи, то в отношении этого так было сказано. 8. Когда было сказано, вопрос о восьми, краткое утверждение насчет восьми, объяснение восьми, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован восемью вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими восемью вещами? Восемью мирскими состояниями. 7. Когда монах полностью разочарован этими восемью вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о восьми, краткое утверждение насчет восьми, объяснение восьми, то в отношении этого так было сказано. 9. Когда было сказано, вопрос о девяти, краткое утверждение насчет девяти, объяснение девяти, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован девятью вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими девятью вещами? Девятью обителями существ. 8. Когда монах полностью разочарован этими девятью вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о девяти, краткое утверждение насчет девяти, объяснение девяти, то в отношении этого так было сказано. Десять, когда было сказано, вопрос о десяти, краткое утверждение насчет десяти, объяснение десяти, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован десятью вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими десятью вещами? Десятью неблагими течениями каммы. Когда монах полностью разочарован этими десятью вещами, достигает окончания страданий. Когда было сказано, вопрос о десяти, краткое утверждение насчет десяти, объяснение десяти, то в отношении этого так было сказано. Один, примечание переводчика С.В., судя по всему, именно эти вопросы намеревался задать домохозяин читта-предводитель Джайнов Нигантхина Тапутти В.С.Н. 41.8. По заметке достопочтенного Бодхе, здесь интересно обратить внимание на аналогичную сутту, сохранившуюся в китайском каноне, в которой идут другие объяснения четверок, поясняются четыре благородные истины, пятерок, поясняются пять духовных качеств, шестерок, поясняются шесть принципов гармоничной жизни в сообществе, десяток, поясняются десять памятований, шесть стандартных, а также памятований о теле, смерти, дыхании, покоя. Также в той сути содержится объяснение каждой из групп, в отличие от палийской версии, в которой таковых объяснений не приводится. Хотя в палийской версии говорится о трех аспектах каждого вопроса, сам вопрос, панха, краткое утверждение, удеса, объяснение, витьякарана, в сути мы видим только два аспекта из трех, то есть вопрос и краткое утверждение, тогда как объяснений отсутствует. 2. Для пояснения питания, смотри, например, СН-12-11, 3. Для пояснения неудовлетворительной природы имени и формы, смотри, например, СН-12-58, 4. Три чувства, приятные, болезненные, неприятные и неболезненные. 5. Смотри, например, СН-12-11, 6, смотри. АН-7-44. 7, смотри. АН-8-6. 8, смотри. АН-9-24. Дутия Махапаньха Сутта, Великие Вопросы 2. АН-10-28. Однажды благословенный пребывал в Каджангале в бамбуковой роще. И тогда группа мирян из Каджангалы подошла к некой монахине из Каджангалы, они поклонились ей, сели рядом и обратились к ней, достопочтенная, так было сказано благословенным в Великих Вопросах. Вопрос насчет 1, краткое утверждение насчет 1, объяснение 1. Вопрос насчет 2, краткое утверждение насчет 2, объяснение 2. Вопрос насчет 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, краткое утверждение насчет 10, объяснение 10. Каким образом, достопочтенная, следует в подробностях понимать значение этого утверждения, сказанного благословенным вкратце? «Друзья, я не слышала и не изучала этого в присутствии благословенного, как и не слышала и не изучала этого в присутствии уважаемых монахов. Однако, слушайте внимательно, я объясню это так, как кажется мне». «Да, достопочтенная», – ответили темиряне из Каджангалы. Монахиня из Каджангалы сказала, «Один, когда так было сказано благословенным, вопрос об одном, краткое утверждение насчет одного, объяснение одного, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован одной вещью, стал полностью бесстрастным в отношении нее, полностью освободился от нее, целиком видит ее граница, полностью пробился в ее значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какой одной вещью? Все существа существуют через питание. Один. Когда монах полностью разочарован этой одной вещью, стал полностью бесстрастным в отношении нее, полностью освободился от нее, целиком видит ее граница, полностью пробился в ее значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос об одном, краткое утверждение насчет одного, объяснение одного, то в отношении этого так было сказано. Два, когда так было сказано благословенным, вопрос о двух, краткое утверждение насчет двух, объяснение двух, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован двумя вещами. Какими двумя вещами? Именем и формой. 3. Когда так было сказано благословенным, вопрос о трех, краткое утверждение насчет трех, объяснение трех, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован тремя вещами. Какими тремя вещами? Тремя видами чувств. 4. Когда так было сказано благословенным, вопрос о четырех, краткое утверждение насчет четырех, объяснение четырех, то в отношении чего так было сказано? Когда монах обладает умом, полностью развитым в четырех вещах, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. В каких четырех? В четырех основах осознанности. 2. Когда монах обладает умом, полностью развитым в этих четырех вещах, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о четырех, краткое утверждение насчет четырех, объяснение четырех, то в отношении этого так было сказано. 3. Когда монах обладает умом, полностью развитым в пяти вещах, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. В каких пяти? В пяти качествах. 3. Когда монах обладает умом, полностью развитым в этих пяти вещах, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о пяти, краткое утверждение насчет пяти, объяснение пяти, то в отношении этого так было сказано. 6. Когда так было сказано благословенным, вопрос о шести, краткое утверждение насчет шести, объяснение шести, то в отношении чего так было сказано? Когда монах обладает умом, полностью развитым в шести вещах, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. В каких шести? В шести элементах спасения. 4. Когда монах обладает умом, полностью развитым в этих шести вещах, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о шести, краткое утверждение насчет шести, объяснение шести, то в отношении этого так было сказано. 7. Когда так было сказано благословенным, вопрос о семи, краткое утверждение насчет семи, объяснение семи, то в отношении чего так было сказано? Когда монах обладает умом, полностью развитым в семи вещах, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. В каких семи? В семи факторах просветления. 5. Когда монах обладает умом, полностью развитым в этих семи вещах, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о семи, краткое утверждение насчет семи, объяснение семи, то в отношении этого так было сказано. 8. Когда так было сказано благословенным, вопрос о восьми, краткое утверждение насчет восьми, объяснение восьми, то в отношении чего так было сказано? Когда монах обладает умом, полностью развитым в восьми вещах, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. В каких восьми? В восьми факторах благородного восьмеричного пути. Когда монах обладает умом, полностью развитым в этих восьми вещах, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о восьми, краткое утверждение насчет восьми, объяснение восьми, то в отношении этого так было сказано. 9. Когда так было сказано благословенным, вопрос о девяти, краткое утверждение насчет девяти, объяснение девяти, то в отношении чего так было сказано? Когда монах полностью разочарован девятью вещами, стал полностью бесстрастным в отношении них, полностью освободился от них, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. Какими девятью вещами? Девятью обителями существ. Когда монах полностью разочарован этими девятью вещами, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о девяти, краткое утверждение насчет девяти, объяснение девяти, то в отношении этого так было сказано. 10. Когда так было сказано благословенным, вопрос о десяти, краткое утверждение насчет десяти, объяснение десяти, то в отношении чего так было сказано? Когда монах обладает умом, полностью развитым в десяти вещах, целиком видит их границы, полностью пробился в их значении, то в этой самой жизни он достигает окончания страданий. В каких десяти? В десяти течениях благой каммы. Когда монах обладает умом, полностью развитым в этих десяти вещах, достигает окончания страданий. Когда так было сказано благословенным, вопрос о десяти, краткое утверждение насчет десяти, объяснение десяти, то в отношении этого так было сказано. Таким образом, друзья, когда так было сказано благословенным в великих вопросах, вопрос насчет одного, краткое утверждение насчет одного, объяснение одного, вопрос насчет двух, краткое утверждение насчет двух, объяснение двух, вопрос насчет трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, краткое утверждение насчет десяти, объяснение десяти, то вот так я понимаю в подробностях значение утверждения этого утверждения, сказанного Благословенным вкратце. Но, если хотите, отправляйтесь к Благословенному и спросите его насчет этого. То, как он ответит вам, так вы это и запомните. Ответив, хорошо, достопочтенное, темиряне из Каджангалы восхитились и возрадовались словам монахини из Каджангалы. Затем они поднялись со своих сидений, поклонились ей, обошли ее с правой стороны и отправились к Благословенному. Они поклонились Благословенному, сели рядом и рассказали Благословенному обо всей беседе с монахиней из Каджангалы. Благословенный ответил, хорошо, хорошо, домохозяева. Монахиня из Каджангалы мудра, обладает великой мудростью. Если бы вы подошли ко мне и спросили бы меня о том же самом, то я бы ответил в точности так, как ответила монахиня из Каджангалы. Таково значение этого и именно так вам и следует это запомнить. 1. Смотри пояснение к первому, второму и третьему ответам в предыдущей сути, АН 10.27. 2. Четыре основы осознанности, осознанность к телу, чувствам, уму, феноменам. 3. Пять качеств, вера, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость. 4. Объяснение смотри в АН 6.13. 5. Семь факторов просветления, осознанность, исследование феноменов учения, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость. Патхама касала сутта, касала 1. АН 10.29. Благословенный сказал, монахи, 1, там, докуда простирается кассия касала, докуда простирается царство царя по сенаде касальского, царь по сенаде касальский считается наивысшим. Но даже в царе по сенаде существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. Мир, 2, монахи, там, докуда вращающиеся луна и солнце освещают своим светом все направления, простирается система тысячи миров. В этой системе тысячи миров существуют тысячи лун, тысячи солнц, тысячи царей Горсумеру, тысячи континентов Джамбудипы, тысячи континентов Апарагоины, тысячи континентов Футтаракуру, тысячи континентов Пуббавидихе, тысячи четырех великих океанов, тысячи четырех великих царей, тысячи небесных миров, управляемых четырьмя великими царями, тысячи небесных миров Таватимсы, тысячи небесных миров Ямы, тысячи небесных миров Туситы, тысячи небесных миров Дэвов, наслаждающихся творениями, тысячи небесных миров Дэвов, имеющими власть над творениями других, тысячи миров Брахм. И там, монахи, докуда простирается эта система тысячи миров, Маха Брахма считается наивысшим. Но даже в Маха Брахме существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. 3. Приходит время, монахи, когда этот мир распадается. Когда мир распадается, то существа, по большей части, переселяются к дэвам лучезарного сияния. 1. Там они существуют в телах, созданных из разума, питаются восторгом, излучают сияние, движутся по небу, живут в блаженстве, и остаются таковыми очень долгое время. Когда мир распадается, то дэвы лучезарного сияния считаются наивысшими. Но даже в этих дэвах существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. 10 тотальностей. 4. Монахи, существуют эти десять сфер тотальностей. 2. Вот практикующий воспринимает тотальность Земли, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Он воспринимает тотальность воды. Тотальность огня. Тотальность воздуха. Тотальность голубого. Тотальность желтого. Тотальность красного. Тотальность белого. Тотальность пространства. Тотальность сознания, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Таковы десять сфер тотальностей. Из этих десяти сфер тотальностей вот какая является наивысшей, а именно, когда практикующий воспринимает тотальность сознания, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Есть существа, которые воспринимают таким образом. Но даже в этих существах, которые воспринимают таким образом, существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. Восемь сфер преодоления. Пять, монахи, существуют эти восемь медитативных сфер преодоления. Три. Какие восемь? Вот практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова первая сфера преодоления. Вот практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова вторая сфера преодоления. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова третья сфера преодоления. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова четвертая сфера преодоления. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком. Подобно голубому цветку льна, который голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть голубой, голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком, то точно так же практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». Такова пятая сфера преодоления. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне – желтые, желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком. Подобно желтому цветку коникары, который желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть желтой, желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком, то точно так же практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, желтые, желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова шестая сфера преодоления. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком. Подобно красному цветку Бандхудживаки, который красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть красной, красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком, то точно так же практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». Такова седьмая сфера преодоления. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком. Подобно белой утренней звезде, которая белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть белой, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком, то точно так же практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова восьмая сфера преодоления. Таковы восемь сфер преодоления. Из этих восьми сфер вот какая является наивысшей, а именно, когда практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Есть существа, которые воспринимают таким образом. Но даже в этих существах, которые воспринимают таким образом, существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. Виды продвижения в практике Шесть, монахи, существуют эти четыре состояния практики. Какие четыре? Болезненная практика с медленным наступлением прямого знания, болезненная практика с быстрым наступлением прямого знания, приятная практика с медленным наступлением прямого знания, приятная практика с быстрым наступлением прямого знания. Таковы четыре состояния практики. Из этих четырех состояний вот какое является наивысшим, а именно, приятная практика с быстрым наступлением прямого знания. Есть существа, которые практикуют так. Но даже в существах, которые практикуют так, существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. Четыре медитативных восприятия. Семь, монахи, существуют эти четыре состояния медитативного восприятия. Какие четыре? Вот практикующий воспринимает ограниченное. Другой практикующий воспринимает возвышенный. Еще другой практикующий воспринимает безмерный. Еще другой практикующий, воспринимая, здесь ничего нет, воспринимает сферу отсутствия всего. Четыре. Есть существа, которые воспринимают так. Но даже в существах, которые воспринимают так, существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. Высшее из неправильных воззрений. 8. Монахи, среди всех спекулятивных воззрений, которых придерживаются люди, внешне и по отношению к учению Будды, вот какое является наивысшим, я мог бы не быть, этого могло бы не быть у меня. Меня не будет, и этого не будет у меня. 5. И почему? Потому что можно ожидать в отношении того, кто придерживается такого воззрения, что он не будет оставаться неспуганным существованием, и что не будет напуган прекращением существования. Есть существа, которые придерживаются такого воззрения. Но даже в существах, которые придерживаются такого воззрения, существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. Высшее духовное очищение. 9. Монахи, есть некоторые жрецы и отшельники, провозглашающие высочайшее духовное очищение. Среди тех, кто провозглашает высочайшее очищение, вот каково и является наивысшим, а именно, с полным преодолением сферы отсутствия всего, практикующий входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. 6. Они обучают своей Дхаме ради прямого знания и реализации этого. Есть существа, которые провозглашают так. Но даже в тех, кто провозглашает так, существуют перемены, существуют изменения. Видя это так, обученный ученик благородных разочаровывается этим. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным к наивысшему, не говоря уже о низшем. 10. Монахи, есть некоторые жрецы и отшельники, провозглашающие высочайшую ниббану в этой самой жизни. 7. Среди тех, кто провозглашает высочайшую ниббану в этой самой жизни, вот какова и является наивысшей, а именно, освобождение посредством нецепляния. После того, как практикующий увидел в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, наслаждений, опасности спасения и в отношении шести сфер контакта. 8. Монахи, хотя я утверждаю и провозглашаю свое учение таким образом, некоторые жрецы и отшельники неправедно, безосновательно, ложно и ошибочно истолковывают сказанное мной. Отшельник Гатама не провозглашает полного понимания чувственных удовольствий, полного понимания форм, или полного понимания чувств. Но монахи, я утверждаю, что провозглашаю полное понимание чувственных удовольствий, полное понимание форм, полное понимание чувств. Восемь. В этой самой жизни, не имеющей потребности, угадшей охлаждённой, я провозглашаю окончательную ниббану посредством нецепляния. Один, судя по всему, речь идёт о том, что они перерождаются в этом мире, соответствующем второй джхане, тогда как более низкие миры подвергаются полному распаду. Два, смотри. АН 10.25. Три, смотри. АН 8.65.4, по заметке достопочтенного Бодхе, комментарий не даёт пояснений, однако, судя по всему, речь идёт о восприятии в мире чувств, Камалока, восприятие в четырёх джханах соответствует мирам Рупалоки, восприятие в двух первых бесформенных достижениях, сфера безграничного пространства и сознания, и восприятие в сфере отсутствия всего, третье бесформенное достижение. 5. Смотри примечание КСН 22.55.6, это четвёртый бесформенный мир, а Рупалока, высочайший из миров сенсары. В частности, достижению третьего и четвёртого бесформенного мира учили двое учителей Бодхисатты Сиддхаттхи Гатамы соответственно, Аллара Калама и Удда Кармапутта, смотри. МН 36.7, в ДН1 приводится информация о пяти видах учителей, которые учили высочайшие неббани. Они соотносили её, соответственно, с чувственными удовольствиями, с первой, второй, третьей и четвёртой джханами. Будда же оппонирует им утверждением, что подлинная неббана достигается с полным постижением шести сфер контакта. 8. Комментарий поясняет, что полное понимание и, как следствие, преодоление чувственных удовольствий происходит посредством первой джханы. Полное понимание и преодоление форм, посредством бесформенных медитативных достижений. Полное понимание и преодоление чувств, посредством достижения неббаны, где прекращаются все виды чувствования. Дутия касала сутта, касала два. АН 10.30. Однажды благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда царь Пасинадий Касальский вернулся с военного фронта, победивший в битве, достигший своей цели. Один. И тогда царь Пасинадий Касальский отправился в парк. Он ехал в экипаже, покуда дорога была проходимой, а затем спешился и вошел в парк пешком. В тот момент группа монахов ходила, медитируя, вперед и назад под открытым небом. И тогда царь Пасинадий Касальский подошел к тем монахам и спросил их, достопочтенный, где сейчас пребывает благословенный, Арахант, полностью просветленный? Я хотел бы увидеть благословенного, Араханта, полностью просветленного. Великий царь, вот его хижина с закрытой дверью. Подходи к ней тихо. Без спешки взойди на крыльцо, прокашляйся и постучи. Благословенный откроет тебе дверь. И затем царь Пасинадий тихонько подошел к хижине с закрытой дверью. Без спешки он вошел на крыльцо, прокашлялся и постучал. Благословенный открыл дверь. И тогда царь Пасинадий упал в ноги благословенному, расцеловал стопы и погладил их руками, произнося свое имя. Господин, я царь Пасинадий Касальский. Господин, я царь Пасинадий Касальский. Но, великий царь, по каким причинам ты выражаешь такое высочайшее почтение этому телу и проявляешь такое подношение доброжелательности? Господин, из моей благодарности и признательности я выражаю такое высочайшее почтение благословенному и проявляю такое подношение доброжелательности ему. Один, ведь, Господин, благословенный практикуют ради благополучия многих людей и счастья многих людей. Он утвердил многих людей в благородном методе, то есть, в пути хорошей Дхаммы, в пути благой Дхаммы. Такова первая причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение благословенному и проявляю такое подношение доброжелательности ему. Два, далее, Господин, благословенный нравственен, со зрелым поведением, с благородным поведением, с благим поведением, наделен благим поведением. Такова другая причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 3. Далее, господин, долгое время благословенный был тем, кто проживает в лесу, затворяется в уединенных лесных обиталищах и рощах. Поскольку это так, то это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 4. Далее, господин, благословенный довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больного. Это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 5. Далее, господин, благословенный достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин уважения, непревзойденное поле заслуг для мира. Это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 6. Далее, господин, благословенный слушает по желанию, без сложностей и проблем, беседу, связанную с отшельнической жизнью, которая ведет к уничтожению загрязнений ума, ведет к раскрытию сердца, то есть, беседу о малом количестве желаний, о довольствовании тем, что есть, об уединении, об отсутствии связанности с другими, о зарождении усердия, о нравственном поведении, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании видения и освобождения. Это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 7. Далее, господин, благословенный достигает по желанию, без сложностей и проблем, четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями в этой самой жизни. Это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 8. Далее, господин, благословенный вспоминает свои многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя. Таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает свои прошлые обители в подробностях и деталях. Поскольку это так, то это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 9. Далее, Господин, благословенный видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. Эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. Поскольку это так, то это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение. 10. Далее, господин, благословенный, за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Поскольку это так, то это еще одна причина, по которой я выражаю такое высочайшее почтение благословенному и проявляю такое подношение и доброжелательность ему. А теперь, господин, нам нужно идти. Мы заняты и у нас очень много дел. В таком случае, великий царь, можешь идти, когда посчитаешь нужным». И тогда царь по Синаде Касальски поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, обошел его с правой стороны и ушел. Один, сражение было с царем Аджатасату из Магадхи за пограничную деревню. Два раза царь по Синаде проигрывал и отступал, а на третий раз победил и даже захватил царя Аджатасату в плен. Поэтому, как упоминает комментарий, сказано, что он достиг своей цели. Упали сутта, Упали. АН 10.31. И тогда достопочтенный Упали подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, на скольких основаниях Татхагата предписал соблюдение правил монашеской тренировки для своих учеников и продекламировал Патимоктху? Упали, на десяти основаниях Татхагата предписал соблюдение правил монашеской тренировки для своих учеников и продекламировал Патимоктху. На каких десяти? 1. Ради благополучия Санхи. 2. Ради легкости существования Санхи. 3. Ради сдерживания непокорных личностей. 4. Ради того, чтобы монахи с хорошим поведением могли пребывать в покое. 5. Ради сдерживания загрязнений, присущих нынешней жизни. 6. Ради рассеивания загрязнений, присущих будущим жизням. 7. Ради того, чтобы те, у кого нет веры, обрели бы веру. 8. Ради возрастания веры в тех, кто уже наделен верой. 9. Ради продолжительности благой Дхаммы. 10. Ради стимулирования дисциплины. На этих десяти основаниях Татхагата предписал соблюдение правил монашеской тренировки для своих учеников и продекламировал Патимокху. Патимокхат Дхапана сутта, отстранение от Патимокхи. АН 10.32. Достопочтенный Упали сказал «Учитель, сколько всего причин для отстранения от Патимокхи?» 1. Упали, есть десять причин для отстранения от Патимокхи. Какие десять? 1. Монах, совершивший параджику. 2. Сидит в собрании. 2. Происходит обсуждение того, кто совершил параджику. 3. Три, не полностью посвященный сидит в этом собрании. 4. Происходит обсуждение того, кто не полностью посвящен в монахе. 5. Тот, кто оставил монашескую тренировку, сидит в этом собрании. 6. Происходит обсуждение того, кто оставил монашескую тренировку. 7. Евнух сидит в этом собрании. 4. 8. Происходит обсуждение Евнуха. 9. Соблазнитель монахиня сидит в этом собрании. 10. Происходит обсуждение соблазнителя монахиня. Таковы десять причин для отстранения от Патимокхи. 1. Речь идет об отстранении того или иного монаха от слушания и участия в декламации Патимокхи, основного набора монашеских правил, наупасадху. 2. Примечание переводчика С.В. Параджика, буквально, поражение, четыре самых основных монашеских обета. Нарушение монахам одного из них ведет к автоматическому исключению из монашества до конца жизни без права реабилитации, даже при отсутствии доказательств или свидетелей нарушения. 3. Комментарий, например, такая беседа как, совершил ли он Параджику или же нет? 4. Пандака. Слово подразумевает несколько видов евнухов, рожденных таковыми, ставших в течение жизни таковыми из-за тех или иных причин, а также гермафродитов. Удбахика сутта, вынесение решения. А.Н. 10.33. Достопочтенный Упали сказал, учитель, сколькими качествами должен обладать монах, чтобы быть избранным для вынесения решения по дисциплинарным случаям? Упали, монах должен обладать десятью качествами, чтобы быть избранным для вынесения решения. Какими десятью? 1. Вот, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 2. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающей идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал из уме и тщательно проникал в них воззрением. 3. Ему были хорошо и в подробностях переданы обе потимокхи. 1. Они были хорошо им прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил и детального разъяснения. 4. Он тверд в дисциплине, непоколебим. 5. Он способен убедить обе спорящих стороны, объяснить им предмет вопроса, убедить их, показать им аргументы, унять их. 6. Он умел и в знании инцидента возникновения и прецедента разрешения дисциплинарных случаев. 7. Он знает о том, каков этот дисциплинарный случай. 2. 8. Он знает происхождение дисциплинарного случая. 9. Он знает прекращение дисциплинарного случая. 10. Он знает путь, ведущий к прекращению дисциплинарного случая. 3. Монах, который обладает этими десятью качествами, может быть избран для вынесения решения по дисциплинарным случаям. 1. Примечание переводчика СВ, речь идет о своде монашеских правил для монахов и для монахинь. 2. Есть четыре вида дисциплинарных случаев, спор, обвинений, проступок, образ действия. 3. Комментарий поясняет, что существует семь способов разрешения конкретного дисциплинарного случая. Упасампада сутта, полное монашеское посвящение. АН 10.34. Достопочтенный упали сказал, учитель, сколькими качествами должен обладать монах, чтобы давать полное монашеское посвящение? Упали, монах должен обладать десятью качествами, чтобы давать полное монашеское посвящение. Какими десятью? 1. Вот, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 2. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. 3. Ему были хорошо и в подробностях переданы обе потимокхи, они были хорошо им прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил их детального разъяснения. 4. Он способен присматривать за больным или найти кого-либо, кто мог бы присматривать за ним. 5. Он способен устранить чье-либо недовольство или найти кого-либо, кто мог бы устранить недовольство этого монаха. 6. Он способен с помощью Дхаммы рассеять сожаления, которые могут возникнуть в его учениках. 7. Он способен посредством Дхаммы разубедить их в возникших неправильных воззрениях. 8. Он способен воодушевить их на высшее нравственное поведение. 9. Он способен воодушевить их на высший ум. 1. 10. Он способен воодушевить их на высшую мудрость. Монах, который обладает этими десятью качествами, может давать полное монашеское посвящение. 1. Примечание переводчика СВ. Речь идет о достижении глубоких медитативных состояний, таких как джханы. 9. Нисая сутта «Зависимость» АН 10.35. Аналогичная сутта предыдущей АН 10.34, но вместо «Полное монашеское посвящение» здесь идет слово «Зависимость», «Подчинение учителю», «Нисая». Самонера сутта «Монах с младшим посвящением» АН 10.36. Сутта идентична АН 10.34, но вместо «Чтоб давать полное монашеское посвящение», здесь идет фраза «Чтоб ему прислуживал монах с младшим посвящением». Патха Макхеда сутта «Раскол 1» АН 10.37. Достопочтенный упали сказал «Учитель, раскол в Санхе, раскол в Санхе, так говорят». Каким образом, «Учитель, имеет место раскол в Санхе?» У Пали, вот монахи, 1, объясняют не Дхамму как Дхамму, а, 2, Дхамму как не Дхамму. Они объясняют, 3, не винаю как винаю, а, 4, винаю как не винаю. 5, они объясняют то, что не было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что было утверждено и произнесено им, а также, 6, то, что было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что не было утверждено и произнесено им. Семь, они объясняют то, что не практиковалось Тадхагатой как то, что практиковалось им, и, восемь, что практиковалось Тадхагатой как то, что не практиковалось им. Девять, они объясняют то, что не было предписано Тадхагатой как то, что было предписано им, и, десять, то, что было предписано Тадхагатой как то, что не было предписано им. На этих десяти основаниях они удаляются и расходятся. Они совершают правомерные процедуры раздельно и декламируют Патимокху раздельно. Таким образом, Упали, имеет место раскол в Сангхе. Дутия Пхеда сутта, Раскол 2. АН 10.38. Достопочтенный Упали сказал, учитель, согласие в Сангхе, согласие в Сангхе, так говорят. Каким образом, учитель, имеет место согласие в Сангхе? Упали, вот монахи, один, объясняют не Дхамму как не Дхамму, а два, Дхамму как Дхамму. Они объясняют, три, не винаю как не винаю, а четыре, винаю как винаю. Пять, они объясняют то, что не было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что не было утверждено и произнесено им, а также шесть, то, что было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что было утверждено и произнесено им. Семь, они объясняют то, что не практиковалось Татхагатой как то, что не практиковалось им, и восемь, что практиковалось Татхагатой как то, что практиковалось им. Девять, они объясняют то, что не было предписано Татхагатой как то, что не было предписано им, и, десять, то, что было предписано Татхагатой как то, что было предписано им. На этих десяти основаниях они не удаляются и не расходятся. Они не совершают правомерные процедуры раздельно и не декламируют Патимокху раздельно. Таким образом, у Пали, имеет место согласия в Сангхе. Патхама Ананда сутта, Ананда 1. АН 10.39. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, раскол в Сангхе, раскол в Сангхе, так говорят. Каким образом, учитель, имеет место раскол в Сангхе? Ананда, вот монахи, 1. Объясняют не Дхамму как Дхамму, а, 2, Дхамму как не Дхамму. Они объясняют, 3, не винаю как винаю, а, 4, винаю как не винаю. 5. Они объясняют то, что не было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что было утверждено и произнесено им, а также, 6, то, что было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что не было утверждено и произнесено им. 7. Они объясняют то, что не практиковалось Татхагатой как то, что практиковалось им, и, 8, что практиковалось Татхагатой как то, что не практиковалось им. 9. Они объясняют то, что не было предписано Татхагатой как то, что было предписано им, и, 10, то, что было предписано Татхагатой как то, что не было предписано им. На этих десяти оснований их они удаляются и расходятся. Они совершают правомерные процедуры раздельно и декламируют Патимокху раздельно. Таким образом, Ананда, имеет место раскол в Сангхе. Но, учитель, когда кто-либо совершает раскол в единомыслящей Сангхе, что он порождает? Он порождает зло, длящейся в течение копы, Ананда. Один. Но, учитель, что это за зло, длящейся в течение копы? Он мучается в аду в течение копы, Ананда. И далее Благословенный добавил, кто раскол в Сангхе совершает, тот катится в удел лишений, привязан он к перерождению в аду, где копы будет пребывать. Он радуется разделению, и утвержден он в ложной дхаме, отпал над защитой таков. Свершив раскол в единодушной Сангхе, в аду он мучается копу. Один. Примечание переводчика СВ. Создание раскола в Сангхе, как один из пяти ужаснейших проступков, ведет к неизбежному рождению в аду сразу после смерти. Комментарий поясняет, что речь идет о периоде жизни в аду длиной в один жизненный срок, аю каппа. Однако, как здесь же замечает достопочтенный Бодхе, нигде в суттах нет такого значения слова каппа, которое означало бы столь короткий срок. Обычно под каппой понимается огромный срок, как правило, целый цикл существования мира, за который мир пребывает, распадается, отсутствует, и опять начинает формироваться. Ду-Тиу-Ананда сутта, Ананда-2. АН-10-40. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, согласие в Сангхе, согласие в Сангхе, так говорят». Каким образом, учитель, имеет место согласие в Сангхе? Ананда, вот монахи, 1, объясняют не Дхамму как не Дхамму, а, 2, Дхамму как Дхамму. Они объясняют, 3, не винаю как не винаю, а, 4, винаю как винаю. 5, они объясняют то, что не было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что не было утверждено и произнесено им, а также, 6, то, что было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что было утверждено и произнесено им. 7, они объясняют то, что не практиковалось Татхагатой как то, что не практиковалось им, и, 8, что практиковалось Татхагатой как то, что практиковалось им. 9, они объясняют то, что не было предписано Татхагатой как то, что не было предписано им, и, 10, то, что было предписано Тадхагатой как то, что было предписано им. На этих десяти основаниях они не удаляются и не расходятся. Они не совершают правомерные процедуры раздельно и не декламируют Патимокху раздельно. Таким образом, Ананда, имеет место согласия в Сангхе. Но, учитель, когда кто-либо воссоединяет расколотую Сангху, что он порождает? Он порождает божественную заслугу, Ананда. Но, учитель, что это за божественная заслуга? Он радуется в небесном мире в течение Каппы, Ананда. И далее Благословенный добавил, согласие в Сангхе приятно, а также и взаимопомощь средь тех, живет кто без разладов. Он наслаждается согласием и утвержден в истинной Дхамме, не отпадая от защиты от таков. Свершил кто единение в Сангхе, тот Каппу наслаждается на небесах. Вивада сутта, споры. АН 10.41. И тогда достопочтенный Упали подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, почему в Сангхе возникают прения, ссоры, полемика, споры, и монахи не живут спокойно? Упали, один, вот монахи. Один. Десять, то, что было предписано Татхагатой как то, что не было предписано им. Вот почему, Упали, в Сангхе возникают прения, ссоры, полемика, споры, и монахи не живут спокойно. Один, фрагмент в точности Кагвайон 10.37. Патхама Мула Сутта, корень один. АН 10.42. Достопочтенный Упали сказал, учитель, сколько существует корней и полемики? Упали, существует десять корней и полемики. Какие десять? Упали, один, вот монахи. Один. Десять, то, что было предписано Татхагатой как то, что не было предписано им. Таковы, упали, десять корней и полемики. Один, фрагмент в точности Кагвайон 10.37. Дутия Мула Сутта, корень два. АН 10.43. Достопочтенный Упали сказал, учитель, сколько существует корней и полемики? Упали, существует десять корней и полемики. Какие десять? Вот, один, монахи объясняют то, что не является нарушением как нарушение, два, то, что является нарушением как отсутствие нарушения. Они объясняют, три, легкое нарушение как серьезное нарушение, и, четыре, серьезное нарушение как легкое нарушение. Они объясняют, пять, грубое нарушение как негрубое нарушение, и, шесть, негрубое нарушение как грубое нарушение. Они объясняют, семь, исправимое нарушение как неисправимое нарушение, и, восемь, неисправимое нарушение как исправимое нарушение. Они объясняют, девять, нарушение с компенсацией как нарушение без компенсации, И, 10, нарушений без компенсации как нарушений с компенсацией. 1. Таковы, упали, десять корней и полемики. 1. Разъяснение смотри в примечании КН 1.159. Кусинара сутта, Кусинара. АН 10.44. Однажды Благословенный пребывал в Кусинаре в лесной чаще жертвований. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя на предмет пяти вещей и утвердиться в пяти вещах, прежде чем он покритикует другого. И в отношении каких пяти вещей он должен изучить себя? 1. Монахи, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя так, чист ли я в телесном поведении? Обладаю ли я телесным поведением, которое чистое, безукоризненное, безупречное? Существует во мне это качество или нет? Если телесное поведение монаха нечисты, и он не обладает телесным поведением, которое чистое, безукоризненное, безупречное, то найдутся те, кто скажет ему так, будь добр, вначале потренируй себя телесно. Найдутся те, кто скажет ему так. 2. Далее, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя так, чист ли я в словесном поведении? Обладаю ли я словесным поведением, которое чистое, безукоризненное, безупречное? Существует во мне это качество или нет? Если словесное поведение монаха нечисты, и он не обладает словесным поведением, которое чистое, безукоризненное, безупречное, то найдутся те, кто скажет ему так, будь добр, вначале потренируй себя словесно. Найдутся те, кто скажет ему так. 3. Далее, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя так, утвердил ли я доброжелательный, лишенный негодования ум по отношению к своим товарищам монахам? Существует во мне это качество или нет? 4. Если монах не утвердил доброжелательный, лишенный негодования ум по отношению к своим товарищам монахам, то найдутся те, кто скажет ему так, будь добр, вначале утверди доброжелательный ум по отношению к своим товарищам монахам. Найдутся те, кто скажет ему так. 4. Далее, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя так, много ли я изучал, помню ли то, что учил, накапливаю в своем уме то, что изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, много ли я изучил таких учений, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением? Существует во мне это качество или нет? Если монах не изучал, не проникал в них воззрением, то найдутся те, кто скажет ему так, будь добр, вначале изучи наследие. Найдутся те, кто скажет ему так. 5. Далее, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя так, были ли хорошо и в подробностях мне переданы обе Патимокхи, были ли хорошо мной прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил их детального разъяснения? Существует во мне это качество или нет? 6. Если обе Патимокхи не были хорошо и в подробностях переданы ему, не были им хорошо прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил их детального разъяснения, а также, если его спросили бы, где благословенный утверждает так, и он не смог бы ответить, то найдутся те, кто скажет ему так, будь добр, вначале изучи винаю. 7. Найдутся те, кто скажет ему так. В отношении этих пяти вещей он должен изучить себя. И в каких пяти вещах он должен утвердиться? Ему следует принимать во внимание, 6, я буду говорить в подходящий момент, а не в неподходящий, 7, я буду говорить правду, а не ложь, 8, я буду говорить мягко, а не грубо, 9, я буду говорить полезные, а не вредные, 10, я буду говорить с доброжелательным умом, а не во время негодования. Таковы пять вещей, в которых он должен утвердиться. Монахи, монах, который желает покритиковать другого, должен изучить себя на предметы этих пяти вещей и утвердиться в этих пяти вещах, прежде чем он покритикует другого. Повисана сутта, вхождений. А.Н. 10.45. Благословенный сказал, монахи, есть 10 опасностей во вхождении во внутренний покой от царского дворца. Какие 10? 1. Бывает так, что царь сидит с царицей. Монах входит и либо царица улыбается, когда видит монаха, либо монах улыбается, когда видит царицу. Царь думает, вне сомнений, между этими двумя что-то произошло или собирается произойти. Такова первая опасность во вхождении во внутренний покой от царского дворца. 2. Далее, когда царь был занят различными делами, он вступил в половую связь с одной из женщин Гарема, но запамятовал об этом, а из-за этих отношений она забеременела. Царь думает, никто сюда не входил, кроме монаха. Быть может, это дело рук монаха. Такова вторая опасность во вхождении во внутренний покой от царского дворца. 3. Далее, во внутренних покоях царского дворца затерялся драгоценный камень. Царь думает, никто сюда не входил, кроме монаха. Быть может, это дело рук монаха. Такова третья опасность во вхождении во внутренний покой от царского дворца. 4. Далее, секретные обсуждения из внутренних покоев царского дворца дошли до других. царь думает, никто сюда не входил, кроме монаха. Быть может, это дело рук монаха? Такова четвертая опасность во вхождении во внутренние покоя царского дворца. 5. Далее, во внутренних покоях царского дворца отец жаждет увидеть своего сына, а сын – своего отца. 1. Царь думает, никто сюда не входил, кроме монаха. Быть может, это дело рук монаха? Такова пятая опасность во вхождении во внутренние и покоя царского дворца. 6. Далее, царь повышает кого-либо в должности. Другие обеспокоены такой мыслью, царь тесно общается с монахом. Быть может, это дело рук монаха? Такова шестая опасность во вхождении во внутренний покой от царского дворца. 7. Далее, царь понижает кого-либо в должности. Другие обеспокоены такой мыслью, царь тесно общается с монахом. Быть может, это дело рук монаха? Такова седьмая опасность во вхождении во внутренний покой от царского дворца. Далее, царь отправляет в увольнении свою армию в недолжное время. Другие обеспокоены такой мыслью, царь тесно общается с монахом. Быть может, это дело рук монаха? Такова восьмая опасность во вхождении во внутренние покои царского дворца. Далее, отправив в увольнении свою армию в должное время, он, пока та находится в пути, приказывает ей вернуться. Другие обеспокоены такой мыслью, царь тесно общается с монахом. Быть может, это дело рук монаха? Такова девятая опасность во вхождении во внутренние покои царского дворца. Десять, далее, во внутренних покоях царского дворца полно слонов, лошадей, колесниц, дразнящих форм, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений, неподобающих для монаха. Такова десятая опасность во вхождении во внутренние покои царского дворца. Монахи, таковы десять опасностей во вхождении во внутренние покоя царского дворца. Один, по мнению достопочтенного Бодхи, здесь речь идет о том, что некий человек имел связь с женщиной из царского гарема, и она родила ему сына. Сын знает о том, что его настоящий отец не живет во дворце, а настоящий отец знает, что сын живет во дворце, и они хотят увидеться друг с другом. Монах же в этом случае играет роль посредника между ними. Сакья сутта, Сакья. А.Н. 10.46. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаватху в Баниновом парке. И тогда на день Упасадхи группа Мирян Сакьев подошла к благословенному, они поклонились ему и сели рядом. Благословенный сказал им, Сакья, соблюдаете ли вы восьмифакторную Упасадху? Один. Иногда да, господин, а иногда нет. В этом ваша беда и потеря, Сакья. В то время как жизнь подвержена опасности печали и смерти, вы соблюдаете восьмифакторную Упасадху только лишь иногда, а иногда не соблюдаете. Как вы думаете, Сакья? Представьте человека, который, не совершая ничего неблагого, зарабатывал бы половину Кахапаны, два, в день за свою работу. Этого было бы достаточно, чтобы звать его умным и предприимчивым человеком? Да, господин. Как вы думаете, Сакья? Представьте человека, который, не совершая ничего неблагого, зарабатывал бы целую Кахапану в день за свою работу. Этого было бы достаточно, чтобы звать его умным и предприимчивым человеком? Как вы думаете, Саки? Представьте человека, который, не совершая ничего неблагого, зарабатывал бы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 40, 50 кахапан в день за свою работу. Этого было бы достаточно, чтобы звать его умным и предприимчивым человеком? Как вы думаете, Саки? Если бы он зарабатывал сотню или тысячу кахапан день за днем, откладывал бы то, что заработал и жил бы сотню лет, то, прожив сотню лет, обрел бы он огромную груду богатства? Как вы думаете, Саки? В плане своего богатства, из-за своего богатства, по причине своего богатства, мог бы этот человек переживать непрерывное счастье в течение одной ночи или одного дня, или, пусть даже, половины ночи или половины дня? Нет, господин. И почему? Потому что чувственные наслаждения непостоянны, пусты, фальшивы и обманчивы. Однако, Саки, мой ученик, который пребывает прилежным, старательным, решительным в течение десяти лет, практикуя так, как я наставлял его, может переживать непрерывное счастье в течение сотни лет, десяти тысяч лет, ста тысяч лет, десяти миллионов лет. И он может быть однажды возвращающимся, не возвращающимся, или, вне всяких сомнений, вступившим в поток. Не берите за меру десять лет, Саки. Мой ученик, который пребывает прилежным, старательным, решительным в течение девяти лет. Восьми, семи, шести, пяти, четырех, трех, двух, одного года, практикуя так, как я наставлял его, может переживать непрерывное счастье в течение сотни лет, десяти тысяч лет, ста тысяч лет, десяти миллионов лет. И он может быть однажды возвращающимся, не возвращающимся, или, вне всяких сомнений, вступившим в поток. Не берите за меру один год, Саки. Мой ученик, который пребывает прилежным, старательным, решительным в течение десяти месяцев. Девяти, восьми, семи, шести, пяти, четырех, трех, двух, одного месяца. Половина месяца, практикуя так, как я наставлял его, может переживать непрерывное счастье в течение сотни лет, десяти тысяч лет, ста тысяч лет, десяти миллионов лет. И он может быть однажды возвращающимся, не возвращающимся, или, вне всяких сомнений, вступившим в поток. Не берите за меру половину месяца, Саки. Мой ученик, который пребывает прилежным, старательным, решительным в течение десяти дней и ночей. Девяти, восьми, семи, шести, пяти, четырех, трех, двух дней и ночей. Одного дня и ночи, практикуя так, как я наставлял его, может переживать непрерывное счастье в течение сотни лет, десяти тысяч лет, ста тысяч лет, десяти миллионов лет. И он может быть однажды возвращающимся, не возвращающимся, или, вне всяких сомнений, вступившим в поток. В этом ваша беда и потеря, Саки. В то время как жизнь подвержена опасности печали и смерти, вы соблюдаете восьмифакторную упасадху только лишь иногда, а иногда не соблюдаете. Отныне, господин, мы будем соблюдать восьмифакторную упасадху. Один, эти восемь факторов описаны в Айон 8.41. Два, денежная единица в Древней Индии. Махали сутта, Махали. Айон 10.47. Однажды благословенный пребывал в Висали в зале с остроконечной крыши в великом лесу. И тогда Махали из клана Личхави подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Господин, в чем условие и причина совершения плохой каммы, проистечения плохой каммы?» Махали, один, жажда является условием и причиной совершения плохой каммы, проистечения плохой каммы. Два, злоба. Три, заблуждений. Четыре, немудрое внимание. Пять, неправильно направленный рум является условием и причиной совершения плохой каммы, проистечения плохой каммы. Таковы условия и причина для совершения плохой каммы, проистечения плохой каммы. Господин, в чем условие и причина совершения благой каммы, проистечения благой каммы? Махали, 6, не жажда является условием и причиной совершения благой каммы, проистечения благой каммы. 7, не злоба. 8, не заблуждений. 9, мудрое внимание. 10, правильно направленный ум является условием и причиной совершения благой каммы, проистечения благой каммы. Таковы условия и причины для совершения благой каммы, проистечения благой каммы. Если, махали, этих десяти качеств не было бы в мире, то нельзя было бы увидеть в мире неправедного поведения, поведения, противоположного Дхамме, а также праведного поведения, поведения, свойственного Дхамме. Но поскольку эти десять качеств существуют в мире, то можно увидеть неправедное поведение, поведение, противоположное Дхамме, а также праведное поведение, поведение, свойственное Дхамме. ДАСАДХАММА СУТТА, ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ АН 1048 8. Благословенный сказал, есть десять вещей, над которыми должен часто размышлять ушедший в бездомную жизнь. Какие десять? 1. Я не принадлежу более к варнии, над этим должен часто размышлять ушедший в бездомную жизнь. 2. Мое житие зависит от других. 3. Мои манеры поведения должны быть другими по сравнению с домохозяйскими. 4. Могу ли я порицать себя в отношении своей нравственности? 5. Могут ли мои товарищи по святой жизни после тщательного исследования порицать меня в отношении моей нравственности? 6. Я буду отлучен от всего, что дорого и приятно мне. 7. Я владелец собственной камы, наследник собственной камы, рожден своей камой, породнен со своей камой, моя кама будет мне судьей. Что бы я ни делал, хорошее или плохое, я унаследую результат этого. 8. Каким я становлюсь по мере того, как пролетают дни и ночи? 9. Радуюсь ли я пребыванию в пустом жилище? 10. Достиг ли я сверхчеловеческих достижений, истинно благородного развлечения в знании и видении, такого, что когда мои товарищи по святой жизни спросят меня об этом в последние дни моей жизни, я бы не чувствовал себя смущенным? Над этим должен часто размышлять ушедший в бездомную жизнь. Таковы десять вещей, над этим должен часто размышлять ушедший в бездомную жизнь. Сариратха сутта, существует посредством тела. АН 10.49. Благословенный сказал, «Монахи, эти десять вещей существуют посредством тела». Какие десять? 1. Холод, 2. Жара, 3. Голод, 4. Жажда, 5. Испражнение, 6. Мочеиспускание, 7. Телесное обуздание, 8. Словесное обуздание, 9. Обуздание в средствах жизни, 10. Формирователь существования, что ведет к новому существованию. 1. Таковы десять вещей, что существуют посредством тела. 1. Пхавасангхара. Комментарий поясняет, что это кама, которая активным образом формирует новое существование. 2. Пхандана сутта, полемика. АН 10.50. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в рощи джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, после приема пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, группа монахов собралась в зале для собраний. И, по мере того, как они сидели там, они начали спорить и ссориться, полемизировать, пронзая друг друга острыми словами. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в зал для собраний, где сел на подготовленное сидение. Затем Благословенный обратился к монахам, монахи, в какое обсуждение вы были вовлечены только что, по мере того, как сидели здесь? О чем шла беседа? Учитель, после приема пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, мы собрались в зале для собраний. И, по мере того, как мы сидели здесь, мы начали спорить и ссориться, полемизировать, пронзая друг друга острыми словами. Монахи, не подобает вам, ушедшим благодаря вере из мирской жизни в жизнь бездомную, спорить, ссориться, полемизировать, пронзая друг друга острыми словами. Монахи, существуют десять принципов радуши, что создают близость и уважение, ведут к схождению, к ней разногласиям, к гармонии, к единству. Какие десять? Один, вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Поскольку монах нравственен, пребывает, обуздывая себя потимокхой. Тренируется в них, то это является принципом радуши, что создаёт близость и уважение, ведёт к схождению, к ней разногласиям, к гармонии, к единству. Два, далее, монах много изучал, помня то, что учил, накапливает в своём уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильные в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. Поскольку монах много изучал, проникал в них воззрением, то это является принципом радуши. К единству. Три, далее, у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Четыре, далее, монаха легко поправить, и он обладает качеством, благодаря которому его легко поправить. Он терпелив и с уважением получает наставления. Пять, далее, монах умелый и прилежный в исполнении различных бытовых работ, которые следует делать для своих товарищей монахов. Он судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Шесть, далее, монах любит Дхамму, одобряет её в своих утверждениях, наполнен великой радостью в отношении Дхаммы и Винаи. Семь, далее, монах зарождает усердие к отбрасыванию неблагих качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. Восемь, далее, монах довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных монахов. Девять, далее, монах осознан, наделен высочайшей осознанностью и настороженностью, хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. Десять, далее, монах мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Поскольку монах мудр, то это является принципом радуши, что создает близость и уважение, ведет к схождению, к ней разногласиям, к гармонии, к единству. Таковы, монахи, десять принципов радуши, что создают близость и уважение, ведут к схождению, к ней разногласиям, к гармонии, к единству. Сачитта сутта, свой собственный ум. АН 10.51. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Аваттхи в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, даже если монах не обладает умением видеть направление умов других, один, он должен тренировать себя так, я буду обладать умением в чтении своего собственного ума. И каким образом монах обладает умением в чтении своего собственного ума? Представьте молодого человека, или девушку, которой нравится красота, которая изучает отражение своего лица в ярком чистом зеркале или в чаши с чистой водой. Если она увидит грязь или пятно, она попытается устранить его. Если она не увидит ни грязи, ни пятна, она будет довольна, ее намерения будут исполнены. О, как я счастлива! Как я чиста! Точно так же, когда монах изучает сам себя, то это очень полезно в отношении развития умелых качеств. 1. Я обычно жаден, или нет? 2. Думаю со злобой, или нет? 3. Одолеваем ли ленью и сонливостью, или нет? 4. Беспокойный ли я, или нет? 5. Неуверенный, или же одолел сомнения? 6. Злой или нет? 7. С грязными мыслями или не с грязными? 8. Моё тело возбуждено или нет? 9. Ленив ли я, или усерден? 10. Сосредоточен ли, или же нет? Если, исследуя самого себя, монах знает, я обычно жадный, с недоброжелательными мыслями, одолеваем ленью и сонливостью, беспокойный, неуверенный, злобный, с грязными мыслями, с возбужденным телом, ленивый, несосредоточенный, то тогда он должен приложить дополнительные желания, усилия, прилежания, старания, неутомимость, осознанность и бдительность в отношении отбрасывания этих самых порочных, неумелых качеств. Подобно тому, как если бы на голове человека загорелся тюрбан, и он стал прилагать бы еще больше желания, усилия, прилежания, старания, неутомимости, осознанности и бдительности к тому, чтобы потушить огонь на своем тюрбане или на голове, точно также и монах должен приложить дополнительные желания, усилия, прилежания, старания, неутомимость, осознанность и бдительность в отношении отбрасывания этих самых порочных, неумелых качеств. Но, если исследуя самого себя, монах знает, я обычно не жаден, без недоброжелательных мыслей, не одолевая мленью и сонливостью, не обеспокоен, отбросил сомнения, не злой, без грязных мыслей, не возбужден телом, пребываю зарожденным усердием и в сосредоточении, то тогда его обязанность заключается в том, чтобы приложить еще больше усилий в утверждение этих самых умелых качеств, чтобы развить их до еще большей степени ради окончательного уничтожения загрязнений ума. Один, имеется в виду одна из шести сверхспособностей, прямое знание умов других существ. Сарипутта сутта, Сарипутта. А.Н. 10.52. Сутта идентична А.Н. 10.51, но здесь чуть иное вступление к монахам обращается достопочтенный Сарипутта, а не Будда, там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал. Тхите сутта, простой. А.Н. 10.53. Благословенный сказал, монахи, я не приветствую даже простое в благих качествах, не говоря уже об Ипатьке. Я приветствую только возрастание в благих качествах, а не простое или ухудшение. И каким образом имеет место ухудшение, а не простое или возрастание в благих качествах? Вот монах обладает определенным уровнем веры, нравственного поведения, учености, отречения, мудрости, развлечения. Эти его качества не остаются на том же уровне и не увеличиваются. Это, я говорю вам, скорее ухудшение, нежели простое или же возрастание в благих качествах. Таким образом, имеет место ухудшение, а не простое или возрастание в благих качествах. И каким образом имеет место простой, а не ухудшение или возрастание в благих качествах? Вот монах обладает определенным уровнем веры, нравственного поведения, учености, отречения, мудрости, развлечения. Эти его качества не ухудшаются и не увеличиваются. Это, я говорю вам, скорее простой, нежели ухудшение или же возрастание в благих качествах. Таким образом, имеет место простой, а не ухудшение или возрастание в благих качествах. И каким образом имеет место возрастание, а не простое или ухудшение в благих качествах? Вот монах обладает определенным уровнем веры, нравственного поведения, учености, отречения, мудрости, развлечения. Эти его качества не остаются на том же уровне и не ухудшаются. Это, я говорю вам, скорее возрастание, нежели простое или же ухудшение в благих качествах. Таким образом, имеет место возрастание, а не простое или ухудшение в благих качествах. Монахи, монах, который не обладает умением видеть направление умов других, должен тренировать себя так, я буду обладать умением в чтении своего собственного ума. 1. Ради окончательного уничтожения загрязнений ума. 1. Здесь повторяется в точности весь фрагмент из сутты АН 10.51. Самадха сутта – Успокоение. АН 10.54. Благословенный сказал, монахи, монах, который не обладает умением видеть направление умов других, должен тренировать себя так, я буду обладать умением видеть направление своего собственного ума. И каким образом монах обладает умением видеть направление своего собственного ума? Подобно молодому человеку или девушке, юной, молодой, которой нравится красота, которая изучает отражение своего лица в ярком чистом зеркале или в чаше с чистой водой. Если она увидит грязь или пятно, она постарается устранить его. Если она не увидит ни грязи, ни пятна, она будет рада этому, ее желание будет исполнено и она подумает, как прекрасно, что я чиста. Точно так же, когда монах изучает сам себя следующим образом, то это очень полезно для монаха в отношении возрастания его благих качеств, обретаю ли я внутреннее успокоение ума или нет? Обретаю ли я высшую мудрость прозрения в феномены или нет? Один, если посредством такого самонаблюдения монах знает, я обретаю внутреннее успокоение ума, но не высшую мудрость прозрения в феномены, то ему следует утвердиться во внутреннем успокоении ума и приложить усилия к обретению высшей мудрости прозрения в феномены. Затем, спустя некоторое время, он обретет внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Два, но, если посредством такого самонаблюдения он знает, я обретаю высшую мудрость прозрения в феномены, но не внутреннее успокоение ума, то ему следует утвердиться в высшей мудрости прозрения в феномены и приложить усилия к обретению внутреннего успокоения ума. Затем, спустя некоторое время, он обретет и высшую мудрость прозрения в феномены, и внутреннее успокоение ума. 3. Но, если посредством такого самонаблюдения он знает, я не обретаю ни внутреннего успокоения ума, ни высшей мудрости прозрения в феномены, то ему следует приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения этих обоих благих качеств. 4. Подобно тому, как тот, у кого загорелась бы одежда или волосы на голове, приложил бы дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность для того, чтобы потушить пламя на своей одежде или голове, то точно так же этот монах должен приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения этих обоих благих качеств. Затем, спустя некоторое время, он обретет внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. 4. Но, если посредством такого самонаблюдения он знает, я обретаю внутреннее успокоение ума и высшую мудрость прозрения в феномены, то ему следует утвердиться в этих самых благих качествах и приложить дальнейшие усилия к достижению уничтожения загрязнений ума. О деянии, я говорю вам, двояки, те, которыми можно воспользоваться и те, которыми нельзя. Еда, полученная как подаяние, я говорю вам, также двояка, та, которой можно воспользоваться и та, которой нельзя. Жилища, я говорю вам, также двояки, те, которыми можно воспользоваться и те, которыми нельзя. Деревни или города, я говорю вам, также двояки, те, которые можно посещать и те, которые нельзя посещать. Страны и регионы, я говорю вам, также двояки, те, которые можно посещать и те, которые нельзя посещать. Люди, я говорю вам, также двояки, те, с которыми можно общаться и те, с которыми нельзя. 5. Когда так было сказано, о деянии, я говорю вам, двояки, те, которыми можно воспользоваться и те, которыми нельзя, то почему так было сказано? Если кто-либо знает об о деянии, когда я использую это о деянии, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует использовать такое о деянии. Но если он знает об одеянии, когда я использую это одеяние, то благие качества увеличиваются во мне, неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует использовать такое одеяние. Когда так было сказано, одеяние, я говорю вам, двояки, те, которыми можно воспользоваться и те, которыми нельзя, то вот почему так было сказано. 6. Когда так было сказано, еда, полученная как подаяние, я говорю вам, также двояка, та, которой можно воспользоваться и та, которой нельзя, почему так было сказано? 7. Если кто-либо знает о еде, когда я использую эту еду, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует использовать такую еду. Но если он знает о еде, когда я использую эту еду, то благие качества увеличиваются во мне, неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует использовать такую еду. Когда так было сказано, еда, полученная как подаяние, я говорю вам, также двояка, та, которой можно воспользоваться и та, которой нельзя, то вот почему так было сказано. 7. Когда так было сказано, жилище, я говорю вам, также двояки, те, которыми можно воспользоваться и те, которыми нельзя, то почему так было сказано? 8. Когда так было сказано, жилище, я говорю вам, двояки, те, которыми можно воспользоваться и те, которыми нельзя, то вот почему так было сказано. 8. Когда так было сказано, деревня или города, я говорю вам, также двояки, те, которые можно посещать и те, которые нельзя посещать, то почему так было сказано? 9. Если кто-либо знает о деревне или городе, когда я посещаю эту деревню или город, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует посещать такую деревню или город. 9. Когда так было сказано, деревня или города, я говорю вам, также двояки, те, которые можно посещать и те, которые нельзя посещать, то вот почему так было сказано. 9. Когда так было сказано, страны или регионы, я говорю вам, также двояки, те, которые можно посещать и те, которые нельзя посещать, то почему так было сказано? 10. Если кто-либо знает о стране или регионе, когда я посещаю эту страну или регион, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует посещать такую страну или регион. 10. Когда так было сказано, страны или регионы, я говорю вам, также двояки, те, которые можно посещать и те, которые нельзя посещать, то вот почему так было сказано. 10. Когда так было сказано, люди, я говорю вам, также двояки, те, с которыми можно общаться и те, с которыми нельзя, то почему так было сказано? Если кто-либо знает о человеке, когда я общаюсь с этим человеком, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует общаться с этим человеком. Но если он знает о человеке, когда я общаюсь с этим человеком, то неблагие качества увеличиваются во мне, неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует общаться с этим человеком. Когда так было сказано, люди, я говорю вам, также двояки, те, с которыми можно общаться и те, с которыми нельзя, то вот почему так было сказано. Парихана сутта, упадок. А.Н. 10. 55. Там достопочтенный сарепута обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный сарепута сказал, друзья, личность, подверженная упадку, личность, подверженная упадку, так говорят. Каким образом благословенный говорил о личности, подверженной упадку, и личности, не подверженной упадку? Мы пришли сюда издалека, друг, чтобы получить разъяснение смысла этого утверждения у достопочтенного сарепуты. В самом деле, было бы хорошо, если бы достопочтенный сарепута прояснил бы значение этого утверждения. Услышав это из уст достопочтенного Сарепуты, монахи запомнят это. «В таком случае, друзья, слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, друг», — ответили те монахи. Достопочтенный Сарепута сказал, каким образом, друзья, благословенный говорил о личности, подверженной упадку? Вот монах не слушает учений, которых он не слышал прежде, забывает те учения, которые он уже слышал, не вспоминает те учения, с которыми он уже знаком, не понимает того, чего ранее он не понял. Вот каким образом, друзья, благословенный говорил о личности, подверженной упадку? И каким образом, друзья, благословенный говорил о личности, не подверженной упадку? Вот монах слушает те учения, которых он не слышал прежде, не забывает тех учений, которые он уже слышал, вспоминает те учения, с которыми он уже знаком, и понимает то, чего ранее он не понял. Вот каким образом, друзья, благословенный говорил о личности, не подвержены упадку. Друзья, монах, который не обладает умением видеть направление умов других, должен тренировать себя так, я буду обладать умением видеть направление своего собственного ума. Вот как вам следует тренировать себя. И каким образом, друзья, монах обладает умением видеть направление своего собственного ума? Подобно молодому человеку, или девушке, юной, молодой, которой нравится красота, которая изучает отражение своего лица в ярком чистом зеркале или в чашу с чистой водой. Если она увидит грязь или пятно, она постарается устранить его. Если она не увидит ни грязи, ни пятна, она будет рада этому, ее желание будет исполнено и она подумает, как прекрасно, что я чиста. Точно так же, когда монах изучает сам себя, то это очень полезно для монаха в отношении возрастания его благих качеств. И ему следует спросить себя, 1. Часто ли я жажду чего-либо? Есть ли во мне это качество или нет? 2. Часто ли я недоброжелателен? 3. Часто ли я лишен лени и сонливости? 4. Часто ли я спокоен? 5. Часто ли я лишен сомнений? 6. Часто ли я пребываю без злобы? 7. Часто ли мой ум не загрязнен? 8. Часто ли я обретаю внутреннюю радость Тхаммы? 9. Часто ли я обретаю внутреннее успокоение ума? 10. Часто ли я обретаю высшую мудрость прозрения в феномены? Есть ли во мне это качество или нет? Если посредством такого самонаблюдения монах не видит в себе наличие этих благих качеств, то ему следует приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения этих благих качеств. Подобно тому, как тот, у кого загорелась бы одежда или волосы на голове, приложил бы дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность для того, чтобы потушить пламя на своей одежде или голове, то точно так же этот монах должен приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевление, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения этих благих качеств. Но если посредством такого самонаблюдения монах видит в себе наличие некоторых из этих благих качеств, но не остальных, то ему следует утвердиться в этих благих качествах, которые он видит в себе, и приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения тех благих качеств, которых он не видит в себе. Подобно тому, как тот, у кого загорелась бы одежда, то точно так же этому монаху следует утвердиться в этих благих качествах, которые он видит в себе, и приложить дополнительные желания ради обретения тех благих качеств, которых он не видит в себе. Но если посредством такого самонаблюдения монах видит, что все эти благие качества наличествуют в нем, то ему следует утвердиться в этих самых благих качествах и приложить дальнейшие усилия для достижения уничтожения загрязнений ума. Патхама Санья Сутта, Восприятие 1. АН 10.56 Благословенный сказал, «Монахи, эти десять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением». Какие десять? 1. Восприятие непривлекательности. 2. Восприятие смерти. 3. Восприятие отвратительности еды. 4. Восприятие невосхищения целым миром. 5. Восприятие непостоянства. 6. Восприятие страдательности в непостоянном. 7. Восприятие безличности в страдательном. 8. Восприятие оставления. 9. Восприятие бесстрастия. 10. Восприятие прекращения. Эти десять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Дутия Санья Сутта, Восприятие 2. АН 10.57 Благословенный сказал, монахи, эти десять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. 10. Какие десять? 1. Восприятие непостоянства, 2. Восприятие безличности, 3. Восприятие смерти, 4. Восприятие отвратительности еды, 5. Восприятие невосхищения целым миром, 6. Восприятие скелета, 7. Восприятие червивого трупа, 8. Восприятие синевата-багрового трупа, 9. Восприятие расчлененного трупа, 10. Восприятие вздутого трупа. Эти десять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Мулла сутта, корни А.Н. 10.58 Благословенный сказал, монахи, странники-приверженцы других учений могут спросить вас, в чем, друзья, коренятся все вещи? Через что они проявляются? Из чего они возникают? В чем они сходятся? Чем они возглавляются? Что ими управляют? Что является их надзирателем? Что является их сердцевиной? В чем они достигают высшей точки? Что является их завершением? Будучи спрошенными так, как бы вы им ответили? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, если странники приверженцы других учений и спросит вас, в чем, друзья, коренятся все вещи? То вот как вам следует ответить, друзья, один, все вещи коренятся в желании. Два, они проявляются через внимание. Три, они возникают из контакта. Четыре, они сходятся в чувстве. Пять, они возглавляются сосредоточением. Шесть, ими управляет осознанность. Семь, их надзирателем является мудрость. Восемь, их сердцевиной является освобождение. Девять, они достигают высшей точки в бессмертном. Десять, их завершением является неббана. Один. Будучи спрошенными так, монахи, вот как вам следует ответить тем странникам-приверженцам других учений. Один. На предмет пояснения этих утверждений смотри примечание к Айону 8.83. Падбаджа сутта, уход в бездомную жизнь. Айон 10.59. Благословенный сказал, поэтому, монахи, вот как вам следует тренировать себя, наши умы будут укреплены в соответствии с духом нашего ухода в бездомную жизнь, и возникшие неблагие качества не будут овладевать нашими умами. Один, наши умы будут укреплены восприятием непостоянства. Два, наши умы будут укреплены восприятием безличности. Три, наши умы будут укреплены восприятием непривлекательности. Четыре, наши умы будут укреплены восприятием опасности. Пять, мы будем знать ровные ухабистые пути мира, один, и наши умы будут укреплены восприятием этого. Шесть, мы будем знать проявления и уничтожения мира, и наши умы будут укреплены восприятием этого. 7. Мы будем знать происхождение и исчезновение мира, и наши умы будут укреплены восприятием этого. 8. Наши умы будут укреплены восприятием оставления. 9. Наши умы будут укреплены восприятием бесстрастия. 10. Наши умы будут укреплены восприятием прекращения. Вот так вам следует тренировать себя. Когда ум монаха был укреплен в соответствии с духом его ухода в бездомную жизнь, и возникшие неблагие качества не овладевают его умом, когда его ум был укреплен восприятием непостоянства прекращения, то в его случае можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если имеется остаток цепляния, состояние невозвращения. Один, комментарий поясняет, что речь идет о понимании благого и неблагого поведения. Геремананда сутта, Геремананда. АН 1060. Однажды благословенный пребывал в Саватхи в Рощаджеты в монастыре Анатхайпиндики. В то время достопочтенный Геремананда был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда достопочтенный Ананда отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, достопочтенный Геремананда нездоров, поражен болезнью, серьезно болен». Было бы хорошо, если бы благословенный из сострадания навестил его. Если, Ананда, ты сам навестишь монаха Геремананду и поговоришь с ним о десяти восприятиях, то может произойти так, что если он услышит о них, его болезнь немедля отступит. О каких десяти, А восприятие непостоянства, восприятие безличности, восприятие непривлекательности, восприятие опасности, восприятие оставления, восприятие бесстрастия, восприятие прекращения, восприятие невосхищения целым миром, восприятие непостоянства во всех обусловленных феноменах и осознанности к дыханию. Один, и что такое, Ананда, восприятие непостоянства? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, монах рассматривает так, форма непостоянна, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формация ума непостоянны, сознание непостоянно. Так он пребывает, созерцая непостоянство в этих пяти совокупностях, подверженных цеплянью. Это называется восприятием непостоянства. Два, и что такое, ананда, восприятие безличностя? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, монах рассматривает так, глаз безличностен, форма без личностны, ухо без личностны, звуки без личностны, нос без личностен, запахи без личностны, язык без личностен, вкусы без личностны, тело без личностна, тактильные ощущения без личностны, ум без личностен, ментальные феномены без личностны. Так он пребывает, созерцая без личностность в этих шести внутренних и внешних сферах чувств. Это называется восприятием без личностности. Три, и что такое, ананда, восприятие непривлекательности? Вот монах пересматривает это самое тело снизу вверх, с подошвь ступней, и сверху вниз с кончиков волос головы, обернутой кожей, полной разнообразных нечистот, в этом самом теле есть волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, толстые кишки, тонкие кишки, содержимое желудка, фекалия, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, кожное масло, слюна, слизь, суставная жидкость, моча. Так он пребывает, созерцая непривлекательность в этом теле. Это называется восприятием непривлекательности. И что такое, ананда, восприятие опасности? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, монах рассматривает так, это тело, источник боли и опасности. Ведь все виды недугов возникают в этом теле, а именно, болезни глаза, болезни внутреннего уха, болезни носа, болезни языка, болезни тела, болезни головы, болезни внешнего уха, болезни рта, болезни зубов, кашель, астма, простуда, лихорадка, жар, боль в животе, обморок, дизентерия, колики, холера, проказа, фурункулы, экзема, туберкулез, эпилепсия, стригущий лишай, зуд, струпья, ветряная оспа, чесотка, кровотечения, диабет, геморрой, рак, свищ, болезни, возникающие из-за желчи, слизи, ветров, их сочетания, болезни из-за смены погоды, болезни из-за неухоженности, болезни из-за нападений, болезни из-за созревания результата камы, а также холод, жара, голод и жажда, дефекации и мочи и спусканий. Так он пребывает, созерцая опасность в этом теле. Это называется восприятием опасности. 5. И что такое, ананда, восприятие и оставление? Вот монах не терпит возникшую мысль, вызванную чувственным желанием. Он отбрасывает ее, рассеивает ее, устраняет ее, уничтожает ее. Он не терпит возникшую мысль, вызванную недоброжелательностью. Не терпит возникшую мысль о причинении вреда. Не терпит неблагих состояний ума каждый раз, как они возникают. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Это называется восприятием оставления. 6. И что такое, ананда, восприятие бесстрастия? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, монах рассматривает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неблана. 1. Это называется восприятием бесстрастия. 7. И что такое, ананда, восприятие прекращения? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, монах рассматривает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неблана. Это называется восприятием прекращения. 8. И что такое, ананда, восприятие невосхищения целым миром? Вот монах воздерживается от какого-либо вовлечения и цепляния, умственных позиций, приверженности, скрытых склонностей в отношении мира, 2. Отбрасывает их, не цепляясь за них. Это называется восприятием невосхищения целым миром. 9. И что такое, ананда, восприятие непостоянства во всех обусловленных феноменах? Вот монах испытывает испуг, немилость, омерзение ко всем обусловленным феноменам. Это называется восприятием непостоянства во всех обусловленных феноменах. 10. И что такое, ананда, осознанность к дыханию? Вот, уйдя в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, монах садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох, или, делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Он тренируется так, ощущая все тело, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая восторг, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая удовольствие, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, радуя ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, радуя ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, сосредоточивая ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, освобождая ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая непостоянство, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. 4. Это называется осознанностью к дыханию. Если, Ананда, ты навестишь монаха Геремананду и поговоришь с ним о десяти восприятиях, то может произойти так, что если он услышит о них, его болезнь немедля отступит. И затем, после того как Достопочтенный Ананда выучил эти десять восприятий у Благословенного, он направился к Достопочтенному Геремананде и поговорил с ним о них. Когда Достопочтенный Геремананда услышал об этих десяти восприятиях, его болезнь тут же утихла. Достопочтенный Геремананда исцелился от той болезни. Вот каким образом он вылечился от своей болезни. 1. Примечание переводчика С.В. Этой формулой в суттах описывается прямое видение Лениббаны. Например, смотри. А.Н. 11.18. По заметке достопочтенного Бодхи, это восприятие, а также, аналогичное, следующий, в Весудхимагге обозначается как восприятие покоя, у Пасаманусати. 2. Смотри пояснение, например, в С.Н. 22.3. 3. Не совсем понятно, как это объяснение связано с темой непостоянства. В некоторых манускриптах оно именуется иначе, как восприятие и отсутствие желания ко всем обусловленным феноменам, что лучше подходит к этому объяснению. 4. Пояснение смотри в примечаниях К.С.Н. 54.1. А.Н. 10.61. Благословенный сказал, монахи, первого момента невежества не увидеть, благодаря чему можно было бы сказать, прежде невежества не было, затем оно появилось. Но, монахи, хотя так сказано, тем не менее, можно увидеть, что у невежества есть особая причина. Невежество, монахи, имеет свое питание. Оно не без питания. И что является питанием невежества? 5. Помех. 1. Так следует ответить. У пяти помех, монахи, есть питание, они не без питания. И что является питанием пяти помех? 3. Виды неправильного поведения. 2, так следует ответить. У трех видов неправильного поведения, монахи, есть питание. Они не без питания. И что является питанием трех видов неправильного поведения? Недостаток сдержанности чувств, 3, так следует ответить. У недостатка сдержанности чувств, монахи, есть питание. Он не без питания. И что является питанием недостатка сдержанности чувств? Недостаток осознанности и бдительности, так следует ответить. У недостатка осознанности и бдительности, монахи, есть питание. Он не без питания. И что является питанием недостатка осознанности и бдительности? Немудрое внимание, четыре, так следует ответить. У немудрого внимания, монахи, есть питание. Оно не без питания. И что является питанием немудрого внимания? Недостаток веры, так следует ответить. У недостатка веры, монахи, есть питание. Он не без питания. И что является питанием недостатка веры? Слушание того, что не является подлинной Дхаммой, так следует ответить. У слушания того, что не является подлинной Дхаммой, монахи, есть питание. Оно не без питания. И что является питанием слушания того, что не является подлинной Дхаммой? Общение с неправильными людьми, так следует ответить. Точно таким же образом, монахи, общение с неправильными людьми ведёт к преобладанию слушания того, что не является подлинной Дхаммой. Слушание того, что не является подлинной Дхаммой, ведёт к преобладанию недостатка веры. Недостаток веры ведёт к преобладанию немудрого внимания. Немудрое внимание ведёт к преобладанию недостатка осознанности и бдительности. Недостаток осознанности и бдительности ведёт к преобладанию недостатка сдержанности чувств. Недостаток сдержанности чувств ведёт к преобладанию трёх видов неправильного поведения. Три вида неправильного поведения ведут к преобладанию пяти помех. Пять помех ведут к преобладанию невежества. Таким образом, все это является питанием для невежества, и таким образом это ведет к преобладанию невежества. Монахи, подобно тому, как дождь проливается на вершины гор, и водяные потоки устремляются вниз по склонам, наполняя расселены, овраги, ручьи. Когда расселены, овраги и ручьи переполнены, они наполняют пруды. Когда пруды переполнены, они наполняют озера. Когда озера переполнены, они наполняют речушки. Когда речушки переполнены, они наполняют полноводные реки. Когда полноводные реки переполнены, они наполняют Великий океан. Таким образом все это является питанием для океана, и таким образом наполняется океан. Точно так же имеется питание для невежества, и таким образом это ведет к преобладанию невежества. Точно так же, монахи, общение с неправильными людьми ведет к преобладанию слушания того, что не является подлинной Дхаммой. Таким образом все это является питанием для невежества, и таким образом это ведет к преобладанию невежества. Монахи, один, освобождение посредством прямого знания, я говорю вам, также имеет питание. Оно не без питания. И что является питанием освобождения посредством прямого знания? Два, семь факторов просветления, пять, так следует ответить. Семь факторов просветления, монахи, также имеют питание. Они не без питания. И что Что является питанием семи факторов просветления? Три, четыре основы осознанности, шесть, так следует ответить. Четыре основы осознанности, монахи, также имеют питание. Они не без питания. И что является питанием четырех основ осознанности? Четыре, три вида правильного поведения, так следует ответить. Три вида правильного поведения, монахи, также имеют питание. Они не без питания. И что является питанием трех видов правильного поведения? 5. Сдержанность чувств, так следует ответить. Сдержанность чувств, монахи, также имеют питание. Она не без питания. И что является питанием сдержанности чувств? 6. Осознанность и бдительность, так следует ответить. Осознанность и бдительность, монахи, также имеют питание. Они не без питания. И что является питанием осознанности и бдительности? 7. Мудрое внимание, так следует ответить. Мудрое внимание, монахи, также имеет питание. Оно не без питания. И что является питанием мудрого внимания? 8. Вера, так следует ответить. Вера, монахи, также имеет питание. Она не без питания. И что является питанием веры? 9. Слушание подлинной дхаммы, так следует ответить. Слушание подлинной дхаммы, монахи, также имеет питание. оно не без питания. И что является питанием слушания подлинной дхаммы? 10. Общение с правильными людьми, так следует ответить. Точно таким же образом, монахи, общение с правильными людьми ведёт к преобладанию слушания подлинной дхаммы. Слушание подлинной дхаммы ведёт к преобладанию веры. Вера ведёт к преобладанию мудрого внимания. Мудрое внимание ведёт к преобладанию осознанности и бдительности. Осознанность и бдительность ведут к преобладанию сдержанности чувств. Сдержанность чувств ведет к преобладанию трех видов правильного поведения. Три вида правильного поведения ведут к преобладанию четырех основ осознанности. Четыре основы осознанности ведут к преобладанию семи факторов просветления. Семь факторов просветления ведут к преобладанию освобождения посредством прямого знания. Таким образом все это является питанием для освобождения посредством прямого знания, и таким образом это ведет к преобладанию прямого знания. Монахи, подобно тому, как дождь проливается на вершины гор, и водяные потоки устремляются вниз по склонам, наполняя расселены, овраги, ручьи. Когда расселены, овраги и ручьи переполнены, они наполняют пруды. Когда пруды переполнены, они наполняют озера. Когда озера переполнены, они наполняют речушки. Когда речушки переполнены, они наполняют полноводные реки. Когда полноводные реки переполнены, они наполняют Великий океан. Таким образом, все это является питанием для океана, и таким образом наполняется океан. Точно так же имеется питание для освобождения посредством прямого знания, и таким образом это ведет к преобладанию освобождения. Точно так же, монахи, общение с правильными людьми ведет к преобладанию слушания подлинной Дхаммы. Таким образом все это является питанием для освобождения посредством прямого знания, и таким образом это ведет к преобладанию прямого знания. 1. Попанча Неварана. Подробнее смотри здесь. 2. Неблагое поведение телом, речью, умом. 3. Сдержанность и контроль, чтобы через зрение, осязание, слух и т.д. в уме не возникли неблагие состояния ума, жажда, раздражение и т.д. 4. Айнисамонасикара. Как поясняет переводчик данной сутты Пиатан, подобное внимание означает непонимание трех характеристик существования, непостоянства, безличностность, страдательность, в пределах рассматриваемой темы. Соответственно, наоборот Айнисамонасикара означает внимание с пониманием трех характеристик рассматриваемой темы. 5. Батчханга. Это семь качеств, осознанность, сати, исследование тхам, тхаммавача, усердие, вере, восторг, питие, безмятежность, пассаттхе, сосредоточение, саматхе, невозмутимость, упекхо. Смотри подробнее определение пяти помех. 6. Сатипаттханы, осознанность, направленное на тело, чувство, ум, ментальные феномены. Ахара-танха-сутта, питание и жажды. А.Н. 10.62. Благословенный сказал, монахи, первого момента жажды к существованию не увидеть, благодаря чему можно было бы сказать, прежде жажды к существованию не было, затем она появилась. Но, монахи, хотя так сказано, тем не менее, можно увидеть, что у жажды к существованию есть особая причина. Жажда к существованию, монахи, имеет свое питание. Она не без питания. И что является питанием жажды к существованию? Невежество, так следует ответить. У невежества, монахи, есть питание, оно не без питания. И что является питанием невежества? Пять помех, так следует ответить. У пяти помех, монахи, есть питание, они не без питания. И что является питанием пяти помех? Три вида неправильного поведения, так следует ответить. У трех видов неправильного поведения, монахи, есть питание, они не без питания. И что является питанием трех видов неправильного поведения? Недостаток сдержанности чувств, так следует ответить. ответить. У недостатка сдержанности чувств, монахи, есть питание. Он не без питания. И что является питанием недостатка сдержанности чувств? Недостаток осознанности и бдительности, так следует ответить. У недостатка осознанности и бдительности, монахи, есть питание. Он не без питания. И что является питанием недостатка осознанности и бдительности? Немудрое внимание, так следует ответить. У немудрого внимания, монахи, есть питание. Оно не без питания. И что является питанием немудрого внимания? Недостаток веры, так следует ответить. У недостатка веры, монахи, есть питание. Он не без питания. И что является питанием недостатка веры? Слушание того, что не является подлинной Дхаммой, так следует ответить. У слушания того, что не является подлинной Дхаммой, монахи, есть питание. Оно не без питания. И что является питанием слушания того, что не является подлинной Дхаммой? Общение с неправильными людьми, так следует ответить. Точно таким же образом, монахи, общение с неправильными людьми ведет к преобладанию слушания того, что не является подлинной Дхаммой. Слушание того, что не является подлинной Дхаммой, ведет к преобладанию недостатка веры. Недостаток веры ведет к преобладанию немудрого внимания. Немудрое внимание ведет к преобладанию недостатка осознанности и бдительности. Недостаток осознанности и бдительности ведет к преобладанию недостатка сдержанности чувств. Недостаток сдержанности чувств ведет к преобладанию трех видов неправильного поведения. Три вида неправильного поведения ведут к преобладанию пяти помех. Пять помех ведут к преобладанию невежества. Невежество ведет к преобладанию жажды к существованию. Таким образом все это является питанием для жажды к существованию. И таким образом это ведет к преобладанию жажды к существованию. Монахи, подобно тому, как дождь проливается на вершины гор, и водяные потоки устремляются вниз по склонам, наполняя расселены, овраги, ручьи. Когда расселены, овраги и ручьи переполнены, они наполняют пруды. Когда пруды переполнены, они наполняют озера. Когда озера переполнены, они наполняют речушки. Когда речушки переполнены, они наполняют полноводные реки. Когда полноводные реки переполнены, они наполняют Великий Океан. Таким образом, все это является питанием для океана, и таким образом наполняется океан. Точно так же имеется питание для жажды к существованию, и таким образом это ведет к преобладанию жажды к существованию. Точно так же, монахи, общение с неправильными людьми ведет к преобладанию слушания того, что не является подлинной Дхаммой. Таким образом, все это является питанием для жажды к существованию, и таким образом это ведет к преобладанию жажды к существованию. Монахи, 1.10, освобождение посредством прямого знания, я говорю вам, также имеет питание. 1. Таким образом, все это является питанием для освобождения посредством прямого знания, и таким образом это ведет к преобладанию прямого знания. 1. Этот фрагмент в точности идентичен тому, что содержится в предыдущей сутте АН 10.61. Нитха сутта, уверенность. АН 10.63. Благословенный сказал, монахи, те, кто достиг уверенности в отношении меня, совершенны в воззрении. Из тех, кто совершенен в воззрении их, пятеро достигают цели в этом мире и пятеро достигают цели, покинув этот мир. 1. И кто эти пятеро, которые достигают цели в этом мире? 1. Достигающий за семь жизней максимум, 2. Идущий из семьи в семью, 3. Восходящий лишь один раз, 2. 4. Однажды возвращающийся, 5. И тот, кто уже в этой самой жизни, Арахант. Эти пятеро достигают цели в этом мире. И кто эти пятеро, которые достигают цели, покинув этот мир? 6. Достигающий Ниббаны в промежутке, 7. Достигающий Ниббаны по приземлению, 8. Достигающий Ниббаны без усилия, 9. Достигающий Ниббаны с усилием, 10. Направляющийся вверх к высшему миру чистых обители Аконитхи. 3. Эти пятеро достигают цели, покинув этот мир. Все те, монахи, кто достиг уверенности в отношении меня, совершенны в воззрении. Из тех, кто совершенен в воззрении их, первые пятеро достигают цели в этом мире, а последние пятеро достигают цели, покинув этот мир. 1. Здесь идет игра слов на пали. Достиг уверенности в отношении меня, майонитхангата, это идиома, означающий, что человек достиг прочной веры в Будду, что является характеристикой вступившего в поток. Но нитха также означает цель, то есть, араханство. Поэтому уверенность в отношении Будды характеризует достижение вступления в поток, а достижение цели характеризует обретение араханства. Комментарий поясняет, что фраза «достигают цели в этом мире» означает достижение араханства в этом самом мире. Очевидно, речь идет о мире чувств, так как вступивший в поток и однажды возвращающийся, могут достичь цели в небесном мире, а не обязательно в мире людей. А фраза «покинув этот мир», комментируется как «в чистых обителях мира Брахм». 2. Смотри. АН 3.88, а также СН 48.24. 3. Смотри. АН 7.55, а также АН 3.87.88. Овечья сутта, непоколебимый. АН 10.64. Благословенный сказал, монахи, те, кто обладают непоколебимой уверенностью по отношению ко мне, являются вступившими в поток. 1. Из этих вступивших в поток пятеро достигают цели в этом мире и пятеро достигают цели, покинув этот мир. 2. Из этих вступивших в поток, первые пятеро достигают цели в этом мире, а последние пятеро достигают цели, покинув этот мир. Один, здесь под фразой, вступивший в поток, понимаются все виды благородных учеников. Два, фрагмент сутты идентичен тому, что идет в предыдущей сутте, А.Н. 10.63. Патхама Сукха Сутта, Счастье 1. А.Н. 10.65. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в стране магатхов возле Налакагамаке. И тогда странник Самандакани подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, что такое счастье? Что такое страдание? Перерождение, друг, это страдание. Отсутствие перерождения, счастье. Когда есть перерождение, то можно ожидать этих страданий, 1. Холода, 2. Жары, 3. Голода, 4. Жажды, 5. Испражнения, 6. Мочи и спускания, 7. Боль от огня, 8. От побития палками, 9. От ударов ножами, 10. И можно ожидать, что родственники и друзья сговорятся и станут бронить тебя. Когда есть перерождение, то можно ожидать этих страданий. Когда нет перерождения, то можно ожидать этого счастья, нет холода, нет жары, нет голода, нет жажды, нет испражнения, нет мочи и спускания, нет боли от огня, нет боли от побития палками, нет боли от ударов ножами, и можно ожидать, что родственники и друзья не сговорятся и не станут бронить тебя. Когда нет перерождения, то можно ожидать этого счастья. Дутие Сукха Сутта, Счастье 2 АН 10.66 Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в стране магадхов возле Налакагамаке. И тогда странник Самандакани подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, что является счастьем в этой Дхамме Винае, а что является страданием? Отсутствие удовлетворенности ведением святой жизни, друг, является страданием в этой Дхамме Винае. Довольствование ведением святой жизни является счастьем. Когда имеет место отсутствие удовлетворенности, то можно ожидать следующего страдания. Один, во время ходьбы человек не знает ни счастья, ни утешения. Два, во время стояния. Три, во время сидения. Четыре, во время лежания. Пять, будучи в деревне. Шесть, будучи в лесу. Семь, находясь у подножья дерева. Восемь, находясь в пустом жилище. Девять, находясь под открытым небом. Десять, находясь в компании монахов он не знает ни счастья, ни утешения. Когда имеет место отсутствие удовлетворенности, то можно ожидать этого страдания. Когда есть довольствование, то можно ожидать следующего счастья, во время ходьбы он счастлив и спокоен, во время стояния. Находясь в компании монахов, он счастлив и спокоен. Когда есть довольствование, то можно ожидать этого счастья. 1.1, смотри также СН 38.16 Патхама Налакапана сутта, Налакапана 1. АН 10.67 Однажды Благословенный странствовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов и достиг Касальского города под названием Налакапана. Там, возле Налакапаны, Благословенный пребывал в Царсиисовой роще. И тогда, в день у Пасадхи, Благословенный сидел в окружении Сангхи монахов. Наставив, воодушевив, вдохновив и порадовав Сангху монахов беседой о Дхамме, которую он произносил в течение большей части ночи, Благословенный, обозрев абсолютно молчаливую Сангху монахов, обратился к Достопочтенному Сарипутте, Сангха монахов лишена лени и апатии, Сарипутта. Поведай беседу о Дхамме монахам. Моя спина болит, я ее расслаблю. Да, учитель, ответил Достопочтенный Сарипутта. И затем Благословенный, расцелив четырежды сложенные внешние одеяния, лег на правый бок, приняв позу льва, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отметив для себя, когда следует вставать. Тогда Достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Ответили те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, в том, кто не имеет веры в развитие благих качеств, не имеет чувства стыда для развития благих качеств, не боится совершения проступка по отношению к развитию благих качеств, не имеет усилия для развития благих качеств, не имеет мудрости для развития благих качеств, то, будь то день или ночь, в отношении него можно ожидать лишь ухудшения, а не возрастания в благих качествах. Подобно тому, как в течение периода убывающей луны, будь то день или ночь, луна пребывает в упадке своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, в том, кто не имеет веры. А не возрастание в благих качествах. 1. Человек не имеет веры, друзья, это, случай упадка. 2. Человек не имеет чувства стыда, это, случай упадка. 3. Человек не имеет боязни совершить проступок, это, случай упадка. 4. Человек ленивый, это, случай упадка. 5. Человек немудрый, это, случай упадка. 6. Человек злобный, это, случай упадка. 7. Человек мстительный, это, случай упадка. 8. Человек с порочными желаниями, это, случай упадка. 9. Человек с плохими друзьями, это, случай упадка. 10. Человек с неправильными воззрениями, это, случай упадка. Друзья, в том, кто имеет веру, имеет чувство стыда, боится совершения проступка, имеет усилия, имеет мудрость для развития благих качеств, то, будь то день или ночь, в отношении него можно ожидать лишь возрастания, а не упадка в благих качествах. Подобно тому, как в течение периода возрастающей луны, будь то день или ночь, луна пребывает в росте своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, в том, кто имеет веру, а не упадка в благих качествах. Человек имеет веру, друзья, это, случай не упадка. Человек имеет чувство стыда, это, случай не упадка. Человек имеет боязнь совершить проступок, это, случай не упадка. Человек усердный, это, случай не упадка. Человек мудрый, это, случай не упадка. Человек не злобный, это, случай не упадка. Человек не мстительный, это, случай не упадка. Человек беспорочных желаний – это случай неупадка. Человек с хорошими друзьями – это случай неупадка. Человек с правильными воззрениями – это случай неупадка. И тогда Благословенный поднялся и обратился к Достопочтенному Сарипутте. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Сарипутта – в том, кто не имеет веры. 1. Человек с правильными воззрениями – это случай неупадка. Один, здесь Будда повторяет все, что сказал достопочтенный Сарипутта целиком. Дутия Налакапана сутта, Налакапана 2. АН 10.68. Сутта идентична предыдущей АН 10.67, но пункты номер 6 и 10 другие. 6. Человек, не склоняющий ухо к слушанию Дхаммы, это, случай упадка. 7. Человек, не удерживающий Дхамму в уме, это, случай упадка. 8. Человек, не изучающий значение Дхаммы, это, случай упадка. 9. Человек, не практикующий в соответствии с Дхаммой, это, случай упадка. 10. Человек, не прилежный в развитии благих качеств, это, случай упадка. И, соответственно, далее перечисляются следующие противоположности. Человек, склоняющий ухо, это, случай неупадка. Человек, удерживающий Дхамму в уме, это, случай неупадка. Человек, изучающий значение, это, в случае неупадка. Человек, практикующий в соответствии с Дхаммой, это, в случае неупадка. Человек, прилежный в развитии благих качеств, это, в случае неупадка. Патхама Катхавайтфу Сутта, темы для обсуждения 1. А.Н. 10.69 Однажды благословенный пребывал в Савайтфе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И тогда, после приема пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, группа монахов собралась в зале для собраний. Они сидели там, пускаясь в различные бесцельные разговоры, то есть, беседы о царях, о ворах, о царских министрах, об армиях, об опасностях, о войнах, о еде, о напитках, об украшениях и постелях, о гирляндах и благовониях, о родне, транспорте, деревнях, селениях, городах и странах, о женщинах, о героях, о слухах с улицы и слухах у колодцев, о тех, кто скончался, о бесчисленных сплетнях, о мире и о морях, о том, чтобы стать тем или этим. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в зал для собраний, где сел на подготовленное сидение. Затем Благословенный обратился к монахам, «Монахи, в какое обсуждение вы были вовлечены только что, по мере того, как сидели здесь? О чем шла беседа? Учитель, после приема пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, мы собрались в зале для собраний. И, по мере того, как мы сидели здесь, мы пустились в различные бесцельные разговоры, то есть, беседы о царях. О том, чтобы стать тем или этим. Монахи, не подобает вам, ушедшим благодаря вере с домохозяйской жизнью в жизнь бездомную, пускаться в различные бесцельные разговоры, то есть, беседы о царях. О том, чтобы стать тем или этим. «Монахи, есть десять тем для обсуждений. Какие десять? Этой беседы, один, о малом количестве желаний, два, 2, о довольствовании тем, что есть, 3, об уединении, 4, об отсутствии связанности с другими, 5, о зарождении усердия, 6, о нравственном поведении, 7, о сосредоточении, 8, о мудрости, 9, об освобождении, 10, о знании и видении и освобождении. Таковы десять тем для обсуждений. Если, монахи, вы будете пускаться в обсуждение любой из этих десяти тем, то ваше сияние превзойдет даже сияние солнца и луны, таких мощных и могущественных светил, что уж говорить о сиянии странников-приверженцев иных учений. Дутия Катхаваттфу Сутта, темы для обсуждений 2. АН 10.70. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда, после приема пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, группа монахов собралась в зале для собраний. Они сидели там, пускаясь в различные бесцельные разговоры, то есть, беседы о царях. 1. О том, чтобы стать тем или этим. Благословенный, узнав об этом, сказал, «Монахи, есть эти десять оснований для похвалы». Какие десять? 1. Монах сам имеет мало желания говорить с монахами о малом количестве желаний. Таково основание для похвалы. Монах сам имеет мало желания говорить с монахами о малом количестве желаний. 2. Монах сам довольствуется тем, что есть, и говорит с монахами о довольствовании тем, что есть. Таково основание для похвалы. 3. Монах сам уединяется и говорит с монахами об уединении. Таково основание для похвалы. 4. Монах сам не связан с другими и говорит с монахами об отсутствии связанности с другими. Таково основание для похвалы. 5. Монах сам усерден и говорит с монахами о зарождении усердия. Таково основание для похвалы. 6. Монах сам совершенен в нравственном поведении и говорит с монахами о совершенстве в нравственном поведении. Таково основание для похвалы. 7. Монах сам совершенен в сосредоточении и говорит с монахами о совершенстве в сосредоточении. Таково основание для похвалы. 8. Монах сам совершенен в мудрости и говорит с монахами о совершенстве в мудрости. Таково основание для похвалы. 9. Монах сам совершенен в освобождении и говорит с монахами о совершенстве в освобождении. Таково основание для похвалы. 10. Монах сам совершенен в знании, видении и освобождении и говорит с монахами о совершенстве в знании, видении и освобождении. Таково основание для похвалы, монах сам совершенен в знании и видении освобождения и говорит с монахами о совершенстве в знании и видении освобождения. Таковы, монахи, десять оснований для похвалы. Один, список тем такой же, как в предыдущей сутте А.Н. 10.69. Акангха сутта, пожеланий. А.Н. 10.71. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в Рощаджеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, соблюдайте нравственное поведение и соблюдайте Патимокху. Пребывайте, обуздывая себя Патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, тренируйтесь в них. Один, если монах желает, пусть я буду нравиться и пусть буду приятен моим товарищам монахам, пусть буду уважаем и почитаемыми, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение, пусть будет предан внутреннему успокоению ума, не пренебрегает Джханме, обладает прозрением и уединяется в пустых жилищах. Два, если монах желает, пусть я буду получать одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных монахов, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. Три, если монах желает, пусть услуги тех людей, чьими одеяниями, едой, лекарствами и обеспечением для больных монахов я пользуюсь, принесут им великий плод и пользу, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. Четыре, если монах желает, когда мои умершие родственники и члены семьи после смерти вспоминают обо мне с доверием в своих умах, то пусть это принесет им великий плод и пользу, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. 5. Если монах желает, пусть я буду довольствоваться любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных монахов, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. 6. Если монах желает, пусть я буду терпеливо переносить холод и жару, голод и жажду, встречу с мухами, комарами, ветром, палящим солнцем и змеями, а также с грубыми и оскорбительными речами. Пусть я смогу выдерживать возникшее болезненное телесное чувство, мучительное, острое, пронзающее, раздирающее, неприятное, высасывающее жизненную силу, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. 7. Если монах желает, пусть я буду тем, кто покоряет недовольство и наслаждение, и пусть недовольство и наслаждение не покоряют меня. Пусть я сумею одолеть недовольство и наслаждение, как только они возникнут, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. 8. Если монах желает, пусть я буду тем, кто покоряет ужас и страх, и пусть ужас и страх не покоряют меня. Пусть я сумею одолеть ужас и страх, как только они возникнут, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. 9. Если монах желает, пусть я достигну пожеланию, без сложностей и проблем, четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями в этой самой жизни, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение. Уединяется в пустых жилищах. 10. Если монах желает, пусть я за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, смогу войти и пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то тогда пусть он исполнит нравственное поведение, пусть будет предан внутреннему успокоению ума, не пренебрегает джханами, обладает прозрением и уединяется в пустых жилищах. Когда так было сказано, монахи, соблюдайте нравственное поведение и соблюдайте Патимокху. Пребывайте, обуздывая себя Патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, тренируйтесь в них, то в отношении этого так было сказано. Контака сутта, Шипы. А.Н. 10.72. Однажды Благословенный пребывал в Весале в зале со строконечной крышей в Великом лесу вместе с некоторыми очень известными старшими учениками, достопочтенным Чалой, достопочтенным Упачалой, достопочтенным Какатой, достопочтенным Катимбхой, достопочтенным Катой, достопочтенным Катисангой и другими очень хорошо известными старшими учениками. И в то время группа очень хорошо известных Личхави въехала в Великий Лес, чтобы повидать Благословенного. По мере того, как они ехали друг за другом в своих прекрасных экипажах, они создавали ужасный шум и гул. И тогда мысль пришла к тем достопочтенным, группа очень хорошо известных Личхави въехала в Великий Лес, чтобы повидать Благословенного. По мере того, как они едут друг за другом в своих прекрасных экипажах, они создают ужасный шум и гул. А Благословенный называл шум шапом для Чжхан. Почему бы нам не отправиться в саловый лес Гасинге? Там мы будем пребывать в покое, без шума и какой-либо толпы. И тогда те достопочтенные отправились в саловый лес Гасинге, где пребывали в покое, без шума и толпы. И тогда благословенный обратился к монахам, Монахи, где Чала? Где Упачала? Где Каката? Где Катимбха? Где Ката? Где Катисанга? Куда ушли эти старшие ученики? Учитель, мысль пришла к тем достопочтенным, группа очень хорошо известных Личхави въехала в великий лес. Почему бы нам не отправиться в саловый лес Гасинге? Там мы будем пребывать в покое, без шума и какой-либо толпы. И поэтому они отправились в саловый лес Гасинге, где пребывают в покое, без шума и толпы. Хорошо, хорошо, монахи. Эти великие ученики говорили правильно, когда сказали, что я называл шум шипом для джхан. Монахи, есть эти десять шипов. Какие десять? Один, наслаждение компании является шипом для того, кто наслаждается затворничеством. Два, стремление к привлекательным объектам является шипом для того, кто настроен на медитацию на характеристики непривлекательности. Три, неуместное зрелище является шипом для того, кто охраняет двери органов чувств. Четыре, общение с женщинами является шипом для ведения целомудренной жизни. Пять, шум является шипом для первой джханы. 6. Направление удержания ума на объекте медитации является шипом для второй джханы. 7. Восторг является шипом для третьей джханы. 8. Вдох и выдох являются шипом для четвертой джханы. 9. Восприятие и чувствование является шипом для достижения прекращения восприятия и чувствования. 10. Жажда – это шип, злоба – это шип, заблуждение – это шип. Пребывайте без шипов, монахи. У арахантов нет шипов. Араханты без шипов. У арахантов нет шипов, и они без шипов. Итха сутта – желанное. АН 10.73 Благословенный сказал, монахи, есть десять вещей, желанных, приятных и редко обретаемых в мире. Какие десять? 1. Богатство, желанное, приятное и редко обретаемое в мире. 2. Красота. 3. Здоровье. 4. Нравственное поведение. 5. Целомудрие. 6. Друзья. 7. Ученость. 8. Мудрость. 9. Хорошее качество. 10. Небесные миры, желанные, приятные и редко обретаемые в мире. Таковы десять вещей, желанных, приятных и редко обретаемых в мире. Есть и те иные десять вещей, монахи, которые являются преградой этим десяти вещам, которые желанны, приятные и редко обретаемые в мире. 10. Лень и отсутствие инициативы являются преградой для богатства. 11. Отсутствие украшения и наведения красоты являются преградой для красоты. 12. Совершение неполезного является преградой для здоровья. 13. Плохие друзья являются преградой для нравственного поведения. 14. Отсутствие сдержанности органов чувств является преградой для целомудрия. 15. Двуличность является преградой для дружбы. 16. Отсутствие декламации и вслух по памяти является преградой для учености. 1. Нежелание слушать и задавать вопросы является преградой для мудрости. Отсутствие усилия и недостаток рассмотрения являются преградой для хороших качеств. Неправильная практика является преградой для небесных миров. Таковы иные десять вещей, монахи, которые являются преградой этим десяти вещам, которые желанны, приятны и редко обретаемы в мире. Есть эти еще другие десять вещей, монахи, которые являются питанием для этих десяти вещей, которые желанны, приятны и редко обретаемы в мире. Прилежание и инициатива являются питанием для богатства. Украшение и наведение красоты являются питанием для красоты. Совершение полезного является питанием для здоровья. Хорошие друзья являются питанием для нравственного поведения. Сдержанность органов чувств является питанием для целомудрия. Искренность является питанием для дружбы. Декламация вслух по памяти является питанием для учености. Желание слушать и задавать вопросы является питанием для мудрости. Усилие и рассмотрение являются питанием для хороших качеств. Правильная практика является питанием для небесных миров. Таковы еще другие десять вещей, монахи, которые являются питанием для этих десяти вещей, которые желанны, приятны и редко обретаемы в мире. Один, примечание переводчика С.В., имеется в виду заучивание монахами текстов учений, их постоянное повторение вслух по памяти. В более общем смысле можно понимать этот пункт как отсутствие повторения того, что ты выучил или изучил. В Аптхи Сутта, Возрастание А.Н. 10.74 Благословенный сказал, монахи, возрастая в десяти областях роста, ученик благородных возрастает благородным ростом, впитывает суть и лучшее из этой жизни. В каких десяти? Он возрастает, один, в полях и землях, два, в богатстве и зерне, три, в женах и детях, четыре, в рабах, рабочих и слугах, пять, в крупном рогатом скоте, шесть, вере, семь, в нравственности, восемь, в учености, девять, в щедрости, десять, в мудрости. Возрастая в этих десяти областях роста, ученик благородных возрастает благородным ростом, впитывает суть и лучшее из этой жизни. И далее он добавил, тот, кто растет в богатстве и зерне, в скотине, в женах, в сыновьях, тот и богат, и уважаем, его чтят и царь, и родственники, и друзья. И этот самый мудрый человек, кто в вере, в нравственности все растет, а также в мудрости, учености, даянии, растет обоими путями в жизни этой. Мегасала сутта, Мегасала. АН 10.75. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, Достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и одеяние и отправился к дому мирянки Мегасалы, где сел на подготовленное для него сидение. Затем мирянка Мегасала подошла к Достопочтенному Ананде, поклонилась ему, села рядом и сказала, «Господин Ананда, так как же следует понимать учение благословенного, когда некто ведет целомудренную жизнь, а другой нецеломудренную, но оба имеют в точности одинаковую участь в будущей жизни?» Мой отец Пурана вел целомудренную жизнь, жил отдельно, воздерживался от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Когда он скончался, то благословенный объявил, он достиг состояния однажды возвращающегося, переродился среди божеств небесного мира Туситы. Мой дядя по отцовской линии, Исидатта, не вел целомудренной жизни, а жил, довольствуясь жизнью женатой. Когда он скончался, то благословенный также объявил, он достиг состояния однажды возвращающегося, переродился среди божеств небесного мира Туситы. Господин Ананда, так как же следует понимать учение благословенного, когда некто ведет целомудренную жизнь, а другой нецеломудренную, но оба имеют в точности одинаковую участь в будущей жизни? Ну вот так, сестра, благословенный объявил об этом. И затем, когда достопочтенный Ананда получил еду в доме Мегасалы, он поднялся со своего сидения и ушел. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, утром я оделся, взял чашу одеяния и отправился к дому мирянки Мегасалы. Когда она спросила меня об этом, я ответил, ну вот так, сестра, благословенный объявил об этом. Благословенный ответил, воистину, кто она такая, эта мирянка Мегасала? Глупая, несведущая женщина с женским рассудком. И кто они, те, кто имеет прямое знание других личностей как высших или низших? 1. Ананда, есть десять типов личностей, существующих в мире. Какие десять? 1. Вот, Ананда, бывает так, что человек безнравственный не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где эта его безнравственность прекращается без остатка. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. 2. Далее, Ананда, бывает так, что человек безнравственный, но, все же, понимает в соответствии с действительностью освобождение ума, освобождение мудростью, и то, где эта его безнравственность прекращается без остатка. И он слушал учения, изучал их, проникал в них воззрением, и он достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Ананда, те, кто любит критиковать, будут судить о них так, у этого такие же качества, как и у другого. Так почему же один из них должен быть ниже, а второй, выше? И подобное их суждение воистину приведет их к вреду и страданиям на долгое время. Из них, Ананда, человек, который безнравственный, но который понимает в соответствии с действительностью освобождение ума, освобождение мудростью, достигает временного освобождения, превышает и превосходит того другого человека. И почему? Потому что его несет поток Дхаммы. Но кто может знать это различие между ними, кроме Татхагаты? Поэтому, Ананда, не делай суждений в отношении людей. Не выноси решений по людям. Те, кто выносит решения по людям, вредят самим себе. Только я, или такой как я, может выносить решения по людям. Далее, Ананда, бывает так, что человек нравственный, но, все же, не понимает в соответствии с действительностью освобождение ума, освобождение мудростью, и того, где эта его нравственность прекращается без остатка. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. 4. Далее, Ананда, бывает так, что человек нравственный понимает в соответствии с действительностью освобождения ума. Достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Ананда, те, кто любит критиковать, будут судить о них так. Только я, или такой как я, может выносить решения по людям. 5. Далее, Ананда, бывает так, что человек имеет сильную склонность к жажде, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где эта его жажда прекращается без остатка. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. 6. Далее, Ананда, бывает так, что человек имеет сильную склонность к жажде, но, все же, понимает в соответствии с действительностью освобождения ума. Достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. 7. Далее, Ананда, бывает так, что человек имеет сильную склонность к злости, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где эта его злость прекращается без остатка. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. 8. Далее, Ананда, бывает так, что человек имеет сильную склонность к злости, но, все же, понимает в соответствии с действительностью освобождения ума. Достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Далее, Ананда, бывает так, что человек беспокойный, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где эта его беспокойность прекращается без остатка. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. Далее, Ананда, бывает так, что человек беспокойный, но, все же, понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью и то, где эта его беспокойность прекращается без остатка. И он слушал учения, изучал их, проникал в них воззрением, и он достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Из них, Ананда, человек, который беспокойный, но который понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью. Достигает временного освобождения, превышает и превосходит того другого человека. И почему? Потому что его несет поток Дхаммы. Но кто может знать это различие между ними, кроме Татхагаты? Воистину, кто она такая, эта мирянка Мегасаала? Глупая, несведущая женщина с женским рассудком. И кто они, те, кто имеет прямое знание других личностей как высших или низших? Таковы десять типов личностей, что существуют в мире. Ананда, если бы Исидатта обладал тем же нравственным поведением, что и Пурана, то Пурана даже бы и не узнала о его участи. А если бы Пурана обладал той же мудростью, что и Исидатта, то Исидатта даже бы и не узнала его участи. Таким образом, Ананда, каждый из них был неполным в одном отношении. 2. Примечание переводчика СВ, Будда имеет в виду одну из особых сверхспособностей Татхагаты, входящих в так называемые десять сил, Татхагата Бала. Подробнее о них смотри в АН 10.21, в частности, шестую силу. 2. Примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет о том, что если бы Исидатта тоже вел целомудренную жизнь, то тогда он был бы полным в этом отношении. Обладая аналогичным уровнем нравственного поведения, что и Пурана, но, при этом, более развитой мудростью, он переродился бы в более высоком небесном мире, и, поэтому, Пурана так никогда и не узнал бы о его пребывании в мире Туситы, в котором они оба переродились. Аналогично, если бы Пурана обладал более высокой мудростью, такой, как у Исидатты, то его также ждал бы более высокий небесный мир, и Исидатты не узнал бы о его пребывании в мире Туситы. Абхабба сутта, не способен. АН 10.76. Благословенный сказал, монахи, если бы не было в мире этих трех вещей, то Татфагата, Арахант, полностью просветленный, не возник бы в мире, и Тхамма и Виная, им провозглашенные, не освещали бы мир. Каких трех? Один, рождение, старости и смерти. Если бы не было в мире этих трех вещей, то Татфагата, Арахант, полностью просветленный, не возник бы в мире, и Тхамма и Виная, им провозглашенные, не освещали бы мир. Но, поскольку эти три вещи существуют в мире, то Татфагата, Арахант, полностью просветленный, возникает в мире, и Тхамма и Виная, им провозглашенные, освещают мир. Два, не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить рождение, старость и смерть. Каких трех? Жажды, злобы, заблуждения. 1. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить рождение, старость и смерть. 3. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить жажду, злобу, заблуждение. Каких трех? Воззрение Я, сомнение, цепление за правила и предписание. 2. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить жажду, злобу, заблуждение. 4. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить воззрение я, сомнение, цепление за правила и предписание. Каких трех? Немудрого внимания, следования по неправильному пути, косность ума. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить воззрение я, сомнение, цепление за правила и предписание. 5. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить немудрое внимание, следовании по неправильному пути, косность ума. Каких трех? Замутненность ума, отсутствие бдительности, умственного отвлечения. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить немудрое внимание, следовании по неправильному пути, косность ума. 6. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить замутненность ума, отсутствие бдительности, умственное отвлечение. Каких трех? Недостатка желания встретиться с благородными, недостатка желания услышать благородную Дхамму, настроенный на критику ум. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить замутненность ума, отсутствие бдительности, умственное отвлечение. 7. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить недостаток желания встретиться с благородными, недостаток желания услышать благородную Дхамму, настроенный на критику ум. Каких трех? Беспокойности, несдержанности, безнравственности. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить недостаток желания встретиться с благородными, недостаток желания услышать благородную Дхамму, настроенный на критику ум. 8. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить беспокойность, несдержанность, безнравственность. Каких трех? Недостатка веры, отсутствие щедрости, лени. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить беспокойность, несдержанность, безнравственность. 9. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить недостаток веры, отсутствие щедрости, лень. Каких трех? Неуважение, трудности исправить себя, плохих друзей. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить недостаток веры, отсутствие щедрости, лень. 10. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить неуважение, трудность исправить себя, плохих друзей. Каких трех? Без стыдства, безбоязненности совершить проступок, беспечности. Не отбросив этих трех вещей, человек не способен отбросить неуважение, сложность исправить себя, плохих друзей. Монахи, тот, кто обесстыден и не боится совершить проступок, является беспечным. Кто беспечен, тот не способен отбросить неуважение, не способен отбросить трудность исправить себя, не способен отбросить плохих друзей. У кого плохие друзья, тот не способен отбросить недостаток веры, отсутствие щедрости и лень. Кто ленив, тот не способен отбросить беспокойность, несдержанность, безнравственность. Кто безнравственен, тот не способен отбросить недостаток желания встретиться с благородными, недостаток желания услышать благородную Дхамму, настроенный на критику ум. Тот, чей ум настроен на критику, не способен отбросить замутненность ума, отсутствие бдительности, умственное отвлечение. Кто отвлекается умом, тот не способен отбросить немудрое внимание, следование по неправильному пути, косность ума. Тот, у кого косный ум, не способен отбросить воззрение я, сомнений, цепляние за правила и предписания. Тот, кто имеет сомнение, не способен отбросить жажду, злобу, заблуждение. Не отбросив жажду, злобу, заблуждение, он не способен отбросить рождение, старость и смерть. 1 Монахи, отбросив эти три вещи, человек способен отбросить рождение, старость и смерть. Какие три? Жажду, злобу, заблуждение. 10 Монахи, отбросив эти три вещи, человек способен отбросить неуважение, трудность исправить себя, плохих друзей. Какие три? Бесстыдство, безбоязненность совершить проступок, беспечность. Отбросив эти три вещи, человек способен отбросить неуважение, сложность исправить себя, плохих друзей. Монахи, тот, у кого есть чувство стыда и кто боится совершить проступок, является прилежным. Кто прилежен, тот способен отбросить неуважение, способен отбросить трудность исправить себя, способен отбросить плохих друзей. У кого хорошие друзья, тот способен отбросить недостаток веры, отсутствие щедрости и лень. Кто усерден, тот способен отбросить беспокойность, несдержанность, безнравственность. Кто нравственен, тот способен отбросить недостаток желания встретиться с благородными, недостаток желания услышать благородную Дхамму, настроенный на критику ум. Тот, чей ум не настроен на критику, способен отбросить замутненность ума, отсутствие бдительности, умственное отвлечение. Кто не отвлекается умом, тот способен отбросить немудрое внимание, следовании по неправильному пути, косность ума. Тот, у кого не косный ум, способен отбросить воззрение «я», сомнение, цепление за правила и предписания. Тот, кто не имеет сомнения, способен отбросить жажду, злобу, заблуждений. Отбросив жажду, злобу, заблуждений, он способен отбросить рождение, старость и смерть. 1. Примечание переводчика С.В. Речь идет о бараханстве, что равноценно уничтожению жажды, злобы, невежества. 2. Примечание переводчика С.В. Речь идет о плоде вступления в поток, что равноценно устранению этих трех нижних оков сансары. Кака сутта, Ворона. А.Н. 10.77. Благословенный сказал, монахи, у Вороны есть десять плохих качеств. Какие десять? Она, один, разрушительная, два, нахальная, три, алчная, четыре, ненасытная, пять, жестокая, шесть, безжалостная, семь, слабая, восемь, хриплая, девять, с замутненным умом, десять, стяжательская. Ворона обладает этими десятию плохими качествами. Точно так же, порочный монах обладает десятию плохими качествами. Какими десятию? Он разрушительный, стяжательский. Порочный монах обладает этими десятию плохими качествами. Нигантха сутта, Нигантхи. Айян 10.78. Благословенный сказал, монахи, у Нигантхов есть эти десять плохих качеств. Какие десять? Нигантхи, один, не имеют веры, два, безнравственны, три, бесстыдны, четыре, не боятся совершить проступок, пять, преданы плохим людям, шесть, восхваляют себя и унижают других, семь, цепляются за своего зрения, цепляются к ним прочно и оставляют с трудом, восемь, обманщикам, и унижайщики, девять, имеют порочные желания, десять, придерживаются неправильных воззрений. У Нигантхов есть эти десять плохих качеств. Патхамаваттфу сутта, Основание 1. Айян 10.79. Благословенный сказал, монахи, существуют эти десять оснований для негодования. Какие десять? Думая, один, они сделали это, чтобы навредить мне, человек питает негодований. Два, они делают это, чтобы навредить мне. Три, они сделают это, чтобы навредить мне. Четыре, они сделали это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Пять, они делают это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Шесть, они сделают это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Семь, они сделали это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Восемь, они делают это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Девять, они сделают это ради блага того, кто немил и неприятен мне. Десять, или он начинает злиться без причины. Один. Таковы, монахи, эти десять оснований для негодования. Один, комментарий поясняет это как случай раздражения, когда кто-либо споткнулся, ударился обо что-то, и тому подобное. Дутиеватфу сутта, основания 2. АН 10.80. Благословенный сказал, монахи, существуют эти десять способов для устранения негодования. Какие десять? Думая, один, они сделали это, чтобы навредить мне, но что тут можно поделать? Человек устраняет негодование. Два, они делают это, чтобы навредить мне. Три, они сделают это, чтобы навредить мне. Четыре, они сделали это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Пять, они делают это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Шесть, они сделают это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. 7. Они сделали это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. 8. Они делают это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. 9. Они сделают это ради блага того, кто не мил и неприятен мне, но что тут можно поделать? Человек устраняет негодование. 10. Или он не злится без причины? Таковы, монахи, эти десять способов для устранения негодования. Бахуна сутта, Бахуна. А.Н. 10.81. Однажды Благословенный пребывал в Чампе на берегу Лотосового пруда Гадгары. И тогда достопочтенный Бахуна подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, от скольких вещей Татхагата освобожден, отсоединен, избавлен, так что он пребывает с умом, свободным от ограниченностей? Бахуна, поскольку Татхагата освобожден, отсоединен, избавлен от десяти вещей, он пребывает с умом, свободным от ограниченностей. Каких десяти? 1. Поскольку Татхагата освобожден, отсоединен, избавлен от формы, он пребывает с умом, свободным от ограниченностей. Поскольку Татхагата освобожден, отсоединен, избавлен от 2. Чувства. 3. Восприятие. 4. Формация ума. 5. Сознание, он пребывает с умом, свободным от ограниченностей. Поскольку Татхагат освобожден, отсоединен, избавлен от... 6. Рождение. 7. Старости. 8. Смерти. 9. Страданий. 10. Загрязнение ума. Он пребывает с умом, свободным от ограниченностей. Подобно тому, как голубой, красный или белый лотос родился в воде, вырос в воде, но, поднявшись над поверхностью воды, он более не пятнается водой, то точно так же, Бахуна, поскольку Татхагат освобожден, отсоединен, избавлен от этих десяти вещей, он пребывает с умом, свободным от ограниченностей. Ананда сутта, Ананда. АН 10.82. И тогда достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, не может быть такого, Ананда, чтобы, один, монах, не наделенный верой, достиг бы роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Два, не может быть такого, чтобы безнравственный монах, Три, монах, изучавший Дхамму мало. Четыре, монах, которого сложно исправить. Пять, монах, у которого плохие друзья. Шесть, ленивый монах. Семь, монах с замутненным умом. Восемь, монах, который недовольствуется тем, что у него есть. Девять, монах с порочными желаниями. Десять, монах, имеющий неправильное воззрение, достиг бы роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Не может быть такого, чтобы этот монах, наделенный этими десятью качествами, достиг бы роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Может быть так, Ананда, что монах, наделенный верой, достигнет роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Может быть так, что нравственный монах. Ученый монах. Монах, которого легко исправить. Монах, у которого хорошие друзья. Усердный монах. осознанный монах. Довольствующийся монах. Монах с малым количеством желаний. Монах, имеющий правильное воззрение, достигнет роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Может быть так, что монах, наделенный этими десятью качествами, достигнет роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Пуньо сутта, Пуньо. АН 10.83. И тогда достопочтенный Пуньо подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом и сказал, учитель, почему иногда Татхагата предрасположен к тому, чтобы обучать Дхамме, а иногда не предрасположен? Когда, Пуньо, один, монах наделен верой, но не подходит к нему, Татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Два, но когда монах наделен верой и подходит к нему, Татхагата предрасположен обучать Дхамме. Три, когда, Пуньо, монах наделен верой и подходит к нему, но не прислуживает ему, татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой, подходит к нему, прислуживает ему, татхагата предрасположен обучать Дхамме. 4. Когда, пунья, монах наделен верой, подходит к нему, прислуживает ему, но не задает вопросов, татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой, подходит к нему, прислуживает ему и задает вопросы, татхагата предрасположен обучать Дхамме. 5. Когда, пунья, монах наделен верой, подходит к нему, прислуживает ему, задает вопросы, но не слушает Дхамму, охотно склоняя ухо, то Дхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой, подходит к нему, прислуживает ему, задает вопросы и слушает Дхамму, охотно склоняя ухо, то Дхагата предрасположен обучать Дхамме. 6. Когда, Пуния, монах наделен верой. Но, услышав, не удерживает ее в уме, Татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой. И, услышав, удерживает ее в уме, Татхагата предрасположен обучать Дхамме. 7. Когда, Пуния, монах наделен верой. Но не изучает смысла учений, которые были удержаны в уме, Татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой. Изучает смысл учений, которые были удержаны в уме, Татхагата предрасположен обучать Дхамме. 8. Когда, пунья, монах наделен верой, но не понимает смысла и Дхаммы, и затем не практикуют в соответствии с Дхаммой, то Дхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой, понимает смысл и Дхамму, а затем практикуют в соответствии с Дхаммой, то Дхагата предрасположен обучать Дхамме. 9. Когда, пунья, монах наделен верой, но не является проповедником с хорошей подачей, одаренной речью, что изысканно, чиста, ясна, выражает суть, Татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но когда монах наделен верой, является проповедником с хорошей подачей, одаренный речью, что изысканно, чиста, ясна, выражает суть, Татхагата предрасположен обучать Дхамме. Десять, когда, пунья, монах наделен верой, но не наставляет, не воодушевляет, не вдохновляет и не радует своих товарищей монахов беседой о Дхамме, Татхагата не предрасположен обучать Дхамме. Но, Пуния, когда монах наделен верой, подходит к Татхагате, прислуживает, задает вопросы, слушает Дхамму, охотно склоняя ухо, услышав, удерживает ее в уме, изучает смысл учений, которые были удержаны в уме, понимает смысл Дхамму, а затем практикует в соответствии с Дхаммой, является проповедником с хорошей подачей, одаренной речью, что изысканно, чиста, ясна, выражает суть, и наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов беседой о Дхамме, то Дхагата предрасположен обучать Дхамме. Когда, Пуния, он наделен этими десятью качествами, то Дхагата всецело предрасположен обучать Дхамме. Би Корана сутта, заявлений АН 10.84. Там достопочтенный Махамакгаллана обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамакгаллана сказал, друзья, бывает так, когда монах заявляет о своем окончательном знании так, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Тадхагата или его ученик, достигающий джханы, умелый в достижении, умелый в умах других, умелый в направлениях умов других, задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает его разными путями. Когда Тадхагата или его ученик задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает разными путями, он в своих ответах заходит в тупик и нервничает. На него нисходит бедствие, несчастье, бедствие и несчастье. Тадхагата или его ученик, достигающий джханы, умелый в достижении, умелый в умах других, умелый в направлениях умов других, охватывает его ум своим собственным умом и смотрит, почему это достопочтенный заявил о своем окончательном знании так, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Тадхагата или его ученик, охватив его ум своим умом, понимает, один, этот достопочтенный склонен к злости и его ум часто одержим злостью. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Тадхагатой, одержимость злостью является случаем упадка. Два, этот достопочтенный враждебен и его ум часто одержим враждебностью. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость враждебностью является случаем упадка. 3. Этот достопочтенный склонен к клевете, а его ум часто одержим клеветническими измышлениями. Но в Дхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость клеветническими измышлениями является случаем упадка. 4. Этот достопочтенный надменин и его ум часто одержим надменностью. Но в Дхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость надменностью является случаем упадка. 5. Этот достопочтенный завистлив его ум часто одержим завистью. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость завистью является случаем упадка. 6. Этот достопочтенный скуп его ум часто одержим скупостью. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость скупостью является случаем упадка. 7. Этот достопочтенный коварен его ум часто одержим коварством. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость коварством является случаем упадка. 8. Этот достопочтенный лжив его ум часто одержим лживостью. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость лживостью является случаем упадка. 9. Этот достопочтенный имеет порочные желания и его ум часто одержим порочными желаниями. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, одержимость порочными желаниями является случаем упадка. 10. Когда было то, что еще нужно было сделать, этот достопочтенный остановился на пути в плане довольствования и низшим достижением отличительности. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, остановка на пути является случаем упадка. Воистину, друзья, не может быть такого, чтобы монах, не отбросивший этих десяти вещей, достиг бы роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Но может быть так, что монах, который отбросил эти десять вещей, достигнет роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Катхи Сутта, Хвастун. А.Н. 10.85. Однажды достопочтенный Махачунда пребывал в стране Читьев у Сахаджати. Там достопочтенный Махачунда обратился к монахам, друзья-монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махачунда сказал, друзья, бывает так, что монах – Хвастун. Он хвалится своими достижениями, я вхожу и выхожу из первой джханы. Я вхожу и выхожу из второй джханы. Третьей. Четвертой. Сферы безграничного пространства. Сферы безграничного сознания. Сферы отсутствия всего. Сферы невосприятия, не невосприятия. Я вхожу и выхожу из прекращения восприятия и чувствования. Татхагата или его ученик, достигающий джханы, умелый в достижении, умелый в умах других, умелый в направлениях умов других, задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает его разными путями. Когда Татхагата или его ученик задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает разными путями, он в своих ответах заходит в тупик и нервничает. На него нисходят бедствия, несчастья, бедствия и несчастья. Татхагата или его ученик, достигающий джханы, умелый в достижении, умелый в умах других, умелый в направлениях умов других, охватывает его ум своим собственным умом и смотрит, почему этот достопочтенный хвостун, хвалится своими достижениями, я вхожу и выхожу из первой джханы, вхожу и выхожу из прекращения восприятия и чувствования. Татхагата или его ученик, охватив его ум своим умом, понимает, 1. Долгое время поведение этого достопочтенного было слабым, некорректным, ущербным, запятнанным. Он непоследователен в соблюдении и следовании нравственному поведению. Этот достопочтенный безнравственен. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, безнравственность является случаем упадка. 2. Этот достопочтенный не имеет веры. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, отсутствие веры является случаем упадка. 3. Этот достопочтенный мало изучал и ведет себя неподобающе. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, слабое изучение Дхаммы является случаем упадка. 4. Этого достопочтенного сложно исправить. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, сложность исправить является случаем упадка. 5. У этого достопочтенного плохие друзья. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, плохие друзья являются случаем упадка. 6. Этот достопочтенный ленив. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, лень является случаем упадка. 7. У этого достопочтенного ум замутнен. Но в Дхамме винае, что были провозглашены Татхагатой, замутненность ума является случаем упадка. 8. Этот достопочтенный лжец. Но в Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, лживость является случаем упадка. 9. Этого достопочтенного сложно поддерживать. Но в Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, сложность поддерживать монаха является случаем упадка. Десять, этот достопочтенный не мудр. Но в Дхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, отсутствие мудрости является случаем упадка. Представьте, друзья, как если бы некий человек сказал своему товарищу, когда тебе для чего-либо понадобятся деньги, мой друг, просто попроси, и я тебе дам. И когда товарищу понадобились деньги, он сказал своему другу, мне нужны деньги, друг. Дай мне столько-то. Другой ответил бы, в таком случае, друг, копай вот здесь. Он копает, но ничего не находит. Тогда он говорит, ты солгал мне, друг. Ты говорил неправду, когда сказал мне копать здесь. Другой бы ответил, я не солгал тебе, друг, я не говорил неправды. Давай же, покопай теперь там. Он копает и там, но и там ничего не находит. И вновь он говорит, ты солгал мне, друг. Ты говорил неправду, когда сказал мне копать там. Другой ответил бы, я не солгал тебе, друг, я не говорил неправды. Давай же, «Покопай теперь еще и вот там». Он копает еще и там, но и там ничего не находит. Тогда он говорит, «Ты солгал мне, друг. Ты говорил неправду, когда сказал мне копать там». Другой ответил бы, «Я не солгал тебе, друг, я не говорил неправды. Я был помешан, был вне себя». Точно так же, друзья, бывает так, что монах – хвостун. Он хвалится своими достижениями, «Я вхожу и выхожу из первой джханы». 1. Этот достопочтенный не мудр. Но в Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, отсутствие мудрости является случаем упадка. Воистину, друзья, не может быть такого, чтобы монах, не отбросивший этих десяти вещей, достиг бы роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Но может быть так, что монах, который отбросил эти десять вещей, достигнет роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. 1. Здесь повторяется целиком вся идущая выше часть сутты. Ания сутта, окончательные знания. АН 10.86. Однажды достопочтенный Махакасапа пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. Там достопочтенный Махакасапа обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махакасапа сказал, «Друзья, бывает так, когда монах заявляет о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования». Татхагата или его ученик, достигающий джханы, умелый в достижении, умелый в умах других, умелый в направлениях умов других, задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает его разными путями. Когда Татхагата или его ученик задает ему вопросы, спрашивает его, допрашивает разными путями, он в своих ответах заходит в тупик и нервничает. На него нисходит бедствие, несчастье, бедствие и несчастье. Татхагата или его ученик, достигающий джханы, умелый в достижении, умелый в умах других, умелый в направлениях умов других, охватывает его ум своим собственным умом и смотрит, почему этот достопочтенный заявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Татхагата или его ученик, охватив его ум своим умом, понимает, этот достопочтенный переоценил себя, вообразил, будто его самооценка правильно, думает, что он достиг того, чего на самом деле не достиг, исполнил то, чего на самом деле не исполнил, добился того, чего на самом деле не добился. Из-за переоценки самого себя он заявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Татхагата или его ученик, достигающий джханы, охватывает его ум своим собственным умом и смотрит, почему этот достопочтенный переоценил себя, вообразил, будто его самооценка правильно. Из-за переоценки самого себя заявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено. Татхагата или его ученик, охватив его ум своим умом, понимает, этот достопочтенный много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал из уме и тщательно проникал в них воззрением. Поэтому этот достопочтенный переоценил себя, вообразил, будто его самооценка правильно. Из-за переоценки самого себя заявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено. Татхагата или его ученик, охватив его ум своим умом, понимает, один, этот достопочтенный полон влечения и его ум часто одержим влечением. Но в Дхамме Винае, провозглашенных Татхагатой, одержимость влечениям является случаем упадка. Два, этот достопочтенный полон недоброжелательности и его ум часто одержим недоброжелательностью. Случаем упадка. Три, этот достопочтенный предается ленью и апатии, его ум часто одержим ленью и апатией. Случаем упадка. 4. Этот достопочтенный неугомонен, его ум часто одержим неугомонностью. Случаем упадка. 5. Этот достопочтенный предается сомнению, его ум часто одержим сомнением. Случаем упадка. 6. Этот достопочтенный наслаждается работой, радуется работе, предается наслаждению работой. Но в Дхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, наслаждение работы является случаем упадка. 7. Этот достопочтенный наслаждается разговорами, радуется разговором, предается наслаждению разговорами. Случаем упадка. 8. Этот достопочтенный наслаждается сном, радуется сну, предается наслаждению сном. Случаем упадка. 9. Этот достопочтенный наслаждается компанией, радуется компанией, предается наслаждению компанией. Случаем упадка. 10. Когда есть то, что еще необходимо сделать, этот достопочтенный останавливается на пути в плане довольствования неким низшим достижением отличительности. Но в Дхамме и Винае, что были провозглашены Тадхагатой, остановка на пути является случаем упадка. Воистину, друзья, не может быть такого, чтобы монах, не отбросивший этих десяти вещей, достиг бы роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. Но может быть так, что монах, который отбросил эти десять вещей, достигнет роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винае. На Пьесутта «Дисциплинарные случаи» А.Н. 10.87 Там Благословенный обратился к монахам, подразумевая монаха Каландаку, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, «Один, бывает так, что монах является создателем дисциплинарных случаев и не восхваляет разрешение дисциплинарных случаев. Когда монах является создателем дисциплинарных случаев и не восхваляет разрешение дисциплинарных случаев, то это является качеством, не ведущим к сближению, уважению, почтению, согласию или единству». Далее, монах не желает тренировать себя и не восхваляет осуществление тренировки. Когда монах не желает, то это также является качеством, не ведущим к сближению, уважению, почтению, согласию или единству. Далее, монах имеет порочное желание и не восхваляет устранение желаний. Далее, монах склонен к злости и не восхваляет устранения злости. 5. Далее, монах клевещет на других и не восхваляет устранения клеветы. 6. Далее, монах коварен и не восхваляет устранения коварства. 7. Далее, монах лживый и не восхваляет устранения лживости. 8. Далее, монах не склонен к тому, чтобы уделять внимание учениям, и он не восхваляет уделение внимания учениям. 9. Далее, монах не склонен к затворничеству и не восхваляет затворничество. 10. Далее, монах не выражает радушия своим товарищам-монахам и не восхваляет того, кто выражает радушие. 11. Когда монах не выражает радушия своим товарищам-монахам и не восхваляет того, кто выражает радушие, то это также является качеством, не ведущим к сближению, уважению, почтению, согласию или единству. И хотя такой монах может пожелать, ох, если бы только мои товарищи-монахи чтили, уважали, ценили и почитали меня, то все равно его товарищи-монахи не чтят, не уважают, не ценят и не почитают его. И почему? Потому что его мудрые товарищи-монахи видят, что он не отбросил эти плохие, неблагие качества. Представьте, как если бы дикий жеребенок пожелал бы, ох, если бы только люди поставили бы меня на место чистокровного скакуна, кормили бы меня едой чистокровного скакуна, ухаживали бы за мной, как за чистокровным скакуном. И все равно люди не поставят его на место чистокровного скакуна, не будут его кормить едой чистокровного скакуна, не будут ухаживать за ним, как за чистокровным скакуном. И почему? Потому что мудрые люди видят, что он не отбросил своих выходок, хитростей, уловок и ухищрений. Точно так же, хотя такой монах может пожелать, «Ох, если бы только мои товарищи монахи чтили, уважали, ценили и почитали меня, то все равно его товарищи монахи не чтят, не уважают, не ценят и не почитают его». И почему? Потому что его мудрые товарищи монахи видят, что он не отбросил эти плохие, неблагие качества. Но бывает так, что монах не является создателем дисциплинарных случаев и восхваляет разрешение дисциплинарных случаев. Когда монах не является создателем дисциплинарных случаев и восхваляет разрешение дисциплинарных случаев, то это является качеством, ведущим к сближению, уважению, почтению, согласию и единству. Далее, монах желает тренировать себя и восхваляет осуществление тренировки. Далее, монах имеет мало желаний и восхваляет устранение желаний. Далее, монах не склонен к злости и восхваляет устранение злости. Далее, монах не клевещет на других и восхваляет устранение клеветы. Далее, монах не коварен и восхваляет устранение коварства. Далее, монах не лживый и восхваляет устранение лживости. Далее, монах склонен к тому, чтобы обращать внимание на учение и восхваляет уделение внимания учениям. Далее, монах склонен к затворничеству и восхваляет затворничество. Далее, монах выражает радушие своим товарищам монахам и восхваляет того, кто выражает радушие. Когда монах выражает радушие своим товарищам монахам и восхваляет того, кто выражает радушие, то это также является качеством, ведущим к сближению, уважению, почтению, согласию или единству. Хотя такой монах может не желать, ох, если бы только мои товарищи монахи чтили, уважали, ценили и почитали меня, то все равно его товарищи монахи чтят, уважают, ценят и почитают его. И почему? Потому что его мудрые товарищи монахи видят, что он отбросил эти плохие, неблагие качества. Представьте, как если бы чистокровный скакун мог бы и не желать, ох, если бы только люди поставили бы меня на место чистокровного скакуна, кормили бы меня едой чистокровного скакуна, ухаживали бы за мной, как за чистокровным скакуном. И все равно люди поставят его на место чистокровного скакуна, будут его кормить едой чистокровного скакуна, будут ухаживать за ним, как за чистокровным скакуном. И почему? Потому что мудрые люди видят, что он отбросил свои выходки, хитрости, уловки и ухищрения. Точно так же, хотя такой монах может не желать, ох, если бы только мои товарищи монахи чтили, уважали, ценили и почитали меня. То всё равно его товарищи монахи чтят, уважают, ценят и почитают его. И почему? Потому что его мудрые товарищи монахи видят, что он отбросил эти плохие, неблагие качества. Откосака сутта, тот, кто оскорбляет. АН 10.88. Благословенный сказал, монахи, когда монах тот, кто оскорбляет и унижает своих товарищей монахов, оскорбляет благородных, то не может быть такого, немыслимо, чтобы он не навлёк на себя хотя бы одну из этих десяти бед. Каких десяти? Один, он не достигает того, чего ещё не достиг, два, он не спадает от того, чего достиг, три, его благие качества не совершенствуются, четыре, он переоценивает свои благие качества, или пять, ведёт святую жизнь без удовлетворённости, или шесть, совершает порочный проступок, или семь, приобретает серьёзную болезнь, или восемь, сходит с ума и впадает в умопомешательство, или девять, умирает со спутанным умом, или десять, с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Монахи, когда монах тот, кто оскорбляет и унижает своих товарищей монахов, оскорбляет благородных, то не может быть такого, немыслимо, чтобы он не навлёк на себя хотя бы одну из этих десяти бед. Коколика сутта, Коколика. АН 10.89. И тогда монах Коколика, один, подошёл к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, Сарипутта и Макгаллана имеют порочные желания. Они попали под влияние порочных желаний. Благословенный ответил, не говори так, Коколика. Не говори так, Коколика. Утверди доверие к Сарипутте и Макгаллане, Коколика. Сарипутта и Макгаллана обладают благим поведением. И во второй раз монах Коколика сказал Благословенному, учитель, хотя Благословенный обладает моей верой и доверием к нему, всё же я утверждаю, что Сарипутта и Макгаллана имеют порочные желания. И во второй раз Благословенный ответил, не говори так, Коколика. Не говори так, Коколика. Утверди доверие к Сарипутте и Макгаллане, Коколика. Сарипутта и Макгаллана обладают благим поведением. И в третий раз монах Коколика сказал благословенному, учитель, хотя благословенный обладает моей верой и доверием к нему, все же я утверждаю, что сарепуты и Макгаллана имеют порочные желания. И в третий раз благословенный ответил, не говори так, Коколика. Не говори так, Коколика. Утверди доверие к сарепуте и Макгаллане, Коколика. Сарепуты и Макгаллана обладают благим поведением. И тогда монах Коколика встал со своего сиденья, поклонился благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И вскоре после того, как монах Коколика ушел, все его тело покрылось фурункулами размером с горчичное зерно. Затем эти фурункулы выросли до размера горошин. Затем они выросли до размера бобов нута. Затем, до размера зерен ююбы. Затем, до размера плодов ююбы. Затем, до размера плодов мирабалана. Затем, до размера незрелых плодов баиля. Затем, до размера спелых плодов баиля. И когда они выросли до размера спелых плодов баиля, они вскрылись, извергая кровь и гной. И тогда он просто лёг на пальмовые листья, точно рыба, проглотившая траву. И тогда независимый Брахматуду подошёл к монаху Коколике, встал в воздухе и сказал ему, утверди доверие к Сарипутте Макгаллане, Коколика. Сарипутты и Макгаллана обладают благим поведением. Кто ты, друг? Я независимый Брахматуду. Не тебя ли благословенный объявил невозвращающимся, друг? Тогда почему же ты вернулся сюда? Посмотри, какой большой проступок ты совершил. Брахматуду, когда происходит чьё-либо рождение, во рту зарождается также топор, которым глупец разрубает себя, когда клевету он разносит вокруг. А если возносит он восхваление тому, кто достоин одних порицаний, или, может, напротив, он тех осуждает, достоин кто всяческой похвалы, то ртом он своим собирает несчастье, и этим он счастья себе не находит. Всего лишь один неудачный бросок к потере ведёт, когда в кости играешь, и может к потере всего привести, включая того, кто бросок совершил. Но хуже куда тот бросок неудачный, когда ты к счастливому злобу питаешь. В течение ашнира Аббуд сотни тысяч, ещё тридцать шесть, и ещё пять Аббуд, в аду проведёт клеветник на достойных, настроив свою мыслово против них. И затем монах Кокалика скончался из-за этой болезни, и, поскольку он питал враждебность к Сарипутте и Макгаллане, после смерти он переродился в аду по думы. И когда наступила глубокая ночь, Брахма Сахампати, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошёл к Благословенному, поклонился ему, встал рядом и сказал ему, господин, монах Кокалика скончался, и, поскольку он питал враждебность к Сарипутте и Макгаллане, после смерти он переродился в аду по думы. Так сказал Брахма Сахампати. Сказав так, он поклонился Благословенному и, обойдя его с правой стороны, исчез. И когда минула ночь, Благословенный обратился к монахам так, монахи, прошлой ночью, когда наступила глубокая ночь, Брахма Сахампати подошёл ко мне и сказал, господин, монах Кокалика скончался, и, поскольку он питал враждебность к Сарипутте и Макгаллане, после смерти он переродился в аду по думы. Сказав так, он поклонился мне и, обойдя меня с правой стороны, исчез. Когда так было сказано, один монах сказал Благословенному, учитель, какой длинный жизненный срок в аду по думы? Монах, жизненный срок в аду по думы долог. Не просто подсчитать это и сказать, что он длится столько-то лет, столько-то сотен лет, столько-то тысяч лет или столько-то сотен тысяч лет. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монах. Представь, монах, косальскую повозку, что нагружены двадцатью мерами горчичных зёрен. В конце каждого столетия приходил бы человек и брал оттуда одно зёрнышко. Благодаря этим усилиям та косальская повозка с двадцатью мерами горчичных зёрен опустела бы и истощилась куда быстрее, чем, один, минул бы один ад Аббуды. Двадцать адов Аббуды равноценны, два, одному Аду Нераббуды. Двадцать адов Нераббуды равноценны, три, одному Аду Абабы. Двадцать адов Абабы равноценны, четыре, одному Аду Ататы. Двадцать адов Ататы равноценны, пять, одному Аду Ахахи. Двадцать адов Ахахи равноценны, шесть, одному Аду Кумбуды. Двадцать адов Кумбуды равноценны, семь, одному Аду Сагандхики. Двадцать адов Сагандхики равноценны, восемь, одному аду Паллы. Двадцать адов Упаллы равноценны, девять, одному аду Пундарики. Двадцать адов Пундарики равноценны, десять, одному аду Падумы. Монах, и вот монах Коколика переродился в аду Падумы, поскольку питал враждебность к Сарипутте и Макгалане. Так сказал благословенный. Сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, когда происходит чье-либо рождение. Два. Один, эта же история с незначительными изменениями описывается в СН-6-9, СН-6-10. Различные примечания к данной сутте смотри, соответственно, в этих двух суттах. Два, повторяется весь этот же стих целиком. Бала сутта, силы. АН-10-90. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, Сарипутта, когда загрязнения монаха были уничтожены, то сколькими силами он обладает, благодаря которым он может заявить о достижении уничтожения загрязнений ума? Мои загрязнения ума были уничтожены? Учитель, когда загрязнения монаха были уничтожены, он обладает десятью силами, благодаря которым он может заявить о достижении уничтожения загрязнений? Мои загрязнения были уничтожены. Какими десятью? Один, вот, учитель, монах, загрязнения которого уничтожены, четко увидел правильной мудростью все обусловленные феномены в соответствии с действительностью, то есть непостоянными. Такова сила монаха, загрязнение которого уничтожены, на основании которой он заявляет о том, что достиг уничтожения загрязнений, мои загрязнения были уничтожены. Далее, монах, загрязнение которого уничтожены, четко увидел правильной мудростью чувственное удовольствие в соответствии с действительностью, то есть подобными ями с горячими углями. Такова сила монаха, загрязнение которого уничтожены. Три, далее, у монаха, загрязнение которого уничтожены, склоняется, направляется, устремляется к затворничеству. Он уединен, радуется отречению, всецело покончил со всеми вещами, что являются основанием для загрязнений. Такова сила монаха, загрязнение которого уничтожены. 4. Далее, монах, загрязнение которого уничтожены, развил, хорошо развил четыре основы осознанности. Такова сила монаха, загрязнение которого уничтожены. 5. Далее, монах, загрязнение которого уничтожены, развил, хорошо развил четыре правильных старания. Четыре основы сверхъестественных сил. 5 сил. 7 факторов просветления. Благородный восьмеричный путь. Такова сила монаха, загрязнения которого уничтожены, на основании которой он заявляет о том, что достиг уничтожения загрязнений, мои загрязнения были уничтожены. Учитель, когда загрязнения монаха были уничтожены, он обладает этими десятью силами, благодаря которым он может заявить о достижении уничтожения загрязнений, мои загрязнения были уничтожены. Камабхоги Сутта, Наслаждающийся Чувственными Удовольствиями А.Н. 10.91 Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в Роще Джеты в монастыре Анатхапиндика. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, «Домохозяин, есть эти десять типов личностей в мире, которые наслаждаются Чувственными Удовольствиями. 1. Какие десять? Личности, наслаждающиеся Чувственными Удовольствиями». Вот, домохозяин, некий человек, который наслаждается Чувственными Удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Поступив так, он не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, некий человек, который наслаждается Чувственными Удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг. И, наконец, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. Затем, домохозяин, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия. Поступив так, он не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным, и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг. И, наконец, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. Затем, домохозяин, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг. И, наконец, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. Но он использует свое богатство, будучи привязанным к нему, будучи очарованным им, будучи слепо поглощенным им, не видя опасности в нем, не понимая спасения. И бывает так, что некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. И он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным им, видя опасность в нем, понимая спасение. Основания для порицания и похвалы. Один, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия, и, который, поступив так, не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно порицать на трех основаниях. Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таковы первые основания, на котором его можно порицать. Он не делает себя счастливым и довольным, таковы вторые основания, на котором его можно порицать. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг, таковы третьи основания, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно порицать на этих трех основаниях. Два, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно порицать на двух основаниях и восхвалять на одном основании. Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таковы первые основания, на котором его можно порицать. Он делает себя счастливым и довольным, таковы одно основание, на котором его можно восхвалять. Он не делится этим и не совершает накопление заслуг, таково второе основание, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно порицать на этих двух основаниях и восхвалять на этом одном основании. Три, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, можно порицать на одном основании и восхвалять на двух основаниях. Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таково одно основание, на котором его можно порицать. Он делает себя счастливым и довольным, таково первое основание, на котором его можно восхвалять. Он делится этим и совершает накопление заслуг, таково второе основание, на котором его можно восхвалять. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно порицать на этом одном основании и восхвалять на этих двух основаниях. 4. Далее, домохозяин, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным и неправедным способом, путем ненасилия, и путем насилия, и, который, поступив так, не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делиться этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на одном основании и порицать на трех основаниях. Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, таково одно основание, на котором его можно восхвалять. Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Он не делает себя счастливым и довольным. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг. Таково третье основание, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно восхвалять на одном основании и порицать на трех основаниях. 5. В этом отношении, домохозяин, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на двух основаниях и порицать на двух основаниях. Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, таково одно основание, на котором его можно восхвалять. Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, одно основание, на котором его можно порицать. Он делает себя счастливым и довольным, таково второе основание, на котором его можно восхвалять. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг, таково второе основание, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно восхвалять на двух основаниях и порицать на двух основаниях. 6. Человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным, и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, можно восхвалять на трех основаниях и порицать на одном основании. Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, таково одно основание, на котором его можно восхвалять. Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таково одно основание, на котором его можно порицать. Он делает себя счастливым и довольным, таково второе. Он делится этим и совершает накопление заслуг. Таково третье основание, на котором его можно восхвалять. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно восхвалять на трех основаниях и порицать на одном основании. 7. Далее, домохозяин, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, и, который, поступив так, не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на одном основании и порицать на двух основаниях. Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, таково одно основание, на котором его можно восхвалять. Он не делает себя счастливым и довольным. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг. Таково второе основание, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно восхвалять на одном основании и порицать на двух основаниях. 8. Человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на двух основаниях и порицать на одном основании. Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Он делает себя счастливым и довольным, таково второе основание, на котором его можно восхвалять. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг, таково одно основание, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно восхвалять на двух основаниях и порицать на одном основании. 9. Человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, но при этом использует свое богатство, будучи привязанным к нему, будучи очарованным им, будучи слепо поглощенным им, не видя опасности в нем, не понимая спасения, можно восхвалять на трех основаниях и порицать на одном основании. 10. Человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, таково третье основание, на котором его можно восхвалять. 10. Он использует свое богатство, будучи привязанным к нему, будучи очарованным им, будучи слепо поглощенным им, не видя опасности в нем, не понимая спасения, таково одно основание, на котором его можно порицать. 10. Человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, и к тому же, он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным им, видя опасность в нем, понимая спасение, можно восхвалять на четырех основаниях. 11. Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Он делает себя счастливым и довольным. Он делится этим и совершает накопление заслуг. Он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным в нем, видя опасность в нем, понимая спасение, таково четвертое основание, на котором его можно восхвалять. 12. Заключение. Таковы, домохозяин, эти десять типов личностей в мире, которые наслаждаются чувственными удовольствиями. Из этих десяти, главнейший, лучший, превосходящий других, высочайший и наивысший является тот, кто наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. 13. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. И он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным им, видя опасность в нем, понимая спасение. 14. Подобно тому, как корова дает молоко, из молока получаются сливки, из сливок, масло, из масла, топленое масло, из топленого масла, сливки топленого масла, и это считается наилучшим, точно так же из этих десяти типов личностей в мире, которые наслаждаются чувственными удовольствиями, главнейшей, лучшей, превосходящей других, высочайшей и наивысшей является. 14. Понимая спасение. 1. Расширенная версия этой сутты, в которой также упоминаются виды аскетов, СН-42-12. 14. Тхая сутта, враждебность. АН-10-92. Сутта идентична СН-12-41. 14. Диттхи сутта, во зрении. АН-10-93. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхапиндика. И тогда домохозяин Анатхапиндика средь бела дня покинул Саваттхи, чтобы повидать благословенного. И затем мысль пришла к нему, сейчас неподходящее время, чтобы навещать благословенного, который пребывает в затворничестве, как неподходящий для того, чтобы повидаться с уважаемыми монахами, которые также в затворничестве. Что если я отправлюсь в парк странников-приверженцев иных учений? И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился в парк странников-приверженцев иных учений. И в то время странники-приверженцы иных учений собрались и шумели по мере того, как громко и возбужденно обсуждали различные бессмысленные темы. Странники увидели Анатхапиндику издали и стали унимать друг друга, тише, почтенные. Почтенные, не шумите. Вон идет домохозяин Анатхапиндика, ученик-отшельника Гатамы, один из мирян-последователей-отшельника Гатамы, одетых в белые одежды, проживающих в Саваттхе. Эти почтенные любят тишину, дисциплинированы в тишине, восхваляют тишину. Быть может, если он посчитает, что наше собрание тихое, то задумает подойти к нам. И тогда те странники-приверженцы иных учений замолкли. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к этим странникам и обменялся с ними вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Затем странники сказали ему, скажи нам, домохозяин, каково у вас зрение отшельника Гатамы? Почтенный, я не знаю у вас зрения отшельника Гатамы во всей полноте. Итак, домохозяин, ты говоришь, что не знаешь у вас зрения отшельника Гатамы во всей полноте. Тогда скажи нам, каково у вас зрение монахов? Почтенный, я не знаю у вас зрения монахов во всей полноте. Итак, домохозяин, ты говоришь, что не знаешь у вас зрения отшельника Гатамы во всей полноте. А также не знаешь у вас зрения монахов во всей полноте. Тогда скажи нам, каково твое у вас зрение? Почтенный, мне несложно объяснить свое воззрение. Но вначале объясните ваши собственные воззрения. А после этого меня не затруднит объяснить свое воззрение. Когда так было сказано, один странник обратился к домохозяину Анатхапиндики, один, мир вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно. Таково мое воззрение, домохозяин. Другой странник сказал, два, мир не вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно. Таково мое воззрение, домохозяин. Еще другой сказал, 3, мир ограничен. 4, мир безграничен. 5, душа и тело, это одно и то же. 6, душа это одно, а тело, иное. 7, татхагата существует после смерти. 8, татхагата не существует после смерти. 9, татхагата и существует и не существует после смерти. 10, татхагата не существует, и не существует после смерти. Только это правда, а все остальное ошибочно. Таково мое воззрение, домохозяин. Когда так было сказано, домохозяин Анадхапиндика обратился к тем странникам, почтенные, этот почтенный сказал так, «Мир вечен». Только это правда, а все остальное ошибочно. Таково мое воззрение, домохозяин. Такое его воззрение возникло из-за его немудрого внимания или же обусловлено чьим-либо изречением. Это воззрение проявилось и является обусловленным, оно продукт волевого намерения, возникло зависимо. Но все, что проявилось и является обусловленным, продуктом волевого намерения, возникло зависимо, является непостоянным. Все, что является непостоянным, страдательно. И просто лишь к страданию он привязан и цепляется. Почтенный, этот другой почтенный сказал так, мир не вечен. Мир ограничен. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Только это правда, а все остальное ошибочно. Таково мое воззрение, домохозяин. Такое его воззрение также возникло из-за его немудрого внимания или же обусловлено чьим-либо изречением. Это воззрение проявилось и является обусловленным, оно продукт волевого намерения, возникло зависимо. Но все, что проявилось и является обусловленным, продуктом волевого намерения, возникло зависимо, является непостоянным. Все, что является непостоянным, страдательно. И просто лишь к страданию он привязан и цепляется. Когда так было сказано, те странники обратились к домохозяину Анатхапиндики, мы объяснили тебе свои воззрения. Теперь расскажи о своем воззрении. Почтенный, все, что проявилось и является обусловленным, продуктом волевого намерения, возникло зависимо, является непостоянным. Все, что является непостоянным, страдательно. Все страдательное не мое, я не таков, это не мое я. Вот каково мое воззрение. Домохозяин, все, что проявилось и является обусловленным, продуктом волевого намерения, возникло зависимо, является непостоянным. Все, что является непостоянным, страдательно. И просто лишь к страданию ты привязанно цепляешься. Почтенный, все, что проявилось и является обусловленным, продуктом волевого намерения, возникло зависимо, является непостоянным. Все, что является непостоянным, страдательно. Четко увидев правильной мудростью этого зрения и в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я, я понимаю в соответствии с действительностью в том числе и спасение от этого. 1. Когда так было сказано, те странники сидели умолкнувшими, смутившимися, с опущенными плечами и поникшей головой ушли в себя, не могли что-либо ответить. И тогда домохозяин Анатхапиндика, осознав, что эти странники сидят умолкнувшими, не могут что-либо ответить, поднялся со своего сидения и отправился к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, сел рядом и рассказал Благословенному обо всей беседе с теми странниками. Благословенный сказал, хорошо, хорошо, домохозяин. Именно так этих пустых людей время от времени нужно тщательно опровергать разумным доводом. И затем он наставил, воодушевил, вдохновил и порадовал домохозяина Анатхапиндика беседой о Дхамме. И тогда домохозяин Анатхапиндика, наставленный, воодушевленный, вдохновленный, порадованный беседой о Дхамме, поднялся со своего сидения, поклонился Благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И вскоре после того, как домохозяин Анатхапиндика ушел, Благословенный обратился к монахам, монахе, если какой-либо монах, даже который посвящен в монашество уже как сотню лет в этой Дхамме Винае, станет тщательно опровергать разумным доводом странников-приверженцев иных учений, то ему следует опровергать их точно так, как это сделал домохозяин Анатхай Пиндика. Один, примечание переводчика С.В., домохозяин объясняет странникам, что они цепляются к непостоянным обусловленным феноменам, в данном случае, к воззрениям. Поскольку они цепляются к непостоянному, то это также и означает, что они цепляются к страданию. Однако странники не понимают этого и заявляют, что раз у Анатхай Пиндики тоже есть воззрение, значит он тоже цепляется к непостоянному и страдательному, на что тот отвечает, что у него нет цепляния за собственное воззрение, потому что он, во-первых, видит, что это его воззрение как феномен, не является ими, не принадлежит ему, и, во-вторых, он знает и буддийский путь, который уводит от всяческих цепляний полной свободе от привязанности к любым обусловленным вещам, будь то воззрение или что-либо иное. Ваджи-Махито сутта, Ваджи-Махито. АН 10.94 Однажды благословенный пребывал в Чампе на берегу лотосового пруда Гадгары. И тогда домохозяин Ваджи-Махито посреди дня покинул Чампу, чтобы повидать благословенного. И затем мысль пришла к нему, сейчас неподходящее время, чтобы навещать благословенного, который пребывает в затворничестве, как неподходящий для того, чтобы повидаться с уважаемыми монахами, которые также в затворничестве. Что если я отправлюсь в парк странников-приверженцев иных учений? И тогда домохозяин Ваджи-Махито отправился в парк странников-приверженцев иных учений. И в то время странники-приверженцы иных учений собрались и шумели по мере того, как громко и возбужденно обсуждали различные бессмысленные темы. Странники увидели Ваджи-Махито издали и стали унимать друг друга. Тише, почтенные! Почтенные, не шумите! Вон идет домохозяин Ваджи-Махито, ученик-отшельника Гатамы, один из мирян-последователей-отшельника Гатамы, одетых в белые одежды, проживающих в Саватхе. Эти почтенные любят тишину, дисциплинированы в тишине, восхваляют тишину. Быть может, если он посчитает, что наше собрание тихое, то задумает подойти к нам. И тогда те странники-приверженцы иных учений замолкли. И тогда домохозяин Ваджи-Махито подошел к этим странникам и обменялся с ними вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом. Затем странники сказали ему, правда ли, домохозяин, что, как говорят, отшельник Гатама критикует все виды аскезы и безоговорочно порицает и упрекает всех, кто ведет суровую аскетическую жизнь? Нет, почтенные, благословенные не критикуют все виды аскезы и безоговорочно порицают и упрекают всех, кто ведет суровую аскетическую жизнь. Благословенные критикуют то, что заслуживает критики и восхваляет то, что достойно похвалы. Критикуют то, что достойно критики, и восхваляя то, что достойно похвалы, Благословенный говорит на основании различий. 1. Он не говорит о подобных вещах однобока. Когда так было сказано, один из странников обратился к домохозяину в Аджимахите, подожди-ка, домохозяин. Выходит так, что этот отшельник Гатама, которого ты восхваляешь, упразднитель, который воздерживается от того, чтобы делать четкие утверждения. 2. Почтенный, и этот момент я сейчас проясню. 2. Благословенный четко говорил, это является благим и это является неблагим. 3. Таким образом, когда он заявляет о том, что является благим, а что является неблагим, Благословенный делает четкие утверждения. 4. Он не упразднитель, который воздерживается от того, чтобы делать четкие утверждения. Когда так было сказано, те странники сидели умолкнувшими, смутившимися, с опущенными плечами и поникшей головой, ушли в себя, не могли что-либо ответить. И тогда домохозяин Ваджимахита, осознав, что эти странники сидят умолкнувшими, не могут что-либо ответить, поднялся со своего сидения и отправился к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, сел рядом и рассказал Благословенному обо всей беседе с теми странниками. Благословенный сказал, хорошо, хорошо, домохозяин. Именно так этих пустых людей время от времени нужно тщательно опровергать разумным доводом. Домохозяин, я не говорю, что тот или иной вид аскезы следует практиковать. Но я также не говорю, что тот или иной вид аскезы не следует практиковать. Я не говорю, что тот или иной вид предписаний следует предпринимать. Но я также не говорю, что тот или иной вид предписаний не следует предпринимать. Я не говорю, что следует прилагать усилия по-всякому. Но я также не говорю, что не следует прилагать усилия по-всякому. Я не говорю, что следует свершать тот или иной вид оставлений. Но я также не говорю, что не следует свершать того или иного вида оставлений. Я не говорю, что следует достичь того или иного вида освобождения. Но я также не говорю, что не следует достичь того или иного вида освобождения. Один-два, если, домохозяин, когда человек практикует некую аскезу, неблагие качества увеличиваются, а благие качества уменьшаются в нем, то тогда, я говорю тебе, ему не следует практиковать такую аскезу. Но если, когда он практикует некую аскезу, неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то тогда, я говорю тебе, ему следует практиковать такую эскезу. 3.4 Если, домохозяин, когда человек предпринимает некое предписание, неблагие качества увеличиваются, а благие качества уменьшаются в нем, то тогда, я говорю тебе, ему не следует предпринимать такое предписание. Но если, когда он предпринимает некое предписание, неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то тогда, я говорю тебе, ему следует предпринимать такое предписание. 5.6. Если, домохозяин, когда человек прилагает усилия неким образом, неблагие качества увеличиваются, а благие качества уменьшаются в нем, то тогда, я говорю тебе, ему не следует прилагать усилия таким образом. Но если, когда он прилагает усилия неким образом, неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то тогда, я говорю тебе, ему следует прилагать усилия таким образом. 7.8. Если, домохозяин, когда человек оставляет что-либо, неблагие качества увеличиваются, а благие качества уменьшаются в нем, то тогда, я говорю тебе, ему не следует свершать такой вид оставлений. Но если, когда он оставляет что-либо, неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то тогда, я говорю тебе, ему следует свершать такой вид оставлений. 9.10. Если, домохозяин, когда человек достигает некоего освобождения, неблагие качества увеличиваются, а благие качества уменьшаются в нем, то тогда, я говорю тебе, ему не следует достигать такого освобождения. Но если, когда он достигает некоего освобождения, неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то тогда, я говорю тебе, ему следует достигать такого освобождения. И затем домохозяин Ваджимахита, наставленный, воодушевленный, вдохновленный, порадованной беседой о Дхаме, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И вскоре после того, как домохозяин Ваджиамахита ушел, благословенный обратился к монахам, монахе, если какой-либо монах, даже который уже долгое время имеет мало пули в глазах в отношении этой Дхаммы и Винае, станет тщательно опровергать разумным доводом странников-приверженцев иных учений, то ему следует опровергать их точно так, как это сделал домохозяин Ваджиамахита. 1. Випхаджавади Обычно это выражение объясняется как то, что Будда анализировал исследуемый предмет, разбивая его на составляющие части. Однако, как видно здесь, а также в иных суттах, это слово несет совсем иной смысл, а именно, то, что Будда проводит различия в исследуемых предметах специально для того, чтобы не делать широких обобщений, которые могут не учитывать различных неопределенных аспектов. 2. Примечание переводчика СВ, смотри. АН 8.11.6, где некий Брахман использует это же слово. Очевидно, речь идет о четырех видах учителей, которые отказываются по тем или иным причинам говорить конкретно. Будда подробно о них говорит в ДН1. Уттия сутта, Уттия. АН 10.95. И тогда странник Уттия подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, 1. Так как же, мастер Гатама, мир вечен? Только это правда, а все остальное ошибочно? Уттия, я не утверждал, что мир вечен, и что только это правда, а все остальное ошибочно. 2. В таком случае, мастер Гатама, мир не вечен? 3. Так как же, мастер Гатама, мир ограничен? 4. В таком случае, мастер Гатама, мир безграничен? 5. Так как же, мастер Гатама, душа и тело, это одно и то 6 в таком случае мастер готама душа это одно а тело иное 7 так как же мастер готама тадхагата существует после смерти 8 в таком случае мастер готама тадхагата не существует после смерти 9 так выходит ли мастер готама что тадхагата и существует и не существует после смерти 10 значит мастер готама тадхагата не существует не не существует после смерти только это правда а все остальное ошибочно? Утте, я также и не утверждал, что Тадхагата не существует, ни не существует после смерти, и что только это правда, а всё остальное ошибочно. Будучи спрошенными, так как же, Мастер Готама, мир вечен. Тадхагата не существует, ни не существует после смерти? Каждый раз вы отвечали, Утте, я также и не утверждал, что Тадхагата не существует, ни не существует после смерти. В таком случае, что же утверждал Мастер Готама? Посредством прямого знания, Уте, я обучаю своих учеников Дхаме ради очищения существ, ради одоления печали истинания, ради прекращения боли и уныния, ради обретения метода, ради осуществления Ниббаны». Но когда мастер Готама посредством прямого знания обучает своих учеников Дхами ради очищения. Осуществления Ниббаны, то будет ли таким образом весь мир освобожден, или половина мира, или треть мира? Когда так было сказано, благословенный ничего не ответил. И тогда мысль пришла к достопочтенному Ананде, лучше бы страннику Утия не принимать такого пагубного воззрения. Когда я задал отшельнику Гатами самый высокий вопрос из всех, он засомневался и не отвечает. Видимо, он не может ответить. Это приведет к длительному вреду и страданию страннику Утия. И тогда достопочтенный Ананда обратился к страннику Утия, что же, друг Утия, в таком случае я приведу для тебя пример, поскольку бывает так, что с помощью примера умный человек может понять значение того, что было сказано. Представь, как если бы Утия был приграничный город с мощным валом, стенами, с лучниками и с единственными вратами. И туда бы поставили привратника, мудрого, умелого, умного, того, кто не впускает чужаков, а впускает только знакомых. И совершая обход вокруг города, он не увидел бы в городской стене ни трещины, ни проема такого размера, чтобы в него смогла бы пролезть кошка. Он может не знать о том, сколько живых существ ходит или выходит из города, но он может быть уверен в том, что какие бы большие существа ни входили и не выходили из города, все они входят и выходят через эти врата. Точно так же, друг Утия, Татхагату не заботит то, будет ли весь мир освобожден или половина мира или треть мира. Но он может быть уверен в том, что все те, кто освободились, или кто освобождается, или кто освободятся от мира, вначале отбросят пять помех, загрязнений ума, что ослабляют мудрость, а затем, с хорошо утвержденными умами в четырех основах осознанности, правильно разовьют семь факторов просветления. Вот таким образом они освободились или освобождаются или освободятся от мира. 1. Друг Утия, ты задал благословенному тот же самый вопрос, который уже задал ему, но с другого ракурса. Поэтому благословенный не ответил тебе. 2. 1. Примечание переводчика СВ, метафора с единственными вратами в крепости показывает, что не существует, как говорят некоторые представители разных духовных традиций, в том числе и буддийских, разных путей к освобождению. Есть только этот единственный путь. 2. Комментарий поясняет, что Утия хотел так и узнать, является ли мир ограниченным или безграничным, вечным или не вечным, и, поэтому, не получив прямого категоричного ответа от Будды, попытался задать вопрос в обход. Коконада Сутта, Коконада А.Н. 10.96 Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Раджагахе в парке горячих источников. И когда ночь уже подходила к концу, достопочтенный Ананда поднялся и отправился к горячим источникам, чтобы искупаться. Искупавшись в горячих источниках и выйдя из них, он стоял в одном одеянии, высушивая члены своего тела. Странник Коконада также, когда ночь уже подходила к концу, поднялся и отправился к горячим источникам, чтобы искупаться. Он издали увидел достопочтенного Ананду и сказал, кто здесь, друг? Я монах, друг. Из какой группы монахов, друг? Из группы отшельников, следующих за сыном Сакьев. Если есть время ответить на мой вопрос, то я хотел бы тебя кое о чем спросить. Спрашивай, друг. Выслушай вопрос, буду знать смогу ли ответить. Так как же, почтенный, придерживаешься ли ты такого воззрения? 1. Мир вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно? Я не придерживаюсь такого воззрения, друг. В таком случае, придерживаешься ли ты такого воззрения? 2. Мир не вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно? В таком случае, придерживаешься ли ты такого воззрения? 3.10. Мир ограничен. Мир безграничен. Душа и тело – это одно и то же. Душа – это одно, а тело, иное. Татхагата существует после смерти. Не существует. И существует и не существует. Не существует, не не существует после смерти. В таком случае, быть может, ты не знаешь и не видишь? Не так оно, друг, что я не знаю и не вижу. Я знаю и вижу. Когда я спросил тебя, так как же, почтенный, придерживаешься ли ты такого воззрения, мир вечен? Ты ответил, я не придерживаюсь такого воззрения, друг. Но когда я спросил тебя, так как же, почтенный, придерживаешься ли ты такого воззрения, мир не вечен? Татхагата не существует, не не существует после смерти? Ты также ответил, я не придерживаюсь такого воззрения, друг. Когда я спросил тебя, в таком случае, быть может, ты не знаешь и не видишь? Ты ответил, не так оно, друг, что я не знаю и не вижу. Я знаю и вижу. Как же следует понимать значение этого утверждения, друг? Друг. Мир вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно, это, друг, спекулятивные воззрения. Мир не вечен. Татхагата не существует, не не существует после смерти, это спекулятивные воззрения. Друг, область спекулятивных воззрений, базис для воззрений, основание для воззрений, охваченность воззрениями, возникновение воззрения и искоренение воззрений, все это я знаю и вижу. Когда я знаю и вижу это, то почему я должен утверждать, я не знаю и не вижу. Я знаю и вижу, друг. Как твое имя? И как тебя зовут товарищи монахи? Меня зовут Ананда. И мои товарищи монахи зовут меня Анандой. В самом деле, я и не понял, что совещался с великим учителем, достопочтенным Анандой. Если бы я реализовал то, что и достопочтенный Ананда, то я не стал бы говорить так много. Пусть достопочтенный Ананда простит меня. Ахуния сутта, достойный даров. АН 1097 Благословенный сказал, монахи, обладая десятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими десятью? Один, вот, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. Три, у него хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Четыре, он придерживается правильного воззрения и обладает правильной точкой зрения. Пять, он владеет различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он становится многими, будучи многими, он становится одним. Он появляется. Он исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается и ударяет даже солнце и луну, настолько он силен и могущественен. Он так влияет на тело, что достигает даже мира Брахмы. Шесть, он слышит за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие. Семь, он знает умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Он различает ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Он различает ум с отвращением, как ум с отвращением, а ум без отвращения, как ум без отвращения. Он различает ум с невежеством, как ум с невежеством, а ум без невежества, как ум без невежества. Он различает суженный ум, как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Он различает увеличенный ум как увеличенный ум, а не увеличенный ум как не увеличенный ум. Он различает сильный ум, который еще не достиг на высшего уровня как сильный ум, и не превзойденный в силе ум как не превзойденный в силе ум. Он различает сосредоточенный ум как сосредоточенный ум, а не сосредоточенный ум как не сосредоточенный ум. Он различает освобожденный ум как освобожденный ум, а не освобожденный ум как не освобожденный ум. 8. Он вспоминает многочисленные прошлые обители, одну жизнь, день, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было моё переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерев в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя. Таковым был конец моей жизни. Умерев в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Он видит за счёт божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти перерождений существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. 10. За счёт уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Обладая этими десятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойдённое поле заслуг для мира. Тхера сутта, Тхера. АН 10.98. Благословенный сказал, монахи, обладая этими десятью качествами монах-старец живёт спокойно в любой стране света. Какими десятью? 1. Старец уже давно как монах, давно ушёл в бездомную жизнь. 2. Он нравственный, пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 3. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своём уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь. Таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме и тщательно проникал в них воззрением. 4. Ему были хорошо и в подробностях переданы обе потимокхи, они были хорошо им прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил их детального разъяснения. 5. Он умел и в знании инцидента возникновения и прецедента разрешения дисциплинарных случаев. 6. Он любит Дхамму, одобряет её в своих утверждениях, наполнен великой радостью в отношении Дхаммы и Винаи. 7. Он довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных монахов. 8. Он грациозен, когда идёт вперёд и возвращается, а также хорошо сдерживает себя, когда сидит среди домов. 9. Он достигает пожеланий у безсложностей и проблем четырёх джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями в этой самой жизни. 10. За счёт уничтожения умственных загрязнений в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Обладая этими десятью качествами, монах-старич живёт спокойно в любой стороне света. Упали сутта, упали. А.Н. 10.99. И тогда и достопочтенный упали подошёл к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, я хотел бы отправиться в уединённые обиталища в лесах и рощах. Трудно вынести жить и в уединённых обиталищах в лесах и рощах». Упали. Затворничество трудно осуществлять и трудно наслаждаться им. Лес крадёт ум уединённого монаха, который не достигает сосредоточения. Можно ожидать в случае того, кто говорит, «Я не достигаю сосредоточения, но всё же затворюсь в уединённых обиталищах в лесах и рощах, что либо он утонет, либо его снесёт». 1. Представь, упали, большое озеро, и мимо проходил бы огромный слон размером в семь или восемь октей. Он бы подумал, что если я войду в это озеро, играясь, вымою свои уши и шею. Я помоюсь, попью, выйду, и отправлюсь куда пожелаю. И тогда он вошёл бы в озеро и, играясь, вымыл бы свои уши и шею. Затем он бы помылся, попил, вышел, и отправился бы куда пожелал. И почему он смог так сделать? Потому что его большое тело находит опор в глубинах озера. А затем мимо пробегал бы заяц или кот. Он бы подумал, чем же я хуже слона? Я войду в это озеро, и, играясь, вымою свои уши и шею. Я помоюсь, попью, выйду, и отправлюсь куда пожелаю. И затем, не подумав, он поспешно бы вошёл в глубокое озеро. И можно ожидать, что либо он утонет, либо его снесёт. И почему? Потому что его маленькое тело не находит опора в глубинах. Точно так же, можно ожидать в случае того, кто говорит, я не достигаю сосредоточения, но всё же затворюсь в единённых обиталищах в лесах и рощах, что либо он утонет, либо его снесёт. Представь, упали, как если бы маленький мальчик, младенец, лежащий на спине, игрался бы со своей собственной мочой и фекалиями. Как ты думаешь, не было бы это всецело глупым видом развлечения? Так оно, учитель. Через какое-то время, когда этот малыш бы подрос и созрел в своих качествах, он бы играл в игры, типичные для мальчиков, игры с игрушечными плугами, игры в палки, кувырки, игры с ветряными колёсами, игры с мерами из листьев, игры с игрушечными колесницами, игры с игрушечными стрелами и луками. Как ты думаешь, не было бы это развлечение куда более превосходным и возвышенным, нежели предыдущие? И ещё через какое-то время, по мере того, как этот мальчик продолжал бы взрослеть и ещё больше созревать в своих качествах, он наслаждался бы собой, обладающий наделённой пятью нитями чувственных удовольствий, формами, познаваемыми глазом, милыми, приятными, чарующими, привлекательными, воспаляющими желаниями, соблазнительными, звуками, запахами, вкусами, тактильными ощущениями, познаваемыми телом, милыми, приятными, чарующими, привлекательными, воспаляющими желаниями, соблазнительными. Как ты думаешь, не было бы это развлечение куда более превосходным и возвышенным, нежели предыдущие? И вот, у Пали, в мире возникает Татхагата, Арахант, полностью просветлённый, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойдённый учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробуждённый, благословенный. Познав своим прямым знанием этот мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с поколением его жрецов и отшельников, богов и людей, он раскрывает это знание людям. Он обучает Тхаме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, прекрасна в конце, совершенной в духе и в букве. Он раскрывает в совершенстве целую и чистую святую жизнь. Домохозяин или сын домохозяина, рождённый в том или ином клане, слышит Тхаму. Затем он обретает веру в Татхагату и рассуждает так, домохозяйская жизнь перенасыщенная и пыльная. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно блестящий перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду, и надев жёлтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Так, через некоторое время, оставив всё своё богатство, большое или малое, оставив круг своих родных, большой или малый, обрив волосы и бороду, надев жёлтые одежды, он оставляет домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной. Нравственность. Когда он отправился в бездомную жизнь, наделённой монашеской тренировкой и образом жизни, отбрасывая убийства, он воздерживается от уничтожения жизни. Он живёт без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он берёт только то, что дают, принимает только подаренные, живёт честно, без мысли о воровстве. Отбрасывая сексуальную жизнь, он ведёт жизнь целомудренную, сторонняясь и воздерживаясь от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Он говорит истину, держится за истину, в этом он прочен, надёжен, не обманывает мир. Отбрасывая речь, сеющую распри, он воздерживается от речи, сеющей распри. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывает здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, и ещё больше укрепляет тех, кто дружен, любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит такие вещи, которые создают согласие. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая пустую болтовню, он воздерживается от пустой болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительные, полезные, говорит о Дхаме, о Винае. В должный момент он говорит ценные слова, разумные, лаконичные, полезные. Он воздерживается от нанесения вреда семенам и растениям. Он ест только один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи ночью и вне должного времени. Он воздерживается от танцев, пения, музыки и неуместных зрелищ. Он воздерживается от украшения себя ношением гирлянд, применения мази и ароматов. Он воздерживается от высоких и больших кроватей. Он воздерживается от принятия золота и серебра, сырого зерна, сырого мяса, женщин и девушек, рабов и рабынь, овец и коз, птиц и свиней, слонов, коров, коней и кобыл, полей и земель. Он воздерживается от взятия на себя обязанности посыльного, от покупки и продажи, от журничества на весах, в монетах и мерах, от взяточничества, обмана и мошенничества. Он воздерживается от нанесения увечий, убийств, заключения под стражу, разбоя, грабежа и насилия. Он довольствуется комплектом монашеских одежд для покрытия тела и доисподаяний для поддержания своего желудка. Куда бы он ни отправился, он берет с собой только это. Подобно птице, которая куда бы ни отправилась, крылья, ее единственный груз, точно так же и монах довольствуется комплектом одежд для покрытия тела и доисподаяний для поддержания своего желудка. Наделенный этой совокупностью благородной нравственности, он внутренне ощущает удовольствие от безукоризненности. Сдержанность чувств. Увидев форму глазом, он не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Наделенный этой благородной сдержанностью чувств, он внутренне ощущает удовольствие от незапятенности. Осознанность и бдительность. Когда он идет вперед и возвращается, он действует с бдительностью. Когда он смотрит вперед и смотрит в сторону. Когда сгибает и разгибает свои члены. Когда несет одеяние, верхнее одеяние, в свою чашу. Когда ест, пьет, жует, распробует. Когда мочится и испражняется. Когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит, он действует с бдительностью. Оставление помех. Наделенный этой совокупностью благородного нравственного поведения, этой благородной сдержанностью чувств, этой благородной осознанностью и бдительностью, он отправляется в уединенное обиталище, в лес, к подножию дерева, на гору, в узкую горную долину, в пещеру на склоне холма, на кладбище, в лесную рощу, в открытую местность, к стогу соломы. Уйдя в лес, к подножию дерева или в пустую хижину, он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив влечение к миру, он пребывает с осознанным умом, лишенным влечения. Он очищает свой ум от влечения. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывает с осознанным умом, лишенный недоброжелательности, желающий благо всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив апатию и сонливость, он пребывает с осознанным умом, лишенным апатии и сонливости, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от апатии и сонливости. Оставив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности, с внутренне умиротворённым умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея ясности в отношении благих умственных качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Джханы и бесформенные сферы Один, отбросив эти пять помех, загрязнений ума, качеств, что ослабляют мудрость, он, отстранённый от чувственных удовольствий, отстранённый от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой Джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, а также восторгом и удовольствием, что рождены этой отстранённостью. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? Именно когда они видят это качество в них самих, мои ученики отправляются в уединённые обиталища в лесах и рощах. Но они ещё не достигли своей цели. 2. Далее, упали, с угасанием направления и удержания ума на объекте медитации он входит и пребывает во второй Джхане, которая характерна внутренней устойчивостью и уединением ума, не имеет направления и удержания, наделена восторгом и удовольствием, что рождены сосредоточением. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? Именно когда они видят также это качество в них самих, мои ученики отправляются в уединённые обиталища в лесах и рощах. Но они ещё не достигли своей цели. 3. Далее, упали, с угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей Джхане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он пребывает в удовольствии. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? 4. Далее, упали, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвёртой Джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? 5. Далее, упали, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, с невниманием к восприятиям множественности, воспринимая, пространство безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? 6. Далее, упали, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? 7. Далее, упали, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? 8. Далее, упали, с полным преодолением сферы отсутствия всего, воспринимая, это умиротворенно. это возвышенно, он входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? Девять, дали, упали, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, он входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Десять, и, когда он увидел это мудростью, его загрязнения всецело уничтожены. Три. Как ты думаешь, не было бы это пребывание куда более превосходным и возвышенным, чем те, что предшествовали ему? Именно когда они видят также и это качество в них самих, мои ученики отправляются в уединённые обиталища в лесах и рощах. И они пребывают, достигнув своей цели. Ну же, упали, пребывай в Сангхе. По мере пребывания в Сангхе ты будешь чувствовать себя спокойно. Один, комментарий поясняет, что он утонет из-за нахлынувших мыслей, вызванных чувственной жаждой, либо его снесёт из-за нахлынувших мыслей, вызванных злобой и причинением вреда. Два, комментарий поясняет, что речь идёт об араханстве. Три, по заметке достопочтенного Бодхе, всего в сутте упомянуты девять медитативных достижений, и не совсем ясно, что она делает в разделе книг десяти. Поэтому он разделил последние достижения на два пункта, хотя и не уверен в том, что именно таков был замысел редакторов, включивших эту сутту в данный раздел. Абхабба сутта, не способен. АН 10.100. Благословенный сказал, «Монахи, не отбросив этих десяти вещей, человек не способен реализовать араханство». Каких десяти? Один, жажды, два, злобы, три, заблуждения, четыре, злости, пять, враждебности, шесть, клеветы, семь, презрения, восемь, зависти, девять, скупости, десять, самомнение. Не отбросив этих десяти вещей, человек не способен реализовать араханство. Монахи, отбросив эти десять вещей, человек способен реализовать араханство. Какие десять? Жажду. Самомнение. Отбросив эти десять вещей, человек способен реализовать араханство. Самонас не сутта, восприятие отшельника. АН 10.101. Благословенный сказал, «Монахи, когда эти три восприятия отшельника развиты и возвращены, они исполняют семь вещей». Какие три? Один, я вступил в бесклассовое состояние, два, мое житие зависит от других, три, мои манеры поведения должны быть другими. Когда эти три восприятия отшельника развиты и возвращены, они исполняют семь вещей. Какие семь? Четыре, человек действует сообразно монаху и ведет себя в соответствии с монашеским нравственным поведением. Пять, он не имеет страстного желания. Шесть, он не имеет недоброжелательности. Семь, он не имеет надменностей. Восемь, он имеет желание заниматься монашеской тренировкой. Девять, он использует монашеские принадлежности для поддержания своей жизни с осознанием их предназначения. Десять, он усерден. Когда, монахи, эти три восприятия отшельника развиты и возвращены, они исполняют эти семь вещей. Батчханга сутта, факторы просветления. АН 10.102. Благословенный сказал, монахи, когда эти семь факторов просветления развиты и возвращены, они исполняют три истинных знания. Какие семь? 1. Осознанность как фактор просветления. 2. Исследование феноменов как фактор просветления. 3. Усердие как фактор просветления. 4. Восторг как фактор просветления. 5. Безмятежность как фактор просветления. 6. Сосредоточение как фактор просветления. 7. Невозмутимость как фактор просветления. Когда эти семь факторов просветления развиты и возвращены, они исполняют три истинных знания. Какие три? 8. Вот монах вспоминает свои многочисленные прошлые обители. 9. Он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ. 1. 10. За счет уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Когда, монахи, эти семь факторов просветления развиты и возвращены, они исполняют эти три истинных знания. 1, 8 и 9 пункт раскрываются по стандартной формуле, как, например, в АН 1097. Мичхатта сутта, неправильный курс. АН 10103. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от неправильного курса случается неудача, а неуспех. И каким образом в зависимости от неправильного курса случается неудача, а неуспех? 1. У кого есть неправильное воззрение, у того, 2, возникают неправильные устремления. У кого есть неправильные устремления, у того, 3, возникает неправильная речь. У кого есть неправильная речь, у того, 4, возникают неправильные действия. У кого есть неправильные действия, у того, 5, возникают неправильные средства к жизни. У кого есть неправильные средства к жизни, у того, 6, возникают неправильные усилия. У кого есть неправильные усилия, у того, семь, возникает неправильная осознанность. У кого есть неправильная осознанность, у того, восемь, возникает неправильное сосредоточение. У кого есть неправильное сосредоточение, у того, девять, возникает неправильное знание. У кого есть неправильное знание, у того, десять, возникает неправильное освобождение. Таким образом, в зависимости от неправильного курса случается неудача, а не успех. В зависимости от правильного курса случается успех, а не неудача. И каким образом в зависимости от правильного курса случается успех, а не неудача? У кого есть правильные воззрения, у того возникают правильные устремления. У кого есть правильные знания, у того возникает правильное освобождение. Таким образом в зависимости от правильного курса случается успех, а не неудача. Биджи сутта, 7. АН 10104. Благословенный сказал, Монахи, у человека с, один, неправильными воззрениями, два, неправильными устремлениями, три, неправильной речью, четыре, неправильными действиями, пять, неправильными средствами к жизни, шесть, неправильными усилиями, семь, неправильной осознанностью, восемь, неправильным сосредоточением, девять, неправильным знанием, и, десять, неправильным освобождением, любая телесная кама, словесная кама и умственная кама, которую он вызывает и предпринимает в соответствии с этими его воззрением, как и любым его намерением, хотением, склонностью и волевыми формирователями, вся эта кама приведет его к нежелательному, неприятному, к вреду и страданиям. И почему? Потому что воззрение плохое. Представьте, монахи, как если бы семя Нима, горького огурца или горькой тыквы посадили бы во влажную почву. Любые питательные вещества, которые оно вобрало бы из почвы и воды, привели бы к его горькому, резкому, неприятному вкусу. И почему? Потому что семя плохое, точно так же, у человека с неправильными воззрениями, неправильными устремлениями. Любая телесная кама, словесная кама и умственная кама, приведет его к нежелательному, неприятному, к вреду и страданиям. И почему? Потому что воззрение плохое. Монахи, у человека с правильными воззрениями, правильными устремлениями, правильной речью, правильными действиями, правильными средствами к жизни, правильными усилиями, правильной осознанностью, правильным сосредоточением, правильным знанием и правильным освобождением, любая телесная кама, словесная кама и умственная кама, которую он побуждает и предпринимает в соответствии с этим его воззрением, как и любым его намерением, хотением, склонностью и волевыми формирователями, вся эта кама приведет его к желательному, желанному, приятному, к благополучию и счастью. И почему? Потому что воззрения хорошие. Представьте, монахи, как если бы семя сахарного тростника, горного риса или винограда посадили бы во влажную почву. Любые питательные вещества, которые оно вобрало бы из почвы и воды, привели бы к его приятному, сладкому, восхитительному вкусу. И почему? Потому что семя хорошее. Точно так же, у человека с правильными воззрениями, правильными устремлениями. Любая телесная кама, словесная кама и умственная кама, приведет его к желательному, желанному, приятному, к благополучию и счастью. И почему? Потому что воззрения хорошие. Вид же сута, истинные знания. А.Н. 10.105. Благословенный сказал, монахи, невежество, сопровождаемое бесстыдством и безбоязненностью совершить проступок, является предтечей вхождения в неблагие состояния ума. 1. У глупца, погруженного в невежество, возникает неправильное воззрение. 2. У того, у кого имеется неправильное воззрение, возникает неправильное устремление. 3. У того, у кого имеется неправильное устремление, возникает неправильная речь. 4. У того, у кого имеется неправильная речь, возникают неправильные действия. 5. У того, у кого имеются неправильные действия, возникают неправильные средства к жизни. 6. У того, у кого имеются неправильные средства к жизни, возникают неправильные усилия. 7. У того, у кого имеется неправильные усилия, возникает неправильная осознанность. 8. У того, у кого имеется неправильная осознанность, возникает неправильное сосредоточение. Девять, у того, у кого имеется неправильное сосредоточение, возникает неправильное знание. Десять, у того, у кого имеется неправильное знание, возникает неправильное освобождение. Монахи, истинное знание, сопровождаемое чувством стыда и боязнью совершить проступок, является предтечей вхождения в благие состояния ума. У мудреца, дошедшего до истинного знания, возникает правильное воззрение. У того, у кого имеется правильное воззрение, возникает правильное устремление. Правильная речь. Правильные действия. Правильные средства к жизни. Правильные усилия. Правильная осознанность. Правильные сосредоточения. Правильные знания. Правильные освобождения. Ниджара сутта, изнашивание. А.Н. 10.106 Благословенный сказал, монахи, существуют эти десять случаев изнашивания. Один. Какие десять? Один, у того, у кого имеются правильные воззрения, неправильные воззрения изнашиваются, а также многочисленные неблаги-качества, возникающие с неправильным воззрением как причиной, также изнашиваются, а имея правильные воззрения причиной, многочисленные благи-качества достигают осуществления посредством развития. Два, у того, у кого имеется правильное устремление, неправильное устремление изнашивается. Три, у того, у кого имеется правильная речь, неправильная речь изнашивается. Четыре, у того, у кого имеются правильные действия, неправильные действия изнашиваются. 5. У того, у кого имеются правильные средства к жизни, неправильные средства к жизни изнашиваются. 6. У того, у кого имеется правильные усилия, неправильные усилия изнашиваются. 7. У того, у кого имеется правильная осознанность, неправильная осознанность изнашивается. 8. У того, у кого имеется правильное сосредоточение, неправильное сосредоточение изнашивается. 9. У того, у кого имеется правильные знания, неправильное знание изнашивается. 10. У того, у кого имеется правильное освобождение, неправильное освобождение изнашивается, а также многочисленные неблагие качества, возникающие с неправильным освобождением как причиной, также изнашиваются, а имея правильное освобождение причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. 1. Нигджара, изнашивание. Это одна из базовых концепций джайнов, нигантхов, заключающаяся в том, что всю плохую каму следует износить за счет болезненных телесных практик. Будда позаимствовал это слово и наделил его своим смыслом. Тхавана сутта, Тхавана. А.Н. 10.107. Благословенный сказал, монахи, на юге есть одна страна под названием Тхавана. Там есть еда, питье, продовольствие и съестные припасы, закуски, тоники, фляски, пение и музыка. Там есть это омовение, и я не отрицаю этого. Но, все же, это омовение низкое, обыденное, мирское, постыдное, неполезное. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Но, монахи, я научу вас благородному омовению, которое ведет исключительно к разочарованию, бесстрастию. Неббане в зависимости от этого омовения существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения. Существа, подверженные старости, освобождаются от старости. Существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти. Существа, подверженные печали, стенанию, боли, унынию и мучению, освобождаются от печали, стенания, боли, унынии и мучений. Поэтому, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, благородное омовение? Один, у того, у кого имеются правильные воззрения, неправильные воззрения смываются, а также многочисленные неблагие качества, возникающие с неправильным воззрением как причиной, также смываются, а имея правильные воззрения причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. Два, у того, у кого имеется правильное устремление, неправильное устремление смывается. Три, у того, у кого имеется правильная речь, неправильная речь смывается. Четыре, у того, у кого имеются правильные действия, неправильные действия смываются. Пять, у того, у кого имеются правильные средства к жизни, неправильные средства к жизни смываются. Шесть, у того, у кого имеется правильные усилия, неправильные усилия смываются. Семь, у того, у кого имеется правильная осознанность, неправильная осознанность смывается. Восемь, у того, у кого имеется правильные сосредоточения, неправильные сосредоточения смываются. 9. У того, у кого имеется правильное знание, неправильное знание смывается. 10. У того, у кого имеется правильное освобождение, неправильное освобождение смывается, а также многочисленные неблагие качества, возникающие с неправильным освобождением как причиной, также смываются, а имея правильное освобождение причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. Таково, монахи, благородное омовение, которое ведет исключительно к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. В зависимости от этого омовения существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения. Существа, подверженные старости, освобождаются от старости. Существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти. Существа, подверженные печали, стинанию, боли, унынию и мучению, освобождаются от печали, стинания, боли, унынии и мучений Тикичхака сутта, врачи А.Н. 10.108 Благословенный сказал, монахи, врачи назначают слабительные для устранения болезней, возникающих из-за желчи, слизи и ветра Есть такое слабительное, монахи, я не отрицаю этого Но, все же, иногда это слабительно и срабатывает, а иногда подводит Однако, монахи, я научу вас благородному слабительному, который всегда срабатывает и никогда не подводит В зависимости от этого слабительного существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения Существа, подверженные старости, освобождаются от старости Существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти Существа, подверженные печали, стинанию, боли, унынию и мучению, освобождаются от печали, стинания, боли, унынии и мучений Поэтому, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, благородные и слабительные, которые всегда срабатывают и никогда не подводят? Один, у того, у кого имеются правильные воззрения, неправильные воззрения счищаются, а также многочисленные неблагие качества, возникающие с неправильным воззрением как причиной, также счищаются, а имея правильные воззрения причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. Два, у того, у кого имеется правильное устремление, неправильное устремление счищается. Три, у того, у кого имеется правильная речь, неправильная речь счищается. Четыре, у того, у кого имеются правильные действия, неправильные действия счищаются. Пять, у того, у кого имеются правильные средства к жизни, неправильные средства к жизни счищаются. Шесть, у того, у кого имеется правильные усилия, неправильные усилия счищаются. Семь, у того, у кого имеется правильная осознанность, неправильная осознанность счищается. Восемь, у того, у кого имеется правильное сосредоточение, неправильное сосредоточение счищается. 9. У того, у кого имеется правильное знание, неправильное знание счищается. 10. У того, у кого имеется правильное освобождение, неправильное освобождение счищается, а также многочисленные неблагие качества, возникающие с неправильным освобождением как причиной, также счищаются, а имея правильное освобождение причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. Таково, монахи, благородные и слабительные, которые всегда срабатывают и никогда не подводят. В зависимости от этого слабительного, существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения. Существа, подверженные старости, освобождаются от старости. Существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти. Существа, подверженные печали, стенанию, боли, унынию и мучению, освобождаются от печали, стенания, боли, унынии и мучений. Вамана сутта, средство для рвоты. АН 10.109. Сутта идентична предыдущей АН 10.108, но здесь вместо, слабительной, идет, средство для рвоты. И далее вместо, щищается, везде идет, выблевывается. Ниддхамана сутта, выбрасывается. АН 10.1010. Благословенный сказал, монахи, есть эти десять вещей для выброса. Какие десять? Один, у того, у кого имеются правильные воззрения, неправильные воззрения выбрасываются, а также многочисленные неблагие качества, возникающие с неправильным воззрением как причиной, также выбрасываются, а имея правильные воззрения причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. 2. У того, у кого имеется правильное устремление, неправильное устремление выбрасывается. 3. У того, у кого имеется правильная речь, неправильная речь выбрасывается. 4. У того, у кого имеются правильные действия, неправильные действия выбрасываются. 5. У того, у кого имеются правильные средства к жизни, неправильные средства к жизни выбрасываются. 6. У того, у кого имеется правильное усилие, неправильное усилие выбрасывается. 7. У того, у кого имеется правильная осознанность, неправильная осознанность выбрасывается. 8. У того, у кого имеется правильное сосредоточение, неправильное сосредоточение выбрасывается. 9. У того, у кого имеется правильное знание, неправильное знание выбрасывается. 10. У того, у кого имеется правильное освобождение, неправильное освобождение выбрасывается, а также многочисленные неблаги качества, возникающие с неправильным освобождением как причиной, также выбрасываются, а имея правильное освобождение причиной, многочисленные благие качества достигают осуществления посредством развития. Таковы десять вещей для выброса. Патхама Асекха Сутта, тот, кто окончил тренировку 1. А.Н. 10.11. И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, тот, кто окончил тренировку, тот, кто окончил тренировку, так говорят. В каком смысле, учитель, говорится о ком-либо, что он окончил тренировку? Монах, вот монах обладает, 1, правильными воззрениями того, кто окончил тренировку. Он обладает, 2, правильным устремлением, 3, правильной речью, 4, правильными действиями, 5, правильными средствами к жизни, 6, правильным усилием, 7, правильной осознанностью, 8, правильным сосредоточением, 9, правильным знанием, 10. Правильным освобождением того, кто окончил тренировку. Вот в каком смысле этот монах окончил тренировку. Дутия-Секха-Сутта – тот, кто окончил тренировку 2. АН 10.112. Благословенный сказал, «Монахи, таковы десять качеств того, кто окончил тренировку». Какие десять? 1. Правильное воззрение того, кто окончил тренировку, 2. Правильное устремление, 3. Правильная речь, 4. Правильное действие. 5. Правильное средство к жизни. 6. Правильные усилия. 7. Правильная осознанность. 8. Правильное сосредоточение. 9. Правильное знание. 10. Правильное освобождение того, кто окончил тренировку. Таковы десять качеств того, кто окончил тренировку. Патхама-Адхамма-Сутта – Нидхама 1. АН 10.113. Благословенный сказал, «Монахи, следует понимать, что такое Нидхама и что такое вредное, а также что такое Тхама и что такое полезное». 1. Поняв, что такое Нидхама и вредное, а также что такое Тхама и полезное, следует практиковать в соответствии с Тхаммой тем, что полезно. И что такое, монахи, не Дхамма и вредное? 1. Неправильное воззрение, 2. Неправильное устремление, 3. Неправильная речь, 4. Неправильное действие, 5. Неправильное средство к жизни, 6. Неправильное усилие, 7. Неправильная осознанность, 8. Неправильное сосредоточение, 9. Неправильное знание, 10. Неправильное освобождение. Как сказано, это является не Дхамма и вредным. И что такое, монахи, Дхамма и полезное? Правильное воззрение. Правильное освобождение. Как сказано, это является Дхамма и полезным. Когда так было сказано, монахи, следует понимать, что такое не Дхамма и что такое вредное, а также что такое Дхамма и что такое полезное. Поняв, что такое не Дхамма и вредное, а также что такое Дхамма и полезное, следует практиковать в соответствии с Дхаммой и тем, что полезно, то в отношении этого так было сказано. Один, слова Дхамма и Нидхамма здесь нужно понимать не как самоучение Будды, а как общие принципы правильности и неправильности. Дутия Дхамма сутта, Нидхамма 2. АН 10.114. Благословенный сказал, монахи, следует понимать, что такое Нидхамма и что такое Дхамма, а также что такое вредное и что такое полезное. Поняв, что такое Нидхамма и Дхамма, а также что такое вредное и полезное, следует практиковать в соответствии с Дхаммой и тем, что полезно. И что такое, монахи, Нидхамма и Дхамма? Что такое вредное и полезное? Один, неправильное воззрение, это Нидхамма. Правильное воззрение, это Дхамма. Многочисленные плохие, неблагие качества, возникающие с неправильным воззрением как причиной, это является вредным. Многочисленные благие качества, имеющие причиной правильное воззрение, что достигают осуществления посредством их развития, это является полезным. 2. Неправильные устремления. 3. Неправильная речь. 4. Неправильные действия. 5. Неправильные средства к жизни. 6. Неправильные усилия. 7. Неправильная осознанность. 8. Неправильные сосредоточения. 9. Неправильные знания. 10. Неправильные освобождения, это не Дхама. Правильные освобождения, это Дхама. Многочисленные плохие, неблагие качества, возникающие с неправильным освобождением как причиной, это является вредным Многочисленные благие качества, имеющие причины правильные освобождения, что достигают осуществления посредством их развития, это является полезным Когда так было сказано, монахи, следует понимать, что такое не Дхамма и что такое Дхамма, а также что такое вредное и что такое полезное Поняв, что такое Нидхамма и Дхамма, а также что такое вредное и полезное, следует практиковать в соответствии с Дхаммой и тем, что полезно, то в отношении этого так было сказано. Татья Дхамма сутта, Нидхамма 3. А.Н. 10.115 Благословенный сказал, монахи, следует понимать, что такое Нидхамма и что такое Дхамма, а также что такое вредное и что такое полезное. Поняв, что такое Нидхамма и Дхамма, а также что такое вредное и полезное, следует практиковать в соответствии с Дхаммой тем, что полезно. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливый поднялся со своего сидения и вошел в свою хижину. И, вскоре после того, как Благословенный ушел, монахи стали обсуждать, друзья, Благословенный научил этому краткому утверждению, монахи, следует понимать, что такое не Дхамма. Что полезно. Затем он поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, не прав детального разъяснения. Кто же сможет в подробностях разъяснить значение этого? И затем мысль пришла к ним, Достопочтенный Ананда восхваляем Учителем и почитаем его мудрыми товарищами-монахами. Он сможет детально разъяснить значение этого краткого утверждения. Что если мы отправимся к нему и спросим его о значении этого? Будем помнить то, как он объяснит это нам. И тогда те монахи отправились к Достопочтенному Ананде и обменялись с ним вежливыми приветствиями, после чего они сели рядом и сказали, «Друг Ананда, благословенный научил этому краткому утверждению». Затем он поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, не дав детального разъяснения. И вскоре после того, как он ушел, мы подумали, «Друзья, благословенный научил этому краткому утверждению». Достопочтенный Ананда восхваляем Учителем и почитаем его мудрыми товарищами-монахами. Он сможет детально разъяснить значение этого краткого утверждения. Что если мы отправимся к нему и спросим его о значении этого? Будем помнить то, как он объяснит это нам. Пусть Достопочтенный Ананда разъяснит нам это. Достопочтенный Ананда ответил, «Друзья, это как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и прошел бы мимо корней и ствола великого дерева с сердцевиной, думая, что сердцевину нужно искать среди ветвей и листьев». Так и с вами, Достопочтенные, вы сидели лицом к лицу с Учителем, но прошли мимо Благословенного, думая, что о значении нужно спрашивать меня. Ведь зная, друзья, Благословенный знает, видя, он видит, он стал видением, он стал знанием, он стал Дхаммой, он стал Брахмой. Это он, разъяснитель, глашатай, толкователь значения, даритель бессмертного, властелин Дхаммы, Татхагата. В тот момент вам следовало спросить у Благословенного о значении. То, как он объяснил бы это, так мы это бы и запомнили. Вне сомнений, друг Ананда, зная, Благословенный знает, видя, он видит. Татхагата. В тот момент нам следовало спросить у Благословенного о значении, и то, как он объяснил бы это, так мы это бы и запомнили. Но, все же, Достопочтенный Ананда восхваляем Учителем и почитаем его мудрыми товарищами-монахами. Достопочтенный Ананда сможет детально разъяснить значение этого краткого утверждения. Пусть Достопочтенный Ананда не увидит в этом беспокойство и даст разъяснение. В таком случае, друзья, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, друг, ответили те монахи. Достопочтенный Ананда сказал, друзья, Благословенный научил этому краткому утверждению, не дав детального разъяснения, монахи, следует понимать, что такое не Дхамма. Что полезно. И что такое, монахи, не Дхамма, и что такое Дхамма? Что такое вредное, и что такое полезное? Один, друзья, неправильное воззрение – это не Дхамма. Правильное воззрение – это Дхамма. Многочисленные плохие, неблагие качества, возникающие с неправильным воззрением как причиной, это является вредным. Многочисленные благие качества, имеющие причиной правильное воззрение, что достигают осуществления посредством развития, это является полезным. Два, неправильное устремление. Три, неправильная речь. Четыре, неправильные действия. Пять, неправильное средство к жизни. 6 – неправильные усилия. 7 – неправильная осознанность. 8 – неправильные сосредоточения. 9 – неправильные знания. 10 – неправильные освобождения, это не Дхамма. Правильные освобождения, это Дхамма. Многочисленные плохие, неблагие качества, возникающие с неправильным освобождением как причиной, это является вредным. Многочисленные благие качества, имеющие причины правильные освобождения, что достигают осуществления посредством развития, это является полезным. Друзья, вот каким образом я понимаю в подробностях значение того, что было сказано Благословенным вкратце. Теперь, друзья, если хотите, отправляйтесь к Благословенному и спросите его о значении этого. То, как он объяснит это, так вы это и запомните. Да, друг, ответили те монахи и, восхитившись и возрадовавшись словам достопочтенного Ананды, они встали со своих сидений и отправились к Благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и сказали Благословенному, Учитель, Благословенный научил этому краткому утверждению. Затем, Учитель, мы отправились к Достопочтенному Ананде и спросили его о значении. Достопочтенный Ананда разъяснил нам значение такими-то способами, в таких-то терминах и фразах. Благословенный ответил, хорошо, хорошо, монахи. Ананда мудр. Ананда наделен великой мудростью. Если бы вы спросили меня о значении этого, то я бы объяснил точно так же, как это сделал Ананда. Таково значение этого, и именно так вам это следует запомнить. Аджита сутта, Аджита. АН 10.116. И тогда странник Аджита подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и сказал Благословенному, «Мастер Гатама, у меня есть друг, отшельник по имени Пандита». Он продумал пятьсот аргументов, посредством которых приверженцы иных учений, будучи опровергнутыми, знают, нас опровергли. Тогда Благословенный обратился к монахам, «Монахи, помните ли вы положение отшельника Пандиты?» «Сейчас подходящий момент, Благословенный. Сейчас подходящее время, счастливый». Услышав это от Благословенного, монахи запомнят то, что сказал Благословенный. «В таком случае, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», ответили те монахи. Благословенный сказал, «Бывает так, когда некий человек доказывает несостоятельность и ошибочность доктрины, противоположной Дхамме, другой доктриной, противоположной Дхамме. Таким образом, он радует собраний, противоположные в своих убеждениях Дхамме. По этой причине собраний, противоположной Дхамме, гудит, горланит, восклицает, «Он воистину мудр, почтенный». «Он воистину мудр, почтенный». Далее, бывает так, когда некий человек доказывает несостоятельность и ошибочность доктрины, согласующиеся с Дхаммой, другой доктриной, противоположной Дхамме. Таким образом, он радует собраний, противоположные в своих убеждениях Дхамме. По этой причине собраний, противоположной Дхамме, гудит, горланит, восклицает, «Он воистину мудр, почтенный». «Он воистину мудр, почтенный». Далее, бывает так, когда некий человек доказывает несостоятельность и ошибочность и доктрины, согласующиеся с Дхаммой, и доктрины, противоположной Дхамме, другой доктриной, противоположной Дхамме. Таким образом, он радует собраний, противоположные в своих убеждениях Дхамме. По этой причине собраний, противоположной Дхамме, гудит, горланит, восклицает, он воистину мудр, почтенный. Он воистину мудр, почтенный. Далее, бывает так, когда некий человек доказывает несостоятельность и ошибочность и доктрины, согласующиеся с Дхаммой, и доктрины, противоположной Дхамме, другой доктриной, согласующейся с Дхаммой. Таким образом, он радует собраний, противоположные в своих убеждениях Дхамме. По этой причине собраний, противоположной Дхамме, гудит, горланит, восклицает, он воистину мудр, почтенный. Он воистину мудр, почтенный. Далее, бывает так, когда некий человек доказывает несостоятельность и ошибочность доктрины, согласующейся с Дхаммой, другой доктриной, согласующиеся с Дхаммой. Таким образом, он радует собраний, согласующиеся в своих убеждениях с Дхаммой. По этой причине собраний, согласующиеся с Дхаммой, гудит, горланит, восклицает, он воистину мудр, почтенный. Он воистину мудр, почтенный. 1. Монахи, следует понимать, что такое не Дхамма и что такое Дхамма, а также что такое вредно и что такое полезное. 2. Поняв, что такое не Дхамма и Дхамма, а также что такое вредно и полезное, следует практиковать в соответствии с Дхаммой и тем, что полезно, то в отношении этого так было сказано. 1. Этого, а также предыдущего параграфа нет в латинской, записанной латинскими буквами, и берманской редакции канона, но есть только в ланкийской. Мне он кажется чужеродным мыслительному миру Никай, поскольку говорит о натравливании двух правильных доктрин одну на другую с целью победы в дебатах. Также странно, что фраза собраний, согласующаяся с Дхаммой, Дхаммикопариса, описывается как гудящие гороланища, учасадда-махасадда. Обычно такое выражение применяется для описания собраний не буддистов, или же шумящий толпы мирян, в АН 5.30. В одном из случаев оно описывает и монахов МН 1, 456, 20-22, но там Будда выдворяет их прочь. Вместо этих двух параграфов латинской берманской версии идет следующее. Некий человек доказывает несостоятельность и ошибочность доктрины, противоположной Дхамме, другой доктриной, согласующейся с Дхаммой. Таким образом, он радует собраний, согласующиеся в своих убеждениях с Дхаммой. По этой причине собраний, согласующиеся с Дхаммой, гудит, горланит, восклицает, он воистину мудр, почтенный. Он воистину мудр, почтенный. Этот фрагмент более уместен, поскольку правильная доктрина побеждает неправильную. Однако, все равно непонятно, почему собрание описывается как шумящее горланище. 2. Здесь идет вся сутта АН 10.114 целиком. Сангхарава сутта, Сангхарава. АН 10.117. И тогда Брахман Сангхарава подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и сказал благословенному, «Мастер Гатама, что такое ближний берег? Что такое дальний берег?» Брахман, 1. Неправильное воззрение, это ближний берег, правильное воззрение, это дальний берег. 2. Неправильное устремление. 3. Неправильная речь. 4. Неправильные действия. 5. Неправильное средство к жизни. 6. Неправильные усилия. 7. Неправильная осознанность. 8. Неправильные сосредоточения. 9. Неправильные знания. 10. Неправильное освобождение – это ближний берег, правильное освобождение – это дальний берег. Одно – Брахман – это берег ближний, другое – берег дальний. И далее Благословенный добавил, как мало тех среди людей, кто перебрался на тот берег, а остальные мечутся на этом ближнем берегу. И когда Дхама праведно разъяснена, все те, кто практикуют с ней, покинут царство смерти рубежи, что сделать очень нелегко. Темное качество искорене в уме, мудрец стремится яркий развить. Покинув дом и жизнь бездомную приняв, в которой трудно радость получить, в уединение эту радость должен он искать, отбросив все услады чувств. Мудрец, который не имеет ничего, должен стереть все загрязнения ума. Чей ум столь развит хорошо, в тех факторах, ведущих к просветлению, кто, не цепляясь, восторгается отбрасыванием всякого цепляния, тот, лучезарный, уничтожив загрязнение, угас всецело в этом мире. Римма сутта, ближний. АН 10.118. Сутта идентична предыдущей АН 10.117, включая острофы, но здесь Будда обращается к монахам и вступлении чуть иное, Благословенный сказал, монахи, я научу вас ближнему берегу и берегу дальнему. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, ближний берег и берег дальний? Неправильное воззрение. Патхама Почарохани сутта, Почарохани один. АН 10.119. И тогда в день Юпасадхи Брахман Дженуссони встал рядом, неподалеку от Благословенного, с помытой головой, новыми льняными одеждами, держа в руке пучок мокрой травы кусы. Благословенный увидел, что тот стоит там, и сказал ему, Брахман, почему в день Юпасадхи ты стоишь с помытой головой, новыми льняными одеждами, держа в руке пучок мокрой травы кусы? Что происходит ныне с кланом брахманов? Сегодня, мастер Гатама, брахманское празднество Почарохани. Один. И как брахманы соблюдают Почарохани? Так вот же, мастер Гатама, в день Юпасадхи брахманы моют свои головы, надевают новые льняные одежды. Затем они смазывают землю свежим коровьим навозом, покрывают это зеленой травой кусы и ложатся между оградой и домом для огня. Посреди ночи они встают три раза и с почтительным приветствием поклоняются огню, мы спускаемся в честь благоговейного. Мы спускаемся в честь благоговейного. Два. Они подносят обилие топленого масла, масла, взбитого масла огню. По истечении ночи они подносят различную превосходную пищу брахманам. Вот таким образом, мастер Гатама, брахманы соблюдают празднование Почарохани. В дисциплине благородных, брахман, празднование Почарохани отличается от празднования Почарохани брахманов. Но как, мастер Гатама, празднование Почарохани соблюдается в дисциплине благородных? Было бы хорошо, если бы мастер Гатама научил меня Дхаме, объяснив то, как празднование Почарохани соблюдается в дисциплине благородных. В таком случае, брахман, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, почтенный, ответил брахман Джануссоне. Благословенный сказал, один, вот, брахман, Брахман, ученик благородных размышляет так, результат неправильного воззрения плохо в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает неправильные воззрения. Он спускается с неправильного воззрения. Далее, Брахман, ученик благородных размышляет так, результат неправильного устремления. Неправильной речи. Неправильных действий. Неправильных средств к жизни. Неправильного усилия. Неправильной осознанности. неправильного сосредоточения неправильного знания Далее, Брахман, ученик благородных размышляет так, результат неправильного освобождения плохо в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает неправильное освобождение. Он спускается с неправильного освобождения. Вот таким образом, Брахман, празднование почерохани соблюдается в дисциплине благородных. Празднование почерохани в дисциплине благородных мастер Гатама, довольно так и отличается от празднования почероханий брахманов. И празднование почероханий брахманов не стоит и одной шестнадцатой празднования почероханий в дисциплине благородных. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий поясняет, что это праздник в честь почитания огня. Два, вероятно, отсюда и происходит название празднования. Слово «противорохоти» означает «спускаться», «сидение», «колесница» и так далее, в честь кого-то. Видимо, брахманы спускались, чтобы почтить Бога огня, который олицетворял всепроникающую энергию Вселенной. Дутия Почарохани сутта, Почарохани 2. АН 10.120. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас благородному празднованию Почарохани. Слушайте внимательно, я буду говорить». «Да, учитель», — ответили те монахи. Благословенный сказал, «И что такое, монахи, благородное празднование Почарохани?» 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Неправильного сосредоточения. Неправильного знания. Далее, ученик благородных размышляет так, результат неправильного освобождения плохо в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает неправильное освобождение. Он спускается с неправильного освобождения. Это называется благородным празднованием Почарохани. Кубангама сутта, Приттича. АН 10.121. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как рассвет является предтечей и предшественником восхода солнца, точно так же, 1, правильные воззрения являются предтечей и предшественником благих качеств. 2, у того, у кого имеются правильные воззрения, возникает правильное устремление. 3, у того, у кого имеется правильное устремление, возникает правильная речь. 4, у того, у кого имеется правильная речь, возникают правильные действия. 5, у того, у кого имеются правильные действия, возникают правильные средства к жизни. Шесть, у того, у кого имеются правильные средства к жизни, возникает правильные усилия. Семь, у того, у кого имеется правильные усилия, возникает правильная осознанность. Восемь, у того, у кого имеется правильная осознанность, возникает правильные сосредоточения. Девять, у того, у кого имеется правильные сосредоточения, возникает правильные знания. Десять, у того, у кого имеется правильные знания, возникает правильное освобождение. Асава сутта, Пятна загрязнения ума. АН 10.122. Благословенный сказал, монахи, эти десять вещей, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Какие десять? Один, правильное воззрение, два, правильное устремление, три, правильная речь, четыре, правильное действие, пять, правильное средство к жизни, шесть, правильное усилие, семь, правильная осознанность, восемь, правильное сосредоточение, девять, правильное знание, десять, правильное освобождение. Эти десять вещей, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению пятен. Сутты АН 10.123.131. Сутты идентичны АН 10.122, но меняется вступление и соответствующее ему окончание, эти десять вещей очищаются и отмываются нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие десять? АН 10.123. Эти десять вещей, будучи невозникшими, возникают нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие десять? АН 10.124. Эти десять вещей приносят великий плод и пользу нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие десять? АН 10.125. Эти десять вещей завершаются в устранении жажды, злобы и заблуждения нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие 10? А.Н. 10.126. Эти 10 вещей всецело ведут к разочарования и бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к небабанию и нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие 10? А.Н. 10.127. Эти 10 вещей, будучи развитыми и возвращенными, будучи не возникшими, возникают нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие 10? А.Н. 10.128. Эти десять вещей, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие десять? АН 10.129 Эти десять вещей, будучи развитыми и взращенными, завершаются в устранении жажды, злобы и заблуждения нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие десять? АН 10.130 Эти десять вещей, будучи развитыми и взращенными, всецело ведут к разочарованию и бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к небыбанию нигде более, кроме как в дисциплине счастливого. Какие десять? АН 10.131 Да сама сутта, десятая. АН 10.132 Благословенный сказал, монахи, есть эти десять неправильных направлений. Какие десять? Один, неправильное воззрение, два, неправильное устремление, три, неправильная речь, четыре, неправильное действие, пять, неправильное средство к жизни, шесть, неправильные усилия, семь, неправильная осознанность, восемь, неправильное сосредоточение, девять, неправильное знание, десять, неправильное освобождение. Таковы десять неправильных направлений. Якадаса Масутта, одиннадцатое. АН 10.133 Благословенный сказал, монахи, есть эти десять правильных направлений. Какие десять? Один, правильное воззрения, 2, правильное устремление, 3, правильная речь, 4, правильное действие, 5, правильное средство к жизни, 6, правильное усилие, 7, правильная осознанность, 8, правильное сосредоточение, 9, правильное знание, 10, правильное освобождение. Таковы десять правильных направлений. Саддху сутта, хорошие. АН 10.134. Благословенный сказал, монахи, я научу вас тому, что является хорошим и тому, что является плохим. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое плохое, монахи? Неправильное воззрение. Неправильное освобождение. Это называется плохим. И что такое хорошее, монахи? 1, правильное воззрение, 2, правильное устремление, 3, правильная речь, 4, правильное действие, 5, правильное средство к жизни, 6, правильное усилие, 7, правильная осознанность, 8, правильное сосредоточение, 9, правильное знание, 10, правильное освобождение. Это называется хорошим. Сутты АН 10.135.154. Сутты идентичны АН 10.134, за небольшим изменением, я научу вас благородной Дхамме и неблагородной Дхамме. АН 10.135. Я научу вас благому и неблагому. АН 10.136. Я научу вас полезному и вредному. АН 10.137. Я научу вас Дхамме и не Дхамме. АН 10.138. Я научу вас загрязненной Дхамме и не загрязненной. АН 10.139. Я научу вас достойной порицания Дхамме безукоризненной. АН 10.140. Я научу вас мучающий дхами и не мучающий. АН 10.141. Я научу вас дхами, что ведет к выстраиванию, и что ведет к разбору. АН 10.142. Я научу вас дхами, имеющие с ходом страданий, и дхами, имеющие с ходом счастья. АН 10.143. Я научу вас дхами, кончающиеся страданием, и дхами, кончающиеся счастьем. АН 10.144. Я научу вас благородному пути и неблагородному пути. АН 10.145. Я научу вас темному пути и яркому пути. АН 10.146. Я научу вас хорошей Дхаме и плохой Дхаме. АН 10.147. Я научу вас Дхаме хороших людей и Дхаме плохих людей. АН 10.148. Я научу вас Дхаме, которую нужно порождать, и той, которую не нужно. АН 10.149. Я научу вас Дхаме, к которой следует стремиться, и той, которой не следует. АН 10.150. Я научу вас Дхаме, которую следует развивать, и той, которую не следует. АН 10.151. Я научу вас Дхаме, которую следует взращивать, и той, которую не следует. АН 10.152. Я научу вас Дхаме, о которой следует памятовать, и той, о которой не следует. АН 10.153. Я научу вас Дхаме, которую нужно реализовать, и той, которую не нужно. АН 10.154 Сивитабба сутта, общаться. АН 10.155 Благословенный сказал, монахи, не стоит общаться с тем, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? Неправильными воззрениями. Неправильным освобождением. Не стоит общаться с тем, кто наделен этими десятью качествами. Монахи, стоит общаться с тем, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? 1. Правильными воззрениями, 2. Правильным устремлением, 3. Правильной речью, 4. Правильными действиями, 5. Правильными средствами к жизни, 6. Правильным усилием, 7. Правильной осознанностью, 8. Правильным сосредоточением, 9. Правильным знанием, 10. Правильным освобождением. Стоит общаться с тем, кто наделен этими десятью качествами. Сутты АН-10-156-166 Сутты идентичны АН-10-155, за небольшим изменением, не стоит обращаться за советом к тому, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? АН-10-156 Не стоит прислуживать тому, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? АН-10-157 Не стоит уважать того, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? АН 10.158. Не стоит восхвалять того, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? АН 10.159. Не стоит чтить того, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? АН 10.160. Не стоит выказывать почтение тому, кто наделен этими десятью качествами. Какими десятью? АН 10.161. Монахи, человек, наделенный этими десятью качествами, не является успешным. Какими десятью? Является успешным. АН 10.162. Монахи, человек, наделенный этими десятью качествами, не очищен. Какими десятью? Очищен. АН 10.163. Монахи, человек, наделенный этими десятью качествами, не преодолевает самомнение. Какими десятью? Преодолевает. АН 10.164. Монахи, человек, наделенный этими десятью качествами, не возрастает в мудрости. Какими десятью? Возрастает. АН 10.165. Монахи, человек, наделенный этими десятью качествами, порождает много плохого. Какими десятью? Порождает много заслуг. АН 10.166. Патхама Почарохани сутта, Почарохани 1. АН 10.167. Сутта идентична А.Н. 10.119, но здесь иные десять пунктов. 1. Вот, Брахман, ученик благородных размышляет так, результат уничтожения жизни плохой в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает уничтожение жизни. Он спускается с уничтожения жизни. 2. 9. Далее, Брахман, ученик благородных размышляет так, результат взятия того, что мне не было дано. Неблагого сексуального поведения. Лжи. Сеющий раз при речи. Грубой речи. Пустой болтовни. Жажды. Недоброжелательности. 10. Далее, Брахман, ученик благородных размышляет так, результат неправильного воззрения плохой в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает неправильные воззрения. Он спускается с неправильного воззрения. Дутия Почарохани Сутта, Почарохани 2. А.Н. 10.168. Благословенный сказал, монахи, я научу вас благородному празднованию Почарохани. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, благородное празднование Почарохани? 1. Вот ученик благородных размышляет так, результат уничтожения жизни плохой в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает уничтожение жизни. Он спускается с уничтожения жизни. 2. 9. Далее, ученик благородных размышляет так, результат взятия того, что мне не было дано. Неблагого сексуального поведения. Лжи. Сеющий распри речи. Грубой речи. Пустой болтовни. Жажды. Недоброжелательности. 10. Далее, ученик благородных размышляет так, результат неправильного воззрения плохой в этой жизни и в будущих жизнях. Рассмотрев это таким образом, он отбрасывает неправильные воззрения. Он спускается с неправильного воззрения. Это называется благородным празднованием Почарохани. Сангарава сутта, Сангарава. АН 10.169. И тогда Брахман Сангарава подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал благословенному, мастер Гатама, что такое ближний берег? Что такое дальний берег? Брахман, 1. Уничтожение жизни, это ближний берег. Воздержание от уничтожения жизни, это берег дальний. 2. Взятие того, что тебе не было дано, это ближний берег. Воздержание от взятия того, что не было дано, это берег дальний. 3. Неблагое сексуальное поведение, это ближний берег. Воздержание от неблагого сексуального поведения, это берег дальний. 4. Ложь, это ближний берег. Воздержание от лжи, это берег дальний. 5. Сеющий распри речь – это ближний берег. Воздержание от сеющей расприречи – это берег дальний. Шесть – грубая речь – это ближний берег. Воздержание от грубой речи – это берег дальний. Семь – пустая болтовня – это ближний берег. Воздержание от пустой болтовни – это берег дальний. Восемь – жажда – это ближний берег. Нежажда – это берег дальний. Девять – недоброжелательность – это ближний берег. Доброжелательность – это берег дальний. Десять, неправильное воззрение, это ближний берег. Правильное воззрение, это берег дальний. Одно, брахман, суть берег ближний. Иное, суть берег дальний. И далее он добавил, как мало тех среди людей. Один. Угас всецело в этом мире. Один, строфы аналогичны тем, что содержится в А.Н. 10.117. Арима сутта, ближний. А.Н. 10.170. Сутта идентична предыдущий А.Н. 10.169, включая строфы, но здесь Будда обращается к монахам и вступлении чуть иное, благословенный сказал, монахи, я научу вас ближнему берегу и берегу дальнему. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, ближний берег и берег дальний? Уничтожение жизни, это ближний берег. Патхама Адхамма сутта, Нидхама 1. А.Н. 10.171. Благословенный сказал, монахи, следует понимать, что такое Нидхама и что такое вредное, а также что такое Дхама и что такое полезное. Поняв, что такое Нидхама и вредное, а также что такое Дхама и полезное, следует практиковать в соответствии с Дхаммой и тем, что полезно. И что такое, монахи, Нидхама и вредное? 1. Уничтожение жизни, 2. Взятие того, что не было дано, 3. Неблагое сексуальное поведение, 4. Ложь, 5. Сеющий расприречь, 6. Грубая речь, 7. Пустая болтовня, 8. Жажда, 9. Недоброжелательность, 10. Неправильное воззрение. Как сказано, это является недхаммой вредным. И что такое, монахи, дхамма и полезное? Воздержание от уничтожения жизни. Пустой болтовни, нежажда, доброжелательность, правильное воззрение. Как сказано, это является дхаммой и полезным. Когда так было сказано, монахи, следует понимать, что такое недхамма и что такое вредное, а также что такое дхамма и что такое полезное. Поняв, что такое недхамма и вредное, а также что такое дхамма и полезное, следует практиковать в соответствии с дхаммой и тем, что полезно, то в отношении этого так было сказано. Дутия Дхамма сутта, недхамма 2. АН 10.172. Сутта идентична АН 10.115, но здесь монахи идут не к Ананде, а к Махакачине, а также, по такому же шаблону, объясняются иные 10 пунктов, те, что содержатся в предыдущей сутте АН 10.171. Татья Дхамма сутта, недхамма 3. АН 10.173. Сутта идентична АН 10.114, но здесь, по такому же шаблону, объясняются иные 10 пунктов, те, что содержатся в АН 10.171. Камма Недана сутта, причины Каммы. АН 10.174. Благословенный сказал, монахи, один, уничтожение жизни, я говорю вам, трояка, вызванной жаждой, вызванной злобой, вызванной заблуждением. 2. Взятие того, что не было дано, я говорю вам, также трояка, вызванной жаждой, вызванной злобой, вызванной заблуждением. 3. Неблагое сексуальное поведение, я говорю вам, также трояка, вызванной жаждой, вызванной злобой, вызванной заблуждением. 4. Ложь, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением. 5. Сеющий распри речь, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением. 6. Грубая речь, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением. 7. Пустая болтовня, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением. 8. Жажда, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением 9. Недоброжелательность, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением 10. Неправильное воззрение, я говорю вам, также трояка, вызванная жаждой, вызванная злобой, вызванная заблуждением Таким образом, монахи, жажда, это источник и происхождение каммы Злоба – это источник и происхождение каммы. Заблуждение – это источник и происхождение каммы. С уничтожением жажды – источник каммы-выгас. С уничтожением злобы – источник каммы-выгас. С уничтожением заблуждения – источник каммы-выгас. Политкаммана сутта «Избегание» А.Н. 10.175 Благословенный сказал, монахи, эта Дхамма предлагает средства для избегания. Не так оно, что у нее нет средств для избегания. И каким образом этот хама предлагает средства для избегания, и почему это не так, что у нее нет средств для избегания? 1. Для того, кто уничтожает жизнь, существует воздержание от уничтожения жизни в качестве средства для избегания этого. 2. Для того, кто берет то, что ему не было дано, существует воздержание от взятия того, что не дано, в качестве средства для избегания этого. Три, для того, кто пускается в неблагое сексуальное поведение, существует воздержание от неблагого сексуального поведения в качестве средства для избегания этого. Четыре, для того, кто лжет, существует воздержание от лжи в качестве средства для избегания этого. Пять, для того, кто своей речью сеет распри, существует воздержание от сеющей распри речи в качестве средства для избегания этого. 6. Для того, кто говорит грубо, существует воздержание от грубой речи в качестве средства для избегания этого. 7. Для того, кто болтает попусту, существует воздержание от пустой болтовни в качестве средства для избегания этого. 8. Для того, кто полон жажды, существует нежажда в качестве средства для избегания этого. 9. Для того, кто полон недоброжелательности, существует доброжелательность в качестве средства для избегания этого. 10. Для того, кто имеет неправильные воззрения, существуют правильные воззрения в качестве средства для избегания этого. Таким образом, монахи, эта Дхама предлагает средства для избегания, и не так оно, что у нее нет средств для избегания. Чунда сутта, Чунда. АН 10 176. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в пае в Манговой роще Чунды, сына кузнеца. И тогда Чунда, сын кузнеца, подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, Чунда, чей ритуал очищения ты предпочитаешь? Господин, я предпочитаю ритуалы очищения, предписанные брахманами Запада, которые носят чайники, носят гирлянды из водорослей, поклоняются огню, погружают себя в воду. И каким образом, Чунда, брахман из Запада предписывают ритуалы очищения? Господин, брахман из Запада наставляют своих учеников так, ну же, почтенный, встав рано утром, ты должен с постели погладить землю. Если не погладил землю, ты должен погладить свежий коровий навоз. Если не погладил свежий коровий навоз, ты должен погладить зеленую траву. Если не погладил зеленую траву, ты должен поклониться огню. Если не поклонился огню, ты должен выразить почтение солнцу почтительным приветствием. Если не выразил почтение солнцу почтительным приветствием, ты должен окунуть себя в воду три раза, в том числе вечером. Вот каким образом брахманы Запада предписывают ритуалы очищения. Именно их ритуалы очищение я предпочитаю». Чунда, очищение в дисциплине благородных довольно таки отличается от ритуалов очищения, предписанных брахманами Запада, которые носят чайники, носят гирлянды из водорослей, поклоняются огню, погружают себя в воду. Но каким образом, господин, свершается очищение в дисциплине благородных? Было бы хорошо, если бы благословенный научил меня Дхаме так, чтобы это объяснило бы мне то, каким образом свершается очищение в дисциплине благородных. В таком случае, Чунда, слушай внимательно. Я буду говорить. «Да, господин», — ответил Чунда, сын кузнеца. Благословенный сказал, «Загрязненность тела, Чунда, трехчестна. Загрязненность речи четырехчестна. Загрязненность ума трехчестна». И каким образом, Чунда, загрязненность тела трехчестна? Один, вот некий человек уничтожает жизнь. Он жесток, кровожаден, предается насилию и побоям, беспощаден к живым существам. Два, он берет то, что ему не было дано. Он ворует ценности и имущества других в деревне или же в лесу. Три, он пускается в неблагое сексуальное поведение. Он имеет половые связи с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой их Дхаммы, которые имеют супруга, чье осквернение ведет к взысканию, или даже с теми, которые уже помолвлены. Один, вот таким образом загрязненность тела трехчестна. И каким образом, Чунда, загрязненность речи четырехчестна? Четыре, вот некий человек говорит неправду. Если его вызывают на совещании, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдии или на суд, и спрашивают его как свидетеля, и так, почтенный, расскажи, что ты знаешь, и тогда он, не зная, говорит я знаю, или, зная, он говорит я не знаю, не видя, он говорит я вижу, или же, видя, он говорит я не вижу. Таким образом, он сознательно говорит неправду ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. 5. Своими словами он сеет расприя. То, что он слышал здесь, он рассказывает там, чтобы посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он рассказывает здесь, чтобы посеять рознь между тамошними людьми здешними. Так он вызывает разногласия среди тех, кто живет в согласии, создает расколы, наслаждается раздорами, радуется раздором, восторгается раздорами, говорит слова, что создают раздоры. Шесть, он говорит грубо. Он произносит такие слова, которые грубые, жесткие, ранищие других, оскорбительны для других, граничащие со злобой, не ведущие к сосредоточению. Семь, он пускается в пустую болтовню. Он говорит в неподходящий момент, говорит ошибочно, говорит бесполезно и, говорит противоположно и Дхамме и Винае. В неподходящий момент он говорит слова, которые ничего не стоят, неразумны, беспорядочны, не несут пользы. Вот таким образом загрязненность речи четырехчестна. И каким образом, чунда, загрязненность ума трехчестна? Восемь, вот некий человек полон жажды. Он жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. Девять, у него недоброжелательность, ум и злобные устремления, пусть эти существа будут умерщвлены, убиты, умрут, будут уничтожены и истреблены. Десять, он придерживается неправильного воззрения и неправильной точки зрения, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Вот таким образом загрязненность ума трехчестна. Таковы, чунда, десять течений неблагой каммы. Если кто-либо пускается в эти десять течений неблагой каммы, то, если он встает рано утром и гладит с постели землю, он нечист. Если не гладит землю, он нечист. Если он гладит свежий коровий навоз, траву, кланяется огню, выражает почтение солнцу почтительным приветствием, окунает себя в воду три раза, в том числе вечером, он нечист. Если не окунает себя в воду три раза, в том числе вечером, он нечист. И почему? Потому что эти десять течений неблагой каммы сами по себе нечистые и загрязняющие. И именно потому, что люди пускаются в эти десять течений неблагой каммы, можно увидеть ад, мир животных, мир страдающих духов, как и другие неблагие уделы. Чистота тела, чунда, трехчестна. Чистота речи трехчестна. Чистота ума трехчестна. И каким образом, чунда, чистота тела трехчестна? Вот некий человек, отбрасывая убийство, воздерживается от уничтожения жизни. Он живет без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он не ворует ценности и имущества других деревней или же в лесу. Отбрасывая неблагое сексуальное поведение, он воздерживается от неблагого сексуального поведения. Он не имеет половых связей с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой их дхаммы, которые имеют супруга, чье осквернение ведет к взысканию, или даже с теми, которые уже помолвлены. Вот каким образом чистота тела трехчестна. И каким образом, чудо, чистота речи четырехчестна? Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Если его вызывают на совещании, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдии или на суд, и спрашивают его как свидетеля, «Итак, почтенный, расскажи, что ты знаешь», и тогда он, не зная, говорит «я не знаю», или «зная», он говорит «я знаю», не видя, он говорит «я не вижу», или же «видя», он говорит «я вижу». Таким образом, он не говорит сознательно неправды ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Отбрасывая речь, сеющую распри, он воздерживается от речи, сеющей распри. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывал здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит слова, которые способствуют согласию. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая пустую болтовню, он воздерживается от пустой болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительные, полезные, говорит о Дхамме, о Винае. В должный момент он говорит ценные слова, разумные, лаконичные, полезные. Вот таким образом чистота речи четырехчестна. И каким образом, чудо, чистота ума трехчестна? Вот некий человек не имеет жажды. Он не жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. У него доброжелательный ум, его устремления лишены злобы, пусть эти существа живут счастливо, будут свободны от вражды, угнетения, тревоги. Он придерживается правильного воззрения и правильной точки зрения, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод или результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашают другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Вот таким образом чистота ума трехчестна. Таковы, чунда, десять течений благой каммы. Если кто-либо пускается в эти десять течений благой каммы, то, если он встает рано утром и гладит с постели землю, он чист. Если не гладит землю, он чист. Если он гладит свежий коровий навоз, траву, кланяется огню, выражает почтение солнцу почтительным приветствием, окунает себя в воду три раза, в том числе вечером, он чист. И если не окунает себя в воду три раза, в том числе вечером, он чист. И почему? Потому что эти десять течений благой каммы сами по себе чистые и очищающие. И именно потому, что люди пускаются в эти десять течений благой каммы, можно увидеть дэвов, людей, и иные благие уделы. Когда так было сказано, Чунда, сын кузнеца, обратился к благословенному, великолепно, господин. Великолепно, господин. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхи монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, последние четыре типа это. Один, женщина, которую уберегают ее товарищи по святой жизни в той или иной религии. Два, женщина замужем или которую назначили мужа уже при ее рождении или в детстве. Три, женщина, половая связь с которой карается наказанием. Четыре, девушка, которой мужчина подарил веног в знак помолвки с ней. Джинуссонин сульта, к Джинуссонину. АН 10177. И тогда Брахман Джинуссонин отправился к благословенному и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Затем он спросил благословенного, мастер Гатама, вы знаете, что мы, брахманы, совершаем дарение, делаем подношение, желая, пусть этот дар выпадет на долю наших умерших родственников. Пусть наши умершие родственники разделят этот дар. Так что же, мастер Гатама, достается ли этот дар нашим умершим родственникам? В тех местах, брахман, где это возможно, он достается им, но не там, где это невозможно. И где же, мастер Гатама, эти места, в которых это возможно? В каких местах это невозможно? Бывает так, брахман, когда некий человек, один, лишает другого жизни, два, берет то, что не дано, три, совершает недозволенное сексуальное поведение, четыре, лжет, пять, говорит сеющую распри речь, шесть, говорит грубые слова, и, семь, пустословит, восемь, он жаден, девять, питает неприязнь, десять, имеет неправильное воззрение. После распада тела, после смерти, он рождается в аду. Там он живет, там он пребывает посредством еды, что есть у жителей ада. Это, невозможное место для того, чтобы этот дар выпал на долю пребывающего здесь. Затем, бывает так, когда некий человек лишает другого жизни, берет то, что не дано, совершает недозволенное сексуальное поведение, лжет, говорит сеющую распри речь, говорит грубые слова и пустословит, он жаден, питает неприязнь, имеет неправильное воззрение. После распада тела, после смерти, он рождается в мире животных. Там он живет, там он пребывает посредством еды, что есть у обычных животных. Это также невозможное место для того, чтобы этот дар выпал на долю пребывающего здесь. Затем, бывает так, когда некий человек не лишает другого жизни, не берет то, что не дано, не совершает недозволенного сексуального поведения, не лжет, не говорит сеющий раз при речи, не говорит грубых слов и не пустословит, он не жаден, не питает неприязни, имеет правильное воззрение. После распада тела, после смерти, он рождается в мире людей. Там он живет, там он пребывает посредством еды, что есть у человеческих существ. Это также невозможное место для того, чтобы этот дар выпал на долю пребывающего здесь. Затем, бывает так, когда некий человек не лишает другого жизни, не берет то, что не дано, не совершает недозволенного сексуального поведения, не лжет, не говорит сеющий раз при речи, не говорит грубых слов и не пустословит, он не жаден, не питает неприязни, имеет правильное воззрение. После распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов. Там он живет, там он пребывает посредством еды, что есть у дэвов. Это также невозможное место для того, чтобы этот дар выпал на долю пребывающего здесь. Затем, бывает так, когда некий человек лишает другого жизни, берет то, что не дано, совершает недозволенное сексуальное поведение, лжет, говорит сеющий раз при речи, говорит грубые слова и пустословит, он жаден, питает неприязнь, имеет неправильное воззрение. После распада тела, после смерти, он рождается в мире страдающих духов. Там он живет, там он пребывает посредством еды, что есть у страдающих духов. Там он живет, там он пребывает посредством того, что его друзья или родственники дали, посвятив ему. Один. Это, возможное место для того, чтобы этот дар выпал на долю пребывающего здесь. Но, мастер Гатама, что если умерший родственник не рождается в этом возможном месте, кто тогда разделит этот дар? Другие умершие родственники, брахман, которые родились в этом возможном месте. Но, мастер Гатама, что если не умерший родственник не рождается в этом возможном месте, ни другие умершие родственники не родились в этом возможном месте, то кто тогда разделит этот дар? Невозможно, Брахман, не может быть такого, чтобы за это долгое время течения сансары в этом месте не было чьих-либо умерших родственников. Но в любом случае, даритель получит вознаграждение. Предписывает ли мастер Гатама какое-либо приготовление для невозможных мест? Брахман, я предписываю приготовление для невозможных мест. Бывает так, когда некий человек лишает другого жизни, берет то, что не дано, совершает недозволенное сексуальное поведение, лжет, говорит сеющую распри речь, говорит грубые слова и пустословит, он жаден, питает неприязнь, имеет неправильное воззрение. Но он дарит иду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и кремы, постели, жилищи и лампы жрецам и отшельникам. После распада тела, после смерти, он рождается среди слонов. Там ему достается еда, напитки, цветы и различные украшения. Поскольку он лишал жизни другого, брал то, что не дано, совершал недозволенное сексуальное поведение, лгал, говорил сеющую распри речь, говорил грубые слова и пустословил, был жадным, питал неприязнь, имел неправильное воззрение, он родился среди слонов. Но поскольку он дарил еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и кремы, постели, жилищи и лампы жрецам и отшельникам, ему достается еда, напитки, цветы и различные украшения. Далее, бывает так, когда некий человек лишает другого жизни. Имеет неправильное воззрение. Но он дарит иду, жилищи и лампы жрецам и отшельникам. После распада тела, после смерти, он рождается среди лошадей, среди рогатого скота, среди домашних птиц. Там ему достается еда, напитки, цветы и различные украшения. Два. Поскольку он лишал жизни другого, имел неправильное воззрение, он родился среди домашних птиц. Но поскольку он дарил еду, жилищи и лампы жрецам и отшельникам, ему достается еда, напитки, цветы и различные украшения. Далее, бывает так, когда некий человек не лишает другого жизни, не берет того, что не дано, не совершает недозволенного сексуального поведения, не лжет, не говорит сеющий раз при речи, не говорит грубых слов и не пустословит, он не жаден, не питает неприязни, имеет правильное воззрение. И он дарит еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и кремы, постели, жилищи и лампы жрецам и отшельникам. После распада тела, после смерти, он рождается в мире людей. Там он наслаждается пятью нитями человеческих чувственных удовольствий. Поскольку он не лишал жизни другого, не совершал недозволенного сексуального поведения, не лгал, не говорил сеющий раз при речи, не говорил грубых слов и не пустословил, не был жадным, не питал неприязни, имел правильное воззрение, он родился в мире людей. А поскольку он давал еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и кремы, постели, жилищи и лампы жрецам и отшельникам, он наслаждается пятью нитями человеческих чувственных удовольствий. Далее, бывает так, когда некий человек не лишает другого жизни, имеет правильное воззрение, и он дарит еду. Жилищи и лампы жрецам и отшельникам. После распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов. Там он наслаждается пятью нитями небесных чувственных удовольствий. Поскольку он не лишал жизни другого, имел правильное воззрение, он родился в мире дэвов. А поскольку он давал еду, жилищи и лампы жрецам и отшельникам, он наслаждается пятью нитями небесных чувственных удовольствий. Но в любом случае, Брахман, даритель получит вознаграждение. Удивительно, мастер Гатама, поразительно, как всего этого сказанного достаточно для того, чтобы кто-либо захотел сделать дар, достаточно для того, чтобы кто-либо захотел сделать подношение, ведь даритель получит вознаграждение. Именно так, Брахман, именно так даритель получит вознаграждение. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, примечание переводчика СВ, согласно Катхавадху 7.6 и комментарию к ней, здесь имеется в виду, что если во время дарения это действие посвящается голодным духам, и они принимают это предложение, то, тем самым, дарение совершается вместе с голодными духами, за счет чего они радуются и обретают облегчение. При этом не говорится почему они получают облегчение, из-за радости как таковой или же из-за того, что, участвуя в акте дарения, совершают тем самым накопление благой камы, которая дает результат в виде облегчения. По заметке достопочтенного Бодхи, данная церемония называется Саттхани, на Пале, или Сраттхани, на санскрите. При этом санскритский словарь Уильямса 1899 приводит объяснение данного ритуала. Говорится, что живые родственники подносят умершим родственникам материальные дары в виде пинт, шариков из риса и муки. Предполагается, что подобный дар является укрепляющим питанием для духов родственников, обладающих эфирными, бесплотными, телами. До тех пор пока не осуществится этот ритуал, родственники являются претами, скитающимися духами, не имеющими реального тела. И только когда пройдет церемония подношения этих даров, они переходят в блаженную обитель Петров, Петры Лока, то есть божественных отцов. 2. По мнению достопочтенного Тханиссара, вероятно, здесь имеется в виду, что птицы получают яркое и красивое оперение. Аналогично и в случае с другими животными, где украшения означают какие-либо их привлекательные черты. Садху сутта, хорошие. АН 10.178. Благословенный сказал, монахи, я научу вас тому, что является хорошим и тому, что является плохим. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и что есть плохое, монахи? 1. Уничтожение жизни. 2. Взятие того, что во мне было дано. 3. Неблагое сексуальное поведение. 4. Ложь. 5. Сеющий расприречь. 6. Грубая речь. 7. Пустословий. 8. Жажда. 9. Недоброжелательность. 10. Неправильное воззрение. Это называется плохим. И что есть хорошая, монахи? Воздержание от уничтожения жизни. Пустословие, нежажда, доброжелательность, правильное воззрение. Это называется хорошим. Сутты АН 10 179 210. Сутты идентичны АН 10 135 166, но здесь идет другой список из десяти пунктов, а именно, тот самый, что и в предыдущей сутте АН 10 178. Патха Мани Рая Сутта, от 1. АН 10 211. Благословенный сказал, монахи, обладая десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими десятью? 1. Он уничтожает жизнь. Он жесток, кровожаден, предается насилию и побоям, беспощаден к живым существам. 2. Он берет то, что ему не было дано. Он ворует ценности и имущества других деревней лежит в лесу. 3. Он пускается в неблагое сексуальное поведение. Он имеет половые связи с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой их Дхаммы, которые имеют супруга, чье осквернение ведет к взысканию, или даже с теми, которые уже помолвлены. 4. Он говорит неправду. Если его вызывают на совещании, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдии или на суд, и спрашивают его как свидетеля, «Итак, почтенный, расскажи, что ты знаешь», и тогда он, не зная, говорит «Я знаю», или, зная, он говорит «Я не знаю», не видя, он говорит «Я вижу», или же, видя, он говорит «Я не вижу». Таким образом он сознательно говорит неправду ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. 5. Своими словами он сеет расприя. То, что он слышал здесь, он рассказывает там, чтобы посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он рассказывает здесь, чтобы посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он вызывает разногласия среди тех, кто живет в согласии, создает расколы, наслаждается раздорами, радуется раздором, восторгается раздорами, говорит слова, что создают раздоры. 6. Он говорит грубо. Он произносит такие слова, которые грубые, жесткие, ранящие других, оскорбительны для других, граничащие со злобой, не ведущие к сосредоточению. 7. Он пускается в пустую болтовню. Он говорит в неподходящий момент, говорит ошибочно, говорит бесполезно и, говорит противоположное Дхаме и Винае. В неподходящий момент он говорит слова, которые ничего не стоят, неразумны, беспорядочны, не несут пользы. 8. Он полон жажды. Он жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. 9. У него недоброжелательные умезлобные устремления, пусть эти существа будут умерщвлены, убиты, умрут, будут уничтожены и истреблены. 10. Он придерживается неправильного воззрения и неправильной точки зрения, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Обладая этими десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Обладая десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими десятью? Отбрасывая убийства, он воздерживается от уничтожения жизни. Он живет без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он не ворует ценности и имущества других в деревне или же в лесу. Отбрасывая неблагое сексуальное поведение, он воздерживается от неблагого сексуального поведения. Он не имеет половых связей с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой их Дхаммы, которые имеют супруга, чье осквернение ведет к взысканию, или даже с теми, которые уже помолвлены. Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Если его вызывают на совещании, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдии или на суд, и спрашивают его как свидетеля, «Итак, почтенный, расскажи, что ты знаешь», и тогда он, не зная, говорит «Я не знаю», или, зная, он говорит «Я знаю», не видя, он говорит «Я не вижу», или же, видя, он говорит «Я вижу». Таким образом, он не говорит сознательно неправды ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Отбрасывая речь, сеющую распри, он воздерживается от речи, сеющей распри. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывал здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит слова, которые способствуют согласию. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая пустую болтовню, он воздерживается от пустой болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительные, полезные, говорит о Дхамме, о Винае. В должный момент он говорит ценные слова, разумные, лаконичные, полезные. Он не имеет жажды. Он не жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. У него доброжелательный ум и его устремления лишены злобы, пусть эти существа живут счастливо, будут свободны от вражды, угнетения, тревоги. Он придерживается правильного воззрения и правильной точки зрения, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод или результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашают другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Обладая этими десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Дутия Нерая Сутта, от 2. Айян 10.212. Сутта в точности идентична предыдущей Айян 10.211, но только 10 пунктов в тексте сутты идут сокращенными, то есть с многоточиями, без полной развертки. Матугама Сутта, женщины. Айян 10.213. Благословенный сказал, монахи, обладая этими десятью качествами, женщины после смерти оказываются в аду, как если бы их туда затянули силой. Какими десятью? Они уничтожают жизнь. 1. Имеют неправильное воззрение. Обладая этими десятью качествами, женщины после смерти оказываются в аду, как если бы их туда затянули силой. Монахи, обладая этими десятью качествами, женщины после смерти оказываются в небесном мире, как если бы их туда затянули силой. Какими десятью? Они воздерживаются от уничтожения жизни. Имеют правильное воззрение. Обладая этими десятью качествами, женщины после смерти оказываются в небесном мире, как если бы их туда затянули силой. Один, здесь идут те же десять пунктов, что и в Айон 10.178. Упаси-ка сутта «Мирянка». Айон 10.214. Сутта идентична предыдущей Айон 10.213, но вместо «женщины» здесь идет «Мирянка». Виссарада сутта «Уверенность в себе». Айон 10.215. Благословенный сказал, «Монахи, обладая этими десятью качествами, Мирянка пребывает дома, не будучи уверенной в себе». Какими десятью? Она уничтожает жизнь. Один. Имеет неправильное воззрение. Обладая этими десятью качествами, Мирянка пребывает дома, не будучи уверенной в себе. Монахи, обладая этими десятью качествами, Мирянка пребывает дома, будучи уверенной в себе. Какими десятью? Она воздерживается от уничтожения жизни. Имеет правильное воззрение. Обладая этими десятью качествами, Милянка пребывает дома, будучи уверенной в себе. Один, здесь идут те же десять пунктов, что и в А.Н. 10.178. Самсапания сутта, Расползание. А.Н. 10.216. Благословенный сказал, монахи, я научу вас изложению Дхамы на тему расползания. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, изложение Дхамы на тему расползания? Монахи, существа-владельцы собственной Камы, наследники своей Камы, происходят из своей Камы, Кама, это их родня и прибежище. Какую бы Каму они ни свершали, плохую или хорошую, они унаследуют ее. Один, вот некий человек уничтожает жизнь. Он жесток, кровожаден, предается насилию и побоям, беспощаден живым существам. Он расползается телом, речью и умом. Его телесная Кама кривая. Его словесная Кама кривая. Его умственная Кама кривая. Его будущий удел кривой, его перерождение кривое. А того, у кого кривой будущий удел перерождений, я говорю вам, ждет один из этих двух уделов, либо неимоверно болезненные ады, либо один из видов ползучих животных. И каковы виды ползучих животных? Змея, скорпион, многоножка, кошка, мышь или сова, один, или же любые другие животные, уползающие при виде людей. Так существо перерождается из существа, кто-либо перерождается посредством собственных деяний. Когда он переродился, он подвергается воздействию контактов. Вот таким образом, я говорю вам, существа являются наследниками своей Каммы. Два, вот некий человек берет то, что ему не было дано. Три, пускается в неблагое сексуальное поведение. Четыре, лжет. Пять, речью сеет распря. Шесть, говорит грубо. Семь, пускается в пустую болтовню. Восемь, полон жажды. Девять, имеет недоброжелательные умезлобные устремления. Десять, придерживается неправильного воззрения и неправильной точки зрения, нет ничего, что дано. Два. Он расползается телом, речью и умом. Его телесная Кама кривая. Его словесная Кама кривая. Его умственная Кама кривая. Его будущий удел кривой. Когда он переродился, он подвергается воздействию контактов. Вот таким образом, я говорю вам, существа являются наследниками своей Каммы. Монахи, существа владельцы собственной Каммы, наследники своей Каммы, происходят из своей Каммы. Кама, это их родня и прибежище. Какую бы Камму они не свершали, плохую или хорошую, они унаследуют ее. Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни. Он живет без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Он не расползается телом, речью и умом. Его телесная Кама прямая. Его словесная Кама прямая. Его умственная Кама прямая. Его будущий удел прямой, его перерождение прямое. А того, у кого прямой будущий удел перерождений, я говорю вам, ждет один из этих двух уделов, либо неимоверно приятные небесные миры или высокопоставленные семьи, такие как зажиточные кхотея, зажиточные брахманы, зажиточные домохозяева, состоятельные, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна. Так существо перерождается из существа, кто-либо перерождается посредством собственных деяний. Когда он переродился, он подвергается воздействию контактов. Вот таким образом, я говорю вам, существа являются наследниками своей Каммы. Вот Никит человек воздерживается от того, что не было дано. Не имеет жажды, он доброжелательный, придерживается правильного воззрения и правильной точки зрения, есть то, что дано. 3. Он не расползается телом, речью и умом. Его телесная Камма прямая. Его словесная Камма прямая. Его умственная Камма прямая. Его будущий удел прямой. Когда он переродился, он подвергается воздействию контактов. Вот таким образом, я говорю вам, существа являются наследниками своей Каммы. Таково, монахи, изложение Дхаммы на тему расползания. 1. Вероятно, сову сюда включили по той причине, что она всегда действует скрытно. В китайской версии этой сутты перечисляются четыре животных, змея, кошка, мышь, лиса. 2. Пункты раскрываются так же, как в Айн 10.211. 3. И эти пункты раскрываются так же, как соответствующие им в Айн 10.211. Патхама Санчитаника сутта, намеренная 1. Айн 10.217. Благословенный сказал, монахи, я не утверждаю, что существует окончание намеренной совершенной накопленной Каммы до тех пор, покуда человек не пережил ее результатов, что может случиться в этой жизни, или в следующем перерождении, или по некоему еще более позднему случаю. Но также я не утверждаю, что можно положить конец страданиям, покуда человек не пережил результаты намеренной совершенной накопленной Каммы. 1. В этом плане, монахи, существуют трехчестные изъяны поврежденности Лесной Каммы, возникшие из неблагого намерения, имеющие болезненный исходный результат. Существуют четырехчестные изъяны поврежденности Словесной Каммы, возникшие из неблагого намерения, имеющие болезненный исходный результат. Существуют трехчестные изъяны поврежденности Умственной Каммы, возникшие из неблагого намерения, имеющие болезненный исходный результат. И каким образом, монахи, существует трехчестный изъян и поврежденность телесной каммы, возникший из неблагого намерения, имеющий болезненный исходный результат? 1. Вот некий человек уничтожает жизнь. 2. Он берет то, что ему не было дано. 3. Он пускается в неблагое сексуальное поведение. Вот каким образом существует трехчестный изъян и поврежденность телесной каммы, возникший из неблагого намерения, имеющий болезненный исходный результат? И каким образом, монахи, существует четырехчестный изъян и поврежденность словесной каммы, возникший из неблагого намерения, имеющий болезненный исход результат? 4, вот некий человек говорит неправду. 5, своими словами он сеет расприя. 6, он говорит грубо. 7, он пускается в пустую болтовню. Вот каким образом существует четырехчестный изъян и поврежденность словесной каммы, возникший из неблагого намерения, имеющий болезненный исход результат? И каким образом, монахи, существуют трехчестные изъяны поврежденности умственной камы, возникшие из неблагого намерения, имеющие болезненный исходный результат? 8. Вот некий человек полон жажды. 9. У него недоброжелательные ум и злобные устремления. 10. Он придерживается неправильного воззрения и неправильной точки зрения. Вот каким образом существуют трехчестные изъяны поврежденности умственной камы, возникшие из неблагого намерения, имеющие болезненный исходный результат? Монахи, из-за трехчастного изъяна и поврежденности телесной каммы, возникшей из неблагого намерения, после распада тела, после смерти, существа перерождаются в состояниях лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Или из-за четырехчастного изъяна и поврежденности словесной каммы. Или из-за трехчастного изъяна и поврежденности умственной каммы, возникшей из неблагого намерения, после распада тела, после смерти, существа перерождаются в состояниях лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Подобно брошенным кубикам из игры в кости, которые прочно будут стоять там, куда упадут, точно так же, из-за трехчастного изъяна и поврежденности телесной каммы. Четырехчастного изъяна и поврежденности словесной. Трехчастного изъяна и поврежденности умственной каммы, возникшей из неблагого намерения, после распада тела, после смерти, существа перерождаются в состояниях лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в нижних в аду. Монахи, я не утверждаю, что существует окончание намеренной совершенной накопленной каммы до тех пор, покуда человек не пережил ее результатов, что может случиться в этой жизни, или в следующем перерождении, или по некоему еще более позднему случаю. Но также я не утверждаю, что можно положить конец страданиям, покуда человек не пережил результаты намеренной совершенной накопленной каммы. В этом плане, монахи, существует трехчестный благоприятный исход телесной каммы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход и результат, существует четырехчестный благоприятный исход словесной каммы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход и результат, существует трехчестный благоприятный исход умственной каммы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход и результат. И каким образом, монахи, существует трехчестный благоприятный исход телесной каммы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход и результат? Вот некий человек, отбрасывая убийство, воздерживается от уничтожения жизни. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Отбрасывая неблагое сексуальное поведение, он воздерживается от неблагого сексуального поведения. Вот каким образом существует трехчестный благоприятный исход телесной каммы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход результат. И каким образом, монахи, существует четырехчестный благоприятный исход словесной каммы, возникший из благого благого намерения, имеющий приятный исход-результат? Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Отбрасывая речь, сеющую распри, он воздерживается от речи, сеющей распри. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Отбрасывая пустую болтовню, он воздерживается от пустой болтовни. Вот каким образом существующий трехчестный благоприятный исход словесной каммы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход-результат. И каким образом, монахи, существует трехчастный благоприятный исход умственной камы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход результат. Вот некий человек не имеет жажды. У него доброжелательный ум и его устремления лишены злобы. Он придерживается правильного воззрения и правильной точки зрения. Вот каким образом существует трехчастный благоприятный исход умственной камы, возникший из благого намерения, имеющий приятный исход результат. Монахи, из-за трехчастного благоприятного исхода телесной каммы, возникшие из благого намерения, после распада тела, после смерти, существа перерождаются в благих уделах, в небесных мирах. Или из-за четырехчастного благоприятного исхода словесной каммы. Или из-за трехчастного благоприятного исхода умственной каммы, возникшие из благого намерения, после распада тела, после смерти, существа перерождаются в благих уделах, в небесных мирах. Подобно брошенным кубикам из игры в кости, которые прочно будут стоять там, куда упадут, точно так же, из-за трехчастного благоприятного исхода в небесных мирах. Монахи, я не утверждаю, что существует окончание намеренной совершенной и накопленной каммы до тех пор, покуда человек не пережил ее результатов, что может случиться в этой жизни, или в следующем перерождении, или по некоему еще более позднему случаю. Но также я не утверждаю, что можно положить конец страданиям, покуда человек не пережил результаты намеренной совершенной и накопленной каммы. Один, подобное утверждение, как видится, противостояние творячит иным заявлением Будды, в других суттах, о том, что для освобождения не требуется переживать всех результатов каммы. Более того, подобная концепция исчерпания всей каммы принадлежала древним джайанам, смотри. МН 101. В китайском аналоге данной сутты приводится несколько иное утверждение, если кто-либо совершил прошлую камму, то, я говорю вам, он должен пережить ее результат, он переживает его либо в этой жизни, либо в будущей жизни. Но тот, кто не совершал прошлые каммы, тот, я говорю вам, не будет переживать ее результат. В китайской версии нет упоминания этого проблематичного утверждения о том, что невозможно положить конец страданиям без переживания всей совершенной каммы. Примечания переводчика СВ, однако, смотри примечаний. Номер 1 КН 10 219. Два, все эти десятипоследующие десять пунктов раскрываются так же, как в АН 10 176. Дутиэсн читайника сутта, намеренная 2. АН 10 218. Сутта идентична предыдущей АН 10 217, но здесь некоторые пункты идут свернутыми, то есть с многоточиями, а также нет метафоры с броском кубиков. Караджакая сутта, рожденная поступками тела. АН 10 219. Благословенный сказал, монахи, я не утверждаю, что существует окончание намеренной совершенной накопленной каммы до тех пор, покуда человек не пережил ее результатов, что может случиться в этой жизни, или в следующем перерождении, или по некоему еще более позднему случаю. Но также я не утверждаю, что можно положить конец страданиям, покуда человек не пережил результаты намеренной совершенной и накопленной каммы. Этот ученик благородных, монахи, который лишен жажды, лишен недоброжелательности, не имеет замешательства, бдительный, постоянно осознанный, пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он понимает так, прежде мой ум был ограничен и неразвит, но теперь он безграничен и развит. Здесь не остается и не наличествует измеримой каммы. 1. Как вы думаете, монахи, если бы малыш развивал освобождение ума доброжелательностью с самого детства, смог бы он совершить плохой поступок? Нет, учитель. Могло бы его охватить страданий, если он не совершает плохого поступка? Нет, учитель. Ведь с чего бы страдания могло охватить того, кто не совершает плохого поступка? Поэтому мужчине или женщине нужно развивать это освобождение ума доброжелательностью. Мужчина или женщина не смогут забрать с собой это тело, когда придет пора уходить. У смертных ум является их сердцевиной. Ученик благородных понимает, какой бы плохой поступок я ни сделал в прошлом этим рожденным поступками телом, все это будет пережито здесь. Оно не последует дальше. Когда освобождение ума доброжелательностью было развито таким образом, то оно ведет мудрого монаха к невозвращению, если он не пробьется к дальнейшему освобождению. 2. Этот ученик благородных, монахи, который лишен жажды, лишен недоброжелательности, не имеет замешательства, бдительный, постоянно осознанный, пребывает, наполняя первую сторону света умом, наполненным состраданием. Сорадовнием. Невозмутимостью, как и вторую сторону, третью сторону и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным невозмутимостью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он понимает так, прежде мой ум был ограничен и не развит, но теперь он безграничен и развит. Здесь не остается и не наличествует измеримой каммы. Как вы думаете, монахи, если бы малыш развивал освобождение ума невозмутимостью с самого детства, смог бы он совершить плохой поступок? Поэтому мужчине или женщине нужно развивать это освобождение ума невозмутимостью. Мужчины или женщины не смогут забрать с собой это тело, когда придет пора уходить. У смертных ум является их сердцевиной. Ученик благородных понимает, какой бы плохой поступок я не сделал в прошлом этим рожденным поступками телом, все это будет пережито здесь. Оно не последует дальше. Когда освобождение ума невозмутимостью было развито таким образом, то оно ведет мудрого монаха к невозвращению, если он не пробьется к дальнейшему освобождению. 3. 1. Комментарий толкует измеримую камму как камму, относящуюся к миру чувств, камалока, то есть такую камму, которая созревает в виде перерождения в мире чувств. Поскольку в этом фрагменте описывается невозвращающийся, или тот, кто скоро станет невозвращающимся, то речь идет о том, что он устранил любую камму мира чувств и переродится только в мире форм, где обретет окончательную нигбану, не возвращаясь обратно в мир чувств. Примечание переводчика СВ, возможно, здесь говорится вовсе не об этом. В СН 42.8 объясняется, что развитие Брахма-Вихр приводит к преодолению именно плохой прошлой каммы, а вовсе не каммы, в том числе и благой, ведущей к рождению в мире чувств. В Айн-3.100 также говорится о том, что человек, развитый в теле, нравственности, уме и мудрости является неизмеримым, что соответствует неизмеримому уму, развитому Брахма-Вихрами в этой сути, и любая плохая камма будет пережита в его этой самой жизни, и не останется остатка, который может быть пережит в следующей. Вероятно, именно об этом говорит Будда, когда произносит фразу о том, что нельзя положить конец страданиям, пока человек не пережил плодов накопленной им, негативной, каммы. Другими словами, при достижении уровня, близкого к невозвращению или невозвращения, или более высокого, ум человека становится неизмеримым, безмерным, при котором его прошлое негативная камма разрушается без остатка, о чем сказано в Айн-3.100, в том смысле, что будет пережитым вся целиком до момента смерти. Эту идею подтверждают и слова Будда ниже по тексту, в этой сути, Айн-10.219, «Какой бы плохой поступок я ни сделал в прошлом этим рожденным поступками телом, все это будет пережито здесь. Оно не последует дальше». Также об исчерпании негативной каммы до момента смерти Будда упоминает в Айн-4.195. Также в СН-5.8 монахиня утверждает, что Будда достиг окончания всей каммы. 2. Под дальнейшим освобождением понимается араханство. 3. В сутте нет десяти пунктов, из-за которых ее можно было бы отнести к ней к десяти. Однако, в китайской версии сутты в ней содержится список десяти неблагих и благих течений каммы, как, к слову, и в предыдущих суттах Ангутары, например Айн-10.217. В китайской версии сказано, что ученик благородных отбрасывает десять неблагих течений каммы и взращивает десять благих, после чего развивает четыре безмерные состояния ума, перечисленные уже и в данной сутте. Адхаммачария сутта, поведение противоположное Дхамме. Айн-10.220. И тогда некий брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и обратился к благословенному, мастер Гатама, почему некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду? Брахман, из-за неправедного поведения, поведение противоположного Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Мастер Гатама, почему некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире? Брахман, из-за праведного поведения, поведение свойственного Дхаме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Я не понимаю в подробностях значение утверждения, которое мастер Гатама изложил кратко. Пусть мастер Гатама научит меня Дхаме так, чтобы я смог понять в подробностях значение этого. В таком случае, Брахман, слушай внимательно, я буду говорить». «Да, почтенный», — ответил Брахман. Благословенный сказал, «Брахман, неправедное поведение, поведение противоположное Дхаме, трехчестно посредством тела, четырехчестно посредством речи, трехчестно посредством ума». И каким образом, Брахман, неправедное поведение, поведение противоположное Дхаме, трехчестно посредством тела? 1. Вот некий человек уничтожает жизнь. 1. 2. Он берет то, что ему не было дано. 3. Он пускается в неблагое сексуальное поведение. Вот каким образом неправедное поведение, поведение противоположное Дхамме, трехчестно посредством тела. И каким образом неправедное поведение, поведение противоположное Дхамме, четырехчестно посредством речи? 4. Вот некий человек говорит неправду. 5. Своими словами он сеет распря. 6. Он говорит грубо. 7. Он пускается в пустую болтовню. Вот каким образом неправедное поведение, поведение противоположное Дхамме, четырехчестно посредством речи. И каким образом неправедное поведение, поведение противоположное Дхамме, трехчестно посредством ума. 8. Вот некий человек полон жажды. 9. У него недоброжелательные ум и злобные устремления. 10. Он придерживается неправильного воззрения и неправильной точки зрения. Вот каким образом неправедное поведение, поведение противоположное Дхамме, трехчестно посредством ума. Брахман, из-за подобного неправедного поведения, поведение противоположного Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Брахман, праведное поведение, поведение соответствующее Дхамме, трехчестно посредством тела, четырехчестно посредством речи, трехчестно посредством ума. И каким образом, брахман, праведное поведение, поведение соответствующее Дхамме, трехчестно посредством тела, четырехчестно посредством речи, трехчестно посредством ума? Вот некий человек, отбрасывая убийство, воздерживается от уничтожения жизни. Он придерживается правильного воззрения и правильной точки зрения. Вот каким образом праведное поведение, поведение свойственное Дхамме, трехчасно посредством ума. Брахман, из-за подобного праведного поведения, поведение свойственного Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благому деле, в небесном мире. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, все эти десяти последующие десять пунктов раскрываются так же, как в Айен-10-176. Поддхама сутта, первая. Айен-10-221. Благословенный сказал, монахи, обладая десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими десятью? Один, он уничтожает жизнь, два, берет то, что не дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, лжет, пять, своей речью сеет распри, шесть, грубит, семь, пустословит, восемь, полон жажды, девять, имеет недоброжелательный уме, десять, придерживается неправильных воззрений. Обладая этими десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Обладая десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими десятью? Он воздерживается от уничтожения жизни, воздерживается от пустой болтовни, не имеет жажды, доброжелательный, придерживается правильных воззрений. Обладая этими десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой». Дутия сутта, 2. А.Н. 10.222. Благословенный сказал, «Монахи, обладая двадцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой». Какими двадцатью? 1. Он уничтожает жизнь и поощряет других уничтожать жизнь. 2. Берет то, что не дано. 3. Пускается в неблагое сексуальное поведение. 4. Лжет. 5. Своей речью сеет распря. 6. Грубит. 7. Пустословит. 8. Полон жажды. 9. Имеет недоброжелательный ум. 10. Придерживается неправильных воззрений и поощряет других к утверждению о неправильных воззрениях. Обладая этими двадцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Обладая двадцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими двадцатью? Он воздерживается от уничтожения жизни и поощряет других к воздержанию от уничтожения жизни. Не имеет жажды. Доброжелательный. Придерживается правильных воззрений и поощряет других утверждаться в правильных воззрениях. Обладая этими двадцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Татья сутта, третья. АН 10.223. Благословенный сказал, монахи, обладая тридцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими тридцатью? Он, один, уничтожает жизнь, поощряет других уничтожать жизнь, одобряет уничтожение жизни. Один. Десять, придерживается неправильных воззрений, поощряет других к утверждению в неправильных воззрениях и одобряет утверждение в неправильных воззрениях. Обладая этими тридцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Обладая тридцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими тридцатью? Он воздерживается от уничтожения жизни, поощряет других к воздержанию от уничтожения жизни, одобряет воздержание от уничтожения жизни. Придерживается правильных воззрений, поощряет других утверждаться в правильных воззрениях, одобряет утверждений в правильных воззрениях. Обладая этими тридцатью качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Один, все пункты раскрываются как в предыдущей сутте АН 10.222. Читуттха сутта, четвертая. АН 10.224. Благословенный сказал, монахи, обладая сорока качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими сорока? Он, один, уничтожает жизнь, поощряет других уничтожать жизнь, одобряет уничтожение жизни, восхваляет уничтожение жизни. Один. Десять, придерживается неправильных воззрений, поощряет других к утверждению в неправильных воззрениях, одобряет утверждение в неправильных воззрениях, восхваляет утверждение в неправильных воззрениях. Обладая этими сорока качествами, после смерти некий человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Обладая сорока качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими сорока? Он воздерживается от уничтожения жизни, поощряет других к воздержанию от уничтожения жизни, одобряет воздержание от уничтожения жизни, восхваляет воздержание от уничтожения жизни. Придерживается правильных воззрений, поощряет других к утверждению в правильных воззрениях, одобряет утверждение в правильных воззрениях, восхваляет утверждение в правильных воззрениях. Обладая этими сорока качествами, после смерти некий человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Один, все пункты раскрываются как в Айон 10-222. Сутты Айон 10-225-228. Сутты соответствуют Айон 10-221-224 за небольшим изменением. Монахи, обладая десятью качествами, человек удерживает себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Какими десятью? Сохраняет себя неизувеченном и неискалеченном. Какими десятью? Айон 10-225, монахи, обладая двадцатью, тридцатью сорока качествами, человек удерживает себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Айон 10-226-228. Навама сутта, девятое. Айон 10-229. Благословенный сказал, монахи, обладая десятью качествами, после смерти некий человек оказывается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Какими десятью? Один. Обладая десятью качествами, после смерти некий человек перерождается в благом уделе, в небесном мире. Один, раскрывается аналогично Айон 10-221. Сутты Айон 10-230-232. Сутты аналогичны предыдущей Айон 10-229, но в каждой соответственно перечисляются двадцать, тридцать, сорок качеств как в Айон 10-222-224. Тирасама сутта, тринадцатое. Айон 10-233. Благословенный сказал, монахи, этого человека, обладающего десятью качествами, можно считать глупцом. Какими десятью? Один. Этого человека, обладающего десятью качествами, можно считать мудрецом. Один, раскрывается аналогично Айон 10-221. Сутты Айон 10-234-236. Сутты аналогичны предыдущей Айон 10-233, но в каждой соответственно перечисляются двадцать, тридцать, сорок качеств, как в Айон 10-222-224. Подхама сутта, первая. Айон 10-237. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать десять вещей. Какие десять? Один, восприятие непривлекательности, два, восприятие смерти, три, восприятие отвратительности еды, четыре, восприятие невосхищения целым миром, пять, восприятие непостоянства, шесть, восприятие страдательности в непостоянном, семь, восприятие безличности в страдательном, восемь, восприятие оставления, девять, восприятие бесстрастия, десять, восприятие прекращения. Ради прямого знания жажды следует развивать эти десять вещей. Дутия сутта, вторая. А.Н. 10.238. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать десять вещей. Какие десять? 1. Восприятие непостоянства, 2. Восприятие безличности, 3. Восприятие отвратительности еды, 4. Восприятие невосхищения целым миром, 5. Восприятие скелета, 6. Восприятие червивого трупа, 7. Восприятие мертвенно-бледного трупа, 8. Восприятие дниющего трупа, 9. Восприятие расчлененного трупа, 10. Восприятие вздутого трупа. Ради прямого знания жажды следует развивать эти десять вещей. Татья сутта, третья. А.Н. 10.239. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать десять вещей. Какие десять? 1. Правильное воззрение, 2. Правильное устремление, 3. Правильная речь, 4. Правильное действие, 5. Правильное средство к жизни, 6. Правильное усилие, 7. Правильная осознанность, 8. Правильное сосредоточение, 9. Правильное знание, 10. Правильное освобождение. Ради прямого знания жажды, следует развивать эти 10 вещей. Сутты АН 10.240-266 Сутты идентичны АН 10.237-239, но вместо «ради прямого знания жажды», здесь идут другие фразы, «ради полного понимания жажды», «ради полного уничтожения жажды», «ради оставления жажды», «ради уничтожения жажды», «ради преудоления жажды», «ради угасания жажды», «ради прекращения жажды», «ради отказа от жажды», «ради покидания жажды». Сутты АН 10.267.746. Сутты идентичны АН 10.237.266, но вместо жажды идут иные значения, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукаства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности. Продолжение следует... Вера Сутта Враждебность Ангутара Никая 10.92 И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем благословенный сказал ему, когда у благородного ученика успокоены пять форм страха и враждебности, когда он наделен четырьмя факторами вступления в поток, и когда он за счет мудрости правильно увидел и правильно нащупал благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе. Ада не будет, утробы животных не будет, состояния голодных духов не будет, состояния лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению. И каковы эти пять форм страха и враждебности, что должны быть успокоены? Когда человек отбирает жизнь, то вместе с отбиранием жизни, в качестве подходящего условия он создает страх и враждебность здесь и сейчас. Создает страх и враждебность в будущих жизнях, испытывает сопутствующие умственные факторы боли и отчаяния. Но когда он воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывает безрассудство, он не создает страха и враждебности здесь и сейчас, равно как не испытывает и сопутствующих умственных факторов боли и отчаяния. У того, кто воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывают безрассудство, этот страх и враждебность таким образом успокоены. Таковы пять форм страха и враждебности, что должны быть успокоены. И каковы четыре фактора вступления в поток, которыми он наделен? Вот ученик благородных, наделен непреклонной верой в пробужденного. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага. Знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен непреклонной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая, мудрыми, самостоятельно. Он наделен непреклонной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей – это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимства, достойное подношений, достойное уважения, несравненное поле, заслуг для мира. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таковы четыре фактора вступления в поток, которыми он наделен. И каков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости? Вот ученик благородных замечает, когда есть это, есть то, с возникновением этого происходит возникновение того, когда этого нет, то нет и того, с прекращением этого происходит прекращение того. Другими словами. Из шести чувственных опор в качестве подходящего условия возникает контакт. Из контакта в качестве подходящего условия возникает чувство. Из чувства в качестве подходящего условия возникает жажда. Из жажды в качестве подходящего условия возникает цепляние. Из цепляния в качестве подходящего условия возникает становление. Из становления в качестве подходящего условия возникает рождение. Из рождения в качестве подходящего условия возникает старение и смерть, печаль, стенание, боль, несчастье и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды страдания. И теперь с безостановочным прекращением и исчезновением этого самого невежества происходит прекращение формации. С прекращением формации происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти, печали, стенания, боли, несчастья и отчаяния. Таково прекращение всей этой груды страдания. Таков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости. Если он хочет, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе. Ада не будет, утробы животных не будет, состояния голодных духов не будет, состояния лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению.